добрый день всем любителям шашек мы чуть раньше запустились со мной сейчас юрий аникеев и даже дарья ткаченко должна быть юра привет привет и вам привет зрители так трансляция запустилась прекрасно пожалуйста нам сразу отпишите по качеству трансляции как кого слышно да вообще там работает нет мы уже могли с наш шашкой сосредоточиться юра давай пока рассказывай что-нибудь ну пока про чем от мира особо рассказать не будем давайте начнем уже в 16.30 ровно о чем о жизни поговорим о жизни да юра жизнь бурлит в том числе и шашечная бьет ключом всякая всякая бьет бьет ключом и по голове ключом по голове так вроде бы все нормально должно быть насколько я понимаю так нам пожалуйста зрители дорогие пишите что-нибудь в чате если кто то смотрит если кто-то нет то зовите всех ну давай его фотографию там тут начинается но трансляция будет там как бы попозже там же электронных досок нету давай пока никого нету ты мне расскажи что там ты говоришь по первому туру тебе было про чижова рядом посмотреть интересно там я все не могу понять как так получается то есть чижов явно соображает все правильно делает но очков пока мало видишь сюда что-то не прошло у него самого начало он дал там как там все хорошо его давил дают где-то вот здесь не было не тут выигрыш он там ну даже позже да вот после этого размена дал 5 на 5 где-то здесь не было он пошел 324 наверно то выпустил что давай значит может уже мы можем эту грану сейчас первый тур голландцы бывают пишут комментарии что они тут может написали а вот царевич есть какие-то комментарии вот пишут тут вот в этой позиции говорят 34 разделе бог вот какой-то варианты ну как бы просто интересный то есть не факт что они сильнейшие причем разные люди и приводят даже подключайся да а вот такая позиция могла возникнуть но это да да даже в русских шашках только есть то есть когда стоит на c1 выигрыш на ядер ничья тут как бы еще больше доска больше можно иногда два поставить и на и три типа выжидательный ход был так ну так действительно получается что а ты получается там ошибся вот 3 4 29 и а почему искренне не могу понять подождите это 52 хода удовольствие партии было вот три за сиром пошел на каранске 324 ну давай так посмотри как партии вы нашелся какой-то ход сюда и нельзя влюбить да и за присоски а вот и вся разница надо было просто не дать присосаться ну понятно когда уже пошли так зафиксировали то да но он там видимо думал на 38 может быть 24 19 пойти а то наверно жертва ну что-то прозевал отвечал сам интервью там в риге брали да у него говорил что слабо техника реализации подводит но он уже в как-то играл не очень если честно и и в турнире и потом в blitz то есть он до этого всегда был в такой форме хорошей там что-то как-то он там флаг уронил даже один раз ну как-то не похоже на него было что-то как-то может быть форма не очень сейчас даша нам все объяснит форма у нас узнать и всегда так только почему-то только два человека сможет на юра я и ты да ты тоже включил трансляции или нет я не даша пишет что она на балконе если что может быть мы пока начали раньше чтобы все проверить и просто тут да юра тут партию чижова с первого дура сказал чтобы мог выиграть чижов скорее всего я просто его не вновь не включил смотри да чтобы ты выиграл и как бы пошла белыми здесь считать надо конкретно уже все варианты просто пересчитать потом уже что-то выбрать интуитивно скажи нет интуитивно понятно что на 24 ну вот тяжел таким пошел ну как бы видите но вот же как бы вот так хитренько сыграл поэтому еще видимо на 24 19 какая-то жертва отдал 27 31 на конкурсе это он произвел а ну совсем просто совсем просто да и сразу три единицы без времени было но просто эти идеи нужно было увидеть и тогда конечно так мы ждем людей давайте в 30 минут расскажи как у тебя в целом два мы пока говорим о жизни как вот я сказал что жизнь его бьет ключом по голове слушайте ну вы прям так резко прыгаете из одной темы в другую это же нужно как бы перестроиться настроиться я уже так начала вспоминать о чем здесь они играют в турнире в смысле ключом по голове про турнир мы поговорим и вот после 30 минут когда начали должны зрители подойти я правда не знаю почему еще не подходит три минуты может быть надо сделать а может какая-то проблема трансляции на канал идет на канал давайте вот я тут давал ссылки видишь а я дашь от экран тоже видишь на комментарий на сайте трофимова сейчас тут у меня есть две ссылки попробуйте по ним зайти куда вас придет может я как владелец канала у меня тут по-другому работает то есть давайте напишу тут что начинаем трансляцию ой меня тут очень толком почему-то на компьютере этот сайт обновляется не нужно четыре человека тогда мы всех приведем опять уже раньше начали люди пунктуальные да люди мы просто начали раньше чтобы найти приятно когда приходишь уже не боишься там будет трансляция не будет а уже она идет то есть уже все пожалуйста отпишите там в чате нам как кого слышно у кого самый приятный голос вот и о чем мы будем сегодня вы хотели бы же мы поговорили будем ли говорить про шашки или может что-то жизни тут игра предлагает поговорить даша про жизнь что-то добавишь ты хотел изъятия перебил кажется неловкую ситуацию не попадем если будем а шашка говорить так вот это позиция да ну да получается он не выбирал пером туре потом йорги выбрал и прошел кстати вот я смотрел чтобы не быть голословным сейчас вам покажу даже так как где-то все показывается а вот и туда назад чижок проиграл йорги в последних чемпионатах очень могут смотрите с покажу вам это сейчас на 19 вот в 15 был такой круговик большой а что мы смотрим это периодически случается это зависит от ситуации в турнире зависит от многих факторов матчи они тоже играли тоже были результативные еще еще в седьмом году проиграл семнадцатом 17 там чужо выиграл йорги и вот еще раз проиграл то есть короче они постоянно нервничу почти не раз между собой даю так 30 минут до седьмом году девятом не было чем-то мира потом в одиннадцатом выиграл в тринадцатом три раза подряд и в пятнадцатом я забыл там что показывал чужо уже рассказывал чужо в интервью говорил что ему в принципе вот такая система который добавляется время не очень подходит ему больше нравится классический контроль вот когда есть реальные цвет ноты когда времени добавляется и вот он там тебя и лучше чувствует так давайте 30 минут начинаем как бы официальную часть трансляции начался чемпионат мира среди мужчин девятнадцатого года прошло уже 6 туров таблица перед вами а я представлю своих гостей это многоуважаемые красмейстера юрия никеев и дарья ткаченко привет 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 вот и все можно начинать ну давай тогда дашь ты насколько это проезжает ты даже можешь отключать микрофон если мы там не слышим сейчас сделаю погромче конечно почти не слышу то что ты говоришь я предположу что у кого-то из вас самолет пролетает рядом с домом кстати да это так слышно да да самолет пролетел даже ну слушайте он так пролетает что у меня отключается вообще звук я тебя в принципе не слышу тогда мы можем откуда же я знаю я ему не вижу мы можем это конечно поменять так хорошо я честно говоря вот приехал из отпуска я тут так бегло ознакомился я даже тут половину и не знаю участников давайте тогда вы расскажите я буду там проверять что-то зрители прошу писать в чат что как происходит как слышно расскажи что за чемпионат как бы какая ситуация прошло шесть туров мира по круговой системе 20 участников прошло 6 туров все отобрались с разных турниров чемпионат европы америки азии африки кто-то по рейтинг попал какие-то там запасные еще были кто-то кто-то не отбирался кто-то не попал какие-то вот ватутин отказался участвовать и его заменил слунг но это тоже чемпионата европы и главное то что бомб страх чемпион мира отказался защищать свой титул я очень смотрю что он будет играть а когда он отказался не знаю пару месяцев назад отказался довольно давно это было заблаговременно известно но он аргументировал это тем что хочет разобраться с учебой то есть диплом защитить или больше времени уделить учебе ну он решил сэкономить силу чем турнире умножаться логично в таком турнире играть то есть вероятность того что он снова выиграет именно первое место займет ну конечно она велика потому что он в принципе сильный игрок но это отнимает много времени много энергии а у него в любом случае будет возможность потом матчем снова но это тоже камень в огород организации чемпионатов потому что это отказывается на чемпионат мира не такой не такой он превращается в турнир претендентов просто да то есть нету нету заинтересоваться чемпионы мира играть чемпионате мира ну в принципе если брать монстр он все-таки больше наверно матчевый игрок последним чемпионатом он неудачно выступил вот в каком году в семнадцатом он даже не попал в финал то есть у него он очень хорошо играть сильными игроками за счет дебютной подготовки со слабыми может быть не так хорошо поэтому в матче ему намного спокойней там не надо никого обыгрывать главное не проигрывать правильно я понимаю да если бы свой конс ватсмана обыграл может может вообще уверен что он в матче не может проиграть и будет матча гандфор говорил да что он болтся будет играть матчи и вообще не переживает ну очень интересно было если бы состоялся мать георгиев возрастают если кто-то хотя это может отказаться еще тоже ну давайте вот как-то вы думаете кто главный претендент в чемпионате какой он есть давайте я тут скажу кто реально может выиграть это георгиев шварцман уже чемпионы мира да ну пан емин пока что как серьезно мы не берем в претендента но хотя она очень хорошая группа как может быть это уже будет первый турнир где китайцы начнут доминировать так унтез вам хорошая группа показывает в принципе тоже может выиграть янгранин дайк тоже ну и ты зря пропустил африканца а ц а ц и на ясно пропустил я потому что он уже плюс 3 идет и играет в африке много африканцев африканцы с африканцами как-то с другой стороны он уже все бонусы получил все возможные бонусы почему два представителя из кодигуара еще тут представители есть синевала мали и камеру в принципе акция он такой крепкий в том плане сонную может стать на наглухо да не проиграть никому из фаворитов и тогда действительно да именно в таком составе у него хорошие шансы потому что много таких игроков ну как бы непонятно там бразилица дать силу сыграл нет примеру стали не на прошлом сайте мира когда он попал финал там 12 человек получит из 11 туров у него не знаю 0 и 9 было ну такие полупроигранные позиции в каждой просто прости а вот когда тут такой состав на шерстный кажется у него хороший шанс ну давайте хорошо его наш песен из кого не названо что вот эти вот первая принципе вот шестерка будем считать что все могут выиграть теоретически хотя бы дальше уже тут я не верю не верю не верю не верю но есть вот азиндорн все-таки тоже отметим его и алексей чижук все-таки ну конечно сейчас начал плохо но до 1 старта я тоже тоже ну а что мы отмечаем мы отмечаем то что мы их знаем как потому что ну в принципе у них игра ну не особо пошла то есть что 99 процентов кто-то из этих вот 8 игроков первая шестерка сейчас но я бы выделил меньше количество людей уже просто оторвались на три а то и четыре очка вот от последних человек которых ты назвал поэтому в принципе это довольно большой отрыв и вряд ли здесь уже какая-то компенсация произойдет ну кстати тут я бы пока не стал смотреть особо на очки потому что все таки важно например гунти звал нарис да ну посмотрите он уже сыграл с первыми двумя местами сыграл в ничью с трофимовым да правда с азиндорном ничего и вот выиграл 15 16 очень двух сильных игроков семенюка и гермогена вообще может быть вот эти два игрока будет определять чемпиона потому что они такие крепыши как бы и вот он мы сейчас вполне там обыграть ну как бы тут зависит от того с кем играл конечно по круглой системе тут важно короче такой вопрос прямой и юр кто главный претендент лучше имея то что мы имеем на победу я пока посмотрю тут они начались ли партии я бы конечно георгиев отметил таки он тяжелого обыграл и так уверен африканцы обыграл всегда любом турнире он претендент и последние турниры там этапы кубков мира он выиграл выиграл два турнира пятизвездочных подряд ты тоже даже главного претендента отвечая отмечаешь георгиева но даже не явно таблица так сейчас говорить нам понимаешь то есть как бы понятно что есть несколько сильных игроков которые изначально всегда претендуют на призовые места на призовую тройку на первое место но в данном случае вот уже треть турнира можно сказать прошла и здесь уже явно определились лидеры тоже претендент потому что он тоже хорошо отыграл этот год какие-то турниры выигрывал все время там вверху держится в призерах вот пример для сравнения его как бы земляк мартина зиндорна ни одного этапа кубка мира не выиграл то есть значит что-то у него не так происходит подготовки и даже призеры не попадал ни разу хорошо как думаешь высокого процентам отношения я вот и георгиеву даю 55 процентов что он выиграет турнир мне просто отца еще как-то беспокоит потому что вот как-то сильно просто ему африканцы проигрывать совсем как-то просто знаете вот как бы да то есть он эти очки получил с африканцами возможно еще получит потому что еще африканцы здесь у нас есть но для того чтобы выиграть такой турнир здесь у него в любом случае еще будет несколько важных таких моментов например с первыми номерами несколько партий будет важно потом вот волны риск ронды и так далее то есть здесь просто вот так вот получить бонусы с африканцами я думаю что это будет недостаточно как вот тонус сильными будет в итоге как он себя проявит вот здесь посмотрим все таки вот посмотрите георгиев хотя бы уже у чужого выиграл шварцман тоже у сильных относительно сильных как бы вот трофимова выиграл гермогенов тоже вот но его не так просто обыграть хотя он в партии со шварцманом вообще по моему просто отдал эту партию что это вообще было хорошо так я все раз приветствую всех зрителей очень призываю писать что-нибудь в чате хотя бы о том как нас слышно если нас не слышно все более написать вообще до турнира я буду двоих только выделял там георгиев и рониндейк так это мое личное мнение но по ходу турниров как-то вот отца и вечно вечно молодой шварцман тоже в африке он всегда играет черный человек поэтому там как дома но с другой стороны вот он как подарок получил с гермогеновым потому что но опять же сказывается то что может быть молодые неопытные играют ребята еще в турнире плюс два тура в день человек уже устал и партия за шварцманом очевидно он хотел просто как-то упростить позицию но тут вариант на который он пошел даже если бы не удар он же плохой там после размена даже если бы не удар как можно играть эту позицию шашки 16 6 11 потом еще на 22 вот он побил бы да но как бы это плохо в любом случае со шварцман такой играть не нужно то есть там перейдем тогда к партиям раз уже тебе не терпится значит друзья у нас тут ну как бы вы знаете партии передаются не совсем режиме лайф как писал эдвард бужицкий по моему дошло какие-то гномики там бегают фотографировать бланки и потом люди вводят ну большое спасибо за то что хотя бы такое есть я понимаю там может люди первый раз принимают чемпионат и сложно было организовать вы видите практически нету информации никакой самое начало поэтому можно кстати в ходе у вас проходил девушка мера но это во вторых там браку и тогда думаю что не было у них тоже опыта трансляции сейчас давайте покажем вам значит партия все нормально или нет сейчас секундочку да все видно когда начать смотрите начнем сначала так первом туре даже раскрышу то во первом туре мы видим кстати вот мы это пропали мина ничего не сказали но он очень хорошая группа кады 200 турнир первом туре он обыграл вот мы все мы тоже про аутсайдеров ничего не сказали но я честно я ничего не могу про них сказать так или иначе три да но в первом туре вот по ними выиграл иван трофимов и отметили мы что алексей чижов мог скорее всего выиграть получается ну неизвестно на самом деле потому что именно по позиции 5 на 5 может быть там и нет уже никакого выигрыша там она анализирует фанат вот я игрался тяжелый джиншин был бы садимичном стиле получил очень сильный перевес и тут пошел 3024 нашелся ход 338 и не за тебя заходить в любки из-за присоски 1520 это сыграл как бы решающую роль оказывается вот уже в комментариях а куда просто не 3429 просто то же самое только не давая охота 38 кстати пишет что по моему и 3025 уже выиграл может быть резко это понятно как чижов обычно не свойственно ему конечно такой зевок давайте я покажу где это можно найти эти все комментарии 64100 да есть специальная тема вот тут вот на 64100 точка ком сайт ивана Трофимова который тоже играет на чемпионате мы желаем ему удачи будем за него болеть так вот тут можно зайти на страницу турнира вы попадете вот сюда и тут вот есть ссылка на наши трансляции самая главная ссылка красным выделяем на иван удвити понимает и вот есть таблица 1 таблица 2 таблицу 2 надо нажать открыть новым окне допустим и тут уже вы можете смотреть все партии выбирайте тур восемь четвертый иском комментарии также ведь вы тут почти ко всем партиям из комментарии эти вот это значит комментарий дать вот аннотейшн да дальше переводишь комментарий хорошо нажать вот пират в первом туре я закрыл зря на что мне сейчас сделать опять так не вот она да да что ты хотела сказать по партии с чужого чужого вот в первом туре конечно он бы ее выиграл если бы сыграл 34 29 потому что преимущество большое там непонятно как ждать черным вот но если бы он даже играл эту позицию с более сильным игроком я думаю что он бы просто более ответственно отнесся все бы более детально учел просчитал и все-таки не пошел бы этот ход 30-24 но он бы мог увидеть а так вот видите с таким слабеньким игроком играет и кажется что он может такое не увидеть но нет увидел он не такой слабенький это такая у него рейтинг ну такой более-менее я вот не знаю мой чужой был любимый игрок я не знаю что там у людей с возрастом происходит в голове но конечно много грустно смотреть какие результаты по что-то происходит однозначно что-то происходит и так во втором как бы долго не сохраняли форму спортсмены все равно рано или поздно ну как бы молодые приходят и надо им уступать дорогу давайте ко второму туру перейдем здесь не только возраст здесь не только возраст здесь целый комплекс факторов потому что в какой-то момент человек может просто устать в какой-то момент у него могут быть какие-то личные там особенные ситуации он не очень настроен на игру все-таки они то играют все турниры всегда каждый месяц можно сказать поэтому какой-то турнир лучше какой-то хуже получается да ну алексей чужов я знаю он и в интервью говорил он настраивается на чемпионат мира хочет показать может быть еще негативный фактор для него но тут китаец панэмин он его консультирует как бы там помогает ему и не знаю насколько это полезно именно для чужого как спортсмена что тут китаец тоже на этом турнире находится как между двух огней ну да хорошо я еще раз всех зрителей приветствую призываю писать в чат что-нибудь что хотите хотя бы как нас слышно думаю слышно раз люди смотрят так переходим во втором туре было вот важно победа ивана трофимова сейчас мы покажем фавориты вот россияне между собой рады юрия правда с валнерисом мы тоже сырали ничью так еще мы вам покажем партию какую а вот алан силва тут повезло ему выиграл ну принципе все давайте тогда сейчас я достаю эту доску и посмотрим как же выиграл бразили с этим бразилиц этот как его правильно называть его ну так и называть алан силу марина силва алан игр да чем он измельчен там у них как бы четыре имени от 2 дают при рождении и одно приходит от папы одно от мамы как бы вот так ну как у нас отчество тебя в таком плане ну как бы если честно не совсем понятно что из них какое главное то есть как бы в паспорте записывают там два каких-то эти 4 ну как бы иногда был сам человек как может решить какое он читает вот важнее да чем же можно бразили об она можно видимо ему там не составляет труда пройти отбор по своей там южной америке и вот в пятнадцатом году на таком же чемпионате где было 20 человек и играли все сильнейшие практически он не проиграл ни одной партии вы можете посмотреть выиграл только вот кстати кстати вот этот же алан игорь марина силу вот его папа тоже кто-то же силу то силу это пришло от папы это же он красмейстер и играл ни в одном чемпионате мира и что я помню он как бы дважды был ничего с тяжелым делал отец его алана то есть очень неплохо заодно знакомиться с этими неизвестными может для кого-то людьми смотрите ни одной партии не проиграл очень такой если вы хотите научиться в ничего с мастерами откройте просто этот турнир 2015 год и посмотрите как он играл то есть одну в дебюте всегда находил способ упростить и не пойти на игру так хорошо теперь возвращаемся наш девятнадцатый год и пока посмотрим на что произошло тут во втором туре ну принципе по дебюту ничего не интересно не было вот пришли не к такой позиции 48 43 пошел с кем он затирал ее саного ахмед нет как не знаю в первую лес тут просто какие-то африканцы играют местные которые вообще нигде не играли все них там был она адонис такой достаточно крепкий но почему-то его сюда не включили включили каких-то других и слабых вот какой-то охметься много но смотрите 3 очка набрался у всех аутсайдеров минимум 3 очка тоже это интересно так возвращаемся на доску дашь давай ты комментируешь было смотреть 48 43 вроде бы у черных похуже давай компьютер вообще пишет практически выигрыш у белых ой извините дальше было интересно сражение сюда я это партию даже не видела мне кажется поэтому давай посмотрим что здесь было просто быстренько но как бы белые тут не должны проигрывать по идее конечно смотри и вот тут красивая такая идея интересно вот о чем люди думают когда когда вот хотя туда будут выиграть просто шашку ну кажется что уже на как бы единственные ходом делали черные так давайте вернемся чуть-чуть потом непонятно где в общем было преимущество любом случае у белых и вот попался он так незаметный удар поэтому видимо проверял наверно не совсем стандартный вот даже для таких позиций вот именно вот такой бой так и такой отдача впервые вижу ну и давайте теперь украшение турнира уже эта партия сам трофимов иван очень хорошо начал турнир так трофимов черными давайте посмотрим всю партию тогда хорошо начал у него был черный день перед выходным черный африканский день где партию но удивит стандартный до да мы его играют таким тоже как бы играет всего пару дебютов и все время их играли причем играет их и с сильными игроками и со слабыми вот нет это интересно но как бы сильными как бы вроде бы понятно то есть ты играешь свой дебют который ты хорошо знаешь чтоб не проиграть но а со слабыми как бы вроде бы нужно там пробовать что-то менять а он нет и со слабыми одинаково играет то есть 31-80 12-22 и бьет на 22 стандартно вот и иван тут пошел 2-8 коварный ход и сам не почувствовал а здесь я а 38 33 сначала да 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 шо ты и работ я с тобой вообще не соглашусь здесь то что со слабыми нужно что-то менять и играть что-то непонятное неизвестное наоборот когда ты в такой ситуации играешь что-то понятное для тебя то что ты сто раз играешь тебе то все понятно а самому игроку он же слабый ему в принципе все равно не очень понятно а так если ты уходишь куда-то отклоняешься получается что вы в одинаковую ситуацию попадаете ты ничего не знаешь там и он как бы а для а ему все равно мало что знает в принципе дебют как бы 11 дебют и не сказал уж он острый ну так обычный в этом плане успешно получается то есть если не надо это принципе нормально конечно именно по той причине что я тебе объяснила только что давайте ребят уже по партии смотрите вот подстроил иван коварный незаметный день например на 41 36 теперь такое комбинация может последовать эту комбинацию видимо сандра загадал ну или не я не разгадал мы в общем сам пошел 3 4 30 ты такой-то красивый вариант еще 49 44 я сейчас а ну да 49 44 тоже нельзя было сразу покажу из-за все из-за той же комбинации именно именно варианты позиция не такая уж красивая как-то и я вот забираем комментировал но сам вроде бы на на ровном месте вот иван пошел 12 17 и уже непонятно все что делать белым да то есть грозит комбинация вот 16 11 12 я только что показал и вообще непонятно куда ходить 40 38 можно и уровень от было и знал может какие-то жертвы есть добрый ряд отдать и влюбки и и связать ну хорошо чем сам пошел сюда иван тут блеснул комбинации я тут честно говоря до сих пор как бы ее уже пять раз видел мы не могу найти все равно под впечатлением иван и здесь не комбинатор 16 1 идея тоже только тут надо еще отдать много шашек и вот так то есть рано или поздно белый подбит на 23 и пройдет данность было вот так 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 и в итоге получается шашек 10 на 8 то есть у белых две лишние шашки я тут запускал компьютера так секундочку и это мало это смотрим на позицию или особых нету дамка пляжусь значит партии было 49 43 уже этот ход вода ксордица три сильно не нравится уже дону это было 43 4 потом 30 25 это же как бы логично с какими-то петлями хотя бы и и не давать дамки выходить но этого вниз не опустите смотрел отход 42 38 я в компьютер тут есть вот в эдоне анализ с углублением и он сам что-то пишет и вот написал комментарии какие-то мне снять и надо будет разобрать их своего 38 и еще он смотрел ход я видел но потом она вы кажется стерла чтобы никто не видел что 3 за 25 как даша советует но не ставим да потом с разменом можем потом с разменом просто давайте покажу как в партии было в среде срок 3 не нравится мой ход категорически но хотя тут как бы компьютер ничего не досчитывать так глубоко чтобы прям вообще в общем тут иван тут можно как-то не спешить еще 8 так вот в партии было до спрятал от петли ну и потом иван выиграл тут давайте посмотрим как бы тут конечно очень сложная позиция ну понятно две лишние шашки но столько весело ночи очень трудолюбивый игрок и как бы он все вот эти партии свои ну вот поменялся какие-то непритязательные дебюты играет а потом вот выжимает находит шансы какие-то удары подстраивают или там в шпилях какую-то угрозу побить иван сам поменялся но еще толчилось все шашки отрезаны и вот правда газик поймать дам куча иван просто ушел он это заметил его заметил короче блестящую комбинацию давайте еще раз посмотрим вена была вот 3430 непонятно как было ходить уже сам был ван так коварно гром среди ясного неба сам помог и со стула упасть африканцу провести комбинацию дорогого стоит обычно они всех там удивляют но видите так еще получилось повезло что после этой комбинации вот две лишних шашки никакой возможности для поимки дамки нет и для продолжения то есть это еще как бы ну хороший удар получился удивительно потому что и много шашек отдается и как бы очень часто просто там что-то ловится всегда ну вот иван все посчитал давайте посмотрим что происходит тут в парке на шпилатуру мы показали так нельзя надо обновлять или не обязательно по-моему когда обновляешь но может помочь иногда такое процесс ускоряется но пока вроде бы ничего такого интересного вот как ака а ну азвучь имя его спонсорская игра как-то занял спонсорское место не проезда не читается а к будем назвать вот он такой интересный дебют пламп надо отыгрываться так гунте звал нарис в бачок пошел да давайте посмотрим чуть-чуть ну то что уже 30 до 80 я последнее время смотрел вообще на 30 28 225 это может быть как-то вот сильнейший ходу так интуитивно мне кажется очень как-то непонятно что это белым делать потому что вот видите то же самое когда 32 28 1 только шашка теперь 40 40 49 она стоит на 46 не очень за белых смотрится ты согласна даша ну а у черных шашка 25 тоже она вот там стоит как-то непонятно особенно вот с африканцами как-то вот любят там волнулись такие дебюты применять видимо они очень развиваются как тут но здесь есть как бы взаимная такая вот компенсация потому что с одной стороны у белых загружен фланг длинный его нужно с ним нужно что-то делать как-то развивать шашки ну а у черных шашка 25 ее тоже можно при случае как бы использовать все-таки сейчас белые могут построить кулачок и потом как-то вторгаться на 22 шашка 25 она как-то способствует обычно это играют когда шашка 46 стоит на 49 это как бы считается равное а тут вообще с враги еще на 46 стоит хорошо давайте начнем что тут тут пан емин какую-то заготовочку 35 30 завернул потом все посмотрим тут граниндайк отцы тут это оба люди которые очень быстро умеют играть если они забудут что это быстрая партия не быстро может через минуту уже закончится партия быстро насколько насколько я помню я все время в какие-то цветноты дики попадает попадал я не сказал что он умеет быстро играть давайте тут посмотрим что тут какой-то массовый размен так юр смотри какой-то дебют интересный последний размен очень популярный дебют тоже популярный сейчас играет тут иванов в италии пошел почему-то пятнадцать двадцать тридцать восемь тридцать два кстати 11 17 20 пошел с итальянцем итальянец в торсе на 23 пришлось меня 14 14 14 а 11 17 это тоже вторжение может быть не знаю но как-то вот смотрите вот голландец какой-то все-таки видите сырой этот голландец я не знаю что дает может про него сказать но смотри вот а подожди тут еще он подразумно тут и даже не сразу поменялся ну какой голландец он чемпион там среди молодежи там европы мира дебютировать чемпионате мира то есть я имею ввиду то есть он хочет навязывать игру он должен как-то от этого размена который в итоге произошел это было защититься сейчас 32 28 и все уже ничья практически ну не совсем а белок все-таки проблемы на левом фланге почему можно против этого играть мне кажется как тому надо было ему навязывать борьбу не так и навязывают как он навязывается плохой это же не хорошо тоже может 16 сейчас пойти не знаю ну а если будет связка если будет связка лучше эту шашку оставить зачем же так в общем мы ждем пока хорошие люди сфотографируют очередной раз бланк партии посмотрим так ну некоторые партии вообще нет никакой информации мы можем смело тогда показать что было в третьем туре а я тогда приветствую еще раз всех зрителей вижу нас 18 человек смотрят уже но все смотрят тихо и не знаю потому что не все очень много попкорна купили нужно ждали 6 туров вот но мы призываем всех пожалуйста пишите какие-то комментарии хотя бы прокомментируйте пожалуйста как идет трансляция как кого слышно какие-то пожелания может быть вопросы все-таки мы только начинаем транслировать еще много чего упустили я честно каждую трансляцию перерыв идет там несколько месяцев я потом вообще вспоминаю как какие кнопки нажимать что как итак нас после двух туров ситуация была был единоличный лидер иван трофимов ну и тут алан марина сила на втором месте так и в третьем туре что же произошло даже что произошло в третьем туре давай расскажи нам даша даже кто-то ушла юр ты тут хоть со мной да давайте я тогда по ними показывал очень хорошую игру обыграл ахмеда саногу по моему мне по моему по ними на ни одной партии не отобрал просто всех там трощил так что без вопросов и не особо интересно но если это та партия который я думаю там просто красивая тактическая идея у него появилась ну то есть немножко форсированная идея то есть он напал и товарищей нельзя было закрываться просто в один ход в один ход как бы такой просчет хотя позиция конечно у белых было нет это другая партия другая партия с другим африканцем другим африканцем да ну в общем ладно давайте я отобрал партии посмотрим так я же вспомню какие-то были партии а чижов георгиев обыграл чижова конечно принципе неожиданный результат и шварцман выиграл очень красивую партию сейчас мы посмотрим так на вот мне в sky пишут что хорошо слышно всех спасибо василий наумик который мне кстати помог с эдеоном успели внести не апдейт такой что вы говорят мы сможем в режиме реального времени партии загружать сюда они там чуть другом формате были так и вот давайте посмотрим все таки силу александра шварцмана почему вы никогда не списывается что сейчас вы видите как так тут можно повернуть доску давайте посмотрим всю партию очень такая учебная партия так секундочку давайте на 24 даже ты можешь походу что-то комментировать спасибо можешь комментировать по ходу пока неинтересно ты сидишь своем стиле вот это 20-24 что это такое вообще ну какой-то дебют в общем давайте смотреть александр играет логично тут создает давление на фланги в будущем сейчас самое интересное начнется попозже ну вот кстати смотрите подстроил одну ловушку африканец нельзя 33 28 из-за комбинации да пришлось может быть она не выигрывает да но тем не менее да давай уже подойдем к чему-то интересному и свой 40-44 так но вот александр так что мы имеем типовая разница плюс 4 у белых но у черных застряли вот шашка 5 застряла в частности 13 почему-то не 913 но видно хочет размять составить себе возможно смотрите теперь и тут самое интересное начинать 325 бой бой 43-39 вот вот такой довольно обязывающий ход александр шварцман делать и потом 282 он вторых хочет торгаться то есть смотрите но это сразу 822 будет размен 2 429 мы там нужно вообще выгодал 20-28 поэтому сначала на 432 39 хотя казалось бы такая позиция за черных довольно крепкая но вот интересно начинается тут 812 и 2822 почему 8 812 это что самый лучший ход был 5 попробовать тоже 2822 это как бы на планера не повлияло бы он хотел быстрее 817 поменяться назад давайте посмотрим что тут сейчас александр шварцман проявлен тут сложно прокомментировать 2429 в принципе не знаю насколько это хорошо или плохо тоже на на сайте какие-то были комментарии комментарии люди все может борьбу вашу да решил брать тепленького ну кстати давайте смотришь тот же александр этот напал так 1520 бой бой напался да вот гениальный ход смотрите один как это все на балл заранее продумано смотрите нападение 3933 то есть здесь и здесь уже просто явно видно что лучше если бы шашка 5 уже была как-то в игре потому что сейчас ее уже не вывести и не хватает на 14 да вот мы все те убедились что даша не зря четырехкратно чемпионка мира на ведь уже тут все как бы интуитивно почувствовала но а кто ака уже не безызвестная к которому же упоминали он не почувствовал вот и в итоге вот дал александр вот в этой позиции до провести такую гениальную тактическую идею вообще кажется что черную выигрывают белых может ходить практически никуда вот но нападение на 4 теперь нельзя 20 25 давай расскажи почему ну не знаю дано 27 22 до 35 30 бьем на 7 и когда идут дамки мы просто отдаем и отрезаем вот это вот отсюда начинается да отсюда начинается вот гениальный как гениальность шварцман свой начинать демонстрировать но пришлось 24 закрыться но на этом самом деле все так и начиналось значит давайте смотрим 33 28 1217 так 34 30 шварцман ходит просто там на 510 48 43 просто ну тут уже он конечно все посчитал 1420 других отов нету я покажу почему нет там комбинация любя на размер назад а да я должен был показать еще раньше давайте с самого начала подскажем а что вот как только почти 1217 вот 12 у нас пошел али черные то есть черные хотят пойти 12 нас и принес на 22 и тогда как бы все будет у них нормально и вот александр не дает это из-за токсической идеи спасибо лишь что меня напомнил я хотел это показать так кстати а тут почему нельзя было меняться но мы просто подождем за работе 3 и будем грозить если меняться то мы ждем 48 43 и теперь например на 510 вот такая комбинация стандартная с выигрышем значит ну давайте еще покажу чуть-чуть что если поменяться сюда то есть компьютер вот это он уже принципе все чувствует и он говорит что позиция уже вот тут вот уже постелок 224 пришлось закрыться до после этого гениальное нападение еще раз давайте его покажу 39 33 гениальное нападение не за 25 и он уже позицию оценят как очень плохую за черных и все но сейчас увидим почему мы смотрим 30 и ходим на 17 3 4 30 сначала 5 10 до и вот теперь нельзя меняться опять давайте а если было бы закрыться вот не 20 24 а 19 24 13 19 сыграть там же все-таки уже другая конструкция получится мы сейчас мне всего 18 партий показать давай мы так глубоко не будем просто наверняка там тоже было все плохо вот тут уже компьютера уже в принципе уже говорит выигрыш то есть досчитывает как я досчитывает до глубины александра шварцмана и в общем а единственный ходом еще все сами увидим значит дальше 43 39 идея держится нас еще раз давайте покажу нельзя опять 17 22 меняться из той же комбинации допустим так и вот 44 40 вот эта идея тактическая все меняет вообще все абсолютно 20 да да что ты хотела ну я бы хотела предложить все таки вернуться на несколько ходов назад и посмотреть а все-таки 19 24 13 19 когда идеи этой уже нет и все и возможно там может быть непонятно у кого лучше я предлагаю как бы ну поверить тебе что там зина может быть было лучше тем более что тут плохо но не возвращаться потому что лучше мы посмотрим и вот смотрите от 30 39 33 и теперь на размен будет опять то же самое 40 34 меняемся вперед и опять грозит 27 22 вот одной токсической идеей александр шварцмана выигрывает партию значит ну и на нападение все как раз сходится до темпа опять не здесь на 22 на 6 11 еще есть ход 36 31 я тоже сказать что это гениально и красный чистенько ну кстати еще не все не все так просто смотрите а к тот самый легендарный а к которому видимо очень дорого к африканскому контенту потому что именно ему как я понял дали спонсорское место он смотрите что делает приходит 20 25 отдал шашку 29 на 34 давайте еще раз мы увидели что некуда было ходить вот опять же к дак разговора то что сильные соперники слабые они в принципе и все играют очень хорошо но бывает дарят но когда не дарит играть хорошо вы смотрите а как тут защищается все почти понял и понял что надо дать шашку пришел 20 25 нельзя 39 34 естественно даже почему не расслаблялись 26 31 начало и потом по 430 но я так думаю я еще не проверял вот удар бомба так нормально иначе пришлось туда александр александр не застроился когда мы дали шашку он пошел 40 34 теперь наконец-то черные могут поменяться из нас 22 назад и потому что как смазать 245 40 еще ходит я не знаю зачем но пошел 45 46 11 и вот отдал шашку назад потому что по-другому видимо не сходилось так на что есть 33 28 там 11 17 ну да и проблему вообще 817 не находить опять нельзя 39 33 за той же идеи так и вот 24 30 а если так еще раз а если насчет 33 28 6 11 если 38 33 тоже нельзя из-за такого удара то есть александр тут все это понял и блестяще вернул наш пошел 45 40 и на 6 11 отдал шашку вернул честно нажито и опять нельзя ходить 19 24 потому что все та же комбинация 27 22 и и потом 33 29 до честно нажито вернул побил ночь назад вот тут и пришлось на что отдать шашку еще по-моему и тут еще не все 19 24 носа ли смотрите компенсация позиционная какая-то есть небольшая так тут что-то было интересно или нет сейчас посмотрим а вот еще одно тоже смотрите что происходит александр тут известный как наверно игрок который вы самые как бы больше всего жертв своей карьере осуществил и не али ходит отдал жертвовал шашку вы сколько раз много раз и вообще повел хорошие классическую идею так почему значит надо было давать шашку дальше уже просто выигрыш да и на валим просто так я не знаю что такое секундочку 8 вот так вот он разобрался пришлось аки вот так отдать ну и тут уже все просто акка по моему просто даже не добежал или добежал ну не не добежал но ну а из партии закончился таким постановка дамки нельзя ловить короче супер красивая гениальная партия а если отдать да а если 31 погодите погодите давай досмотр вот здесь сейчас да ну просто четыре на одну будет да нет по моему 24 на одну все было прожить и подрежите поставил он на 26 и мы делаем что если так может быть а так можно же 27 на одну с дамкой ну в крайнем случае так может быть там тоже что красиво 8 блестящую партию александр провел это мы смотрим уже партии какого тура третьего тура введет все выдавание пишется так и георгиев обыграл тяжелого но это был давайте мы должны конечно всю партию показать и посмотрим сразу же что творится такая зрители еще раз приветствую юрий никеев и дарья ткаченко у нас не помогали комментировать и пожалуйста пишите комментарии почему-то никто не пишет комментарии не за может я где-то не там и смотрю но по моему никто не пишет так смотрим тогда итак георгиев чижов матч века очередной море 32 28 17 22 так так напали сюда юр давай по дебюту вот кстати по дебюту и даже посередине матч как-то но не особо при примечательный вот там конце что-то произошло просто юргиев он вообще как бы дебютом относится так не так как бомбса скажем так поэтому кстати было бы очень интересно от матчу видеть один будет какие-то заготовки делать а другой будет их за доской опровергать всем соперники так два темпа выигрывают сейчас черные но теперь выводится тут можно быстро посмотреть да чижок тут сорвал золотую шашку наверно это не столь важно и в телу равномерного равномерного распределения по флангам 3832 юрий в такой план принимает чижок выигрывает шашку отыгруем и сюда опять жертвы шашку на что если напасть у нас 22 опять на ее отыграем 34 29 29 23 было заготовлено возможно я показалась на нападение есть еще такой манер можно конечно сюда это наверное лучше сильно так и вот сюда такая получится гамбитная позиция может быть чижоку надо было как-то на это идти не знаю в общем давайте посмотрим что получилось чижов как-то все-таки поприятнее у белых да даш получается тут приятнее но как бы казалось что все равно чужу там проблем особых иметь не будет здесь рано еще говорить о каком-то преимуществе которое было бы достаточно для победы да вообще каком-то таком который может сохраниться так меняют шашки в центр ну конечно да и в итоге что получается по темпам у нас так плюс 2 у белых а сейчас что по ротам обрелаев уже тут махал бы руками говорил ничья вот тут уже первые комментарии василий номик пишет шутежок в конце ошибочно продавал шашку да мне тоже был непонятен вот этот маневр сейчас мы до него дойдем даже подожди в общем так отыграл вообще по темпам теперь у полное равенство нервы или или плюс один темп ношим почти равенство 33 29 и назад ну да конечно почувствоваться с преимуществом белых и как вот александр георгиев такие позиции умеет играть не за мне кажется на какой-то новый уровень вот раньше ли все чижов их виртуозно разыгрывал но сейчас у юрия мы видим он постоянно сильных раз мистеров обыгрывают таких вот позициях где казалось бы не должно быть проблем какой-то ход на 19 не знаю бы там ну да на мне не понравился 19 а вот 410 уже он ход пишет что проигрывает а до этого было вообще нормально 410 вот смотрите он пишет уже минус 36 было минус 4 оценка терминус 186 давайте я сейчас куда входить вообще анализ запущу ну вообще вот эти ходы 14 19 и 410 это как будто бы вы уже все посчитали их можно делать тогда когда уже форсированного идете на какой-то вариант а просто так позиционно они конечно но не смотрят что он да что вот просто 21 26 потом 26 21 21 просто на 39 33 просто 26 31 то есть или 38 33 тоже 38 33 более как бы опасный ход но тут единственный ход на 21 21 21 да и вот как бы колонка не работает но не знаю как чижов расслабился что ли ну как-то он получается две партии там не выиграл тут проиграл ну как бы не знаю сколько он всю жизнь тысячу партий сыграл я думаю он так редко проиграл вот александр горьков он как раз умеет поддерживать напряжение и ждать пока соперника же так чтобы не было видно вот он умеет и как бы избегать вариантов где можно форсировать ничего и постепенно и постепенно я думаю что соперника когда ошибется на 4 10 конечно ход не напрашивается мягко говоря чижов здесь просто уже пошел на какой-то очевидно какой-то вариант насчитал думал что здесь уже что-то форсированное где-то наверное что-то не учел потому что в принципе эта позиция такая что за черных нужно просто защищать ее но она не критичная как правило тут ничи все время в таких позициях мы очень часто попадаются случаются а тут он решил он ее решил просто как-то очень красиво там по-особенному наверное форсировать и сделать ничью но что-то же он насчитал потому что но и просто так эти ходы никто не делает вот эти дашь смотри вот на этом примере этой партии можно увидеть как александра георгий выигрывает даже вот чижов да он хотел форсировать ничью же и вот он понял что форсирован это что на построить колонку пошел 4 10 следующим потом 9 14 и начались форсированные варианты а касси надо было ничего форсировать она была просто ходить куда-то там и все то есть 20 26 17 с 1 так как проходим белые сами как бы не могут никуда дойти ну а даже без этих вот ходов которые перед этим были 14 19 12 18 вот если просто 14 оставить 9 13 пойти как вот любят обычно играть поляки вот так стали себя вот в линеечку и стоят и все и как бы это коловая позиция на принципе но особо ничего не дает но хорошо давайте посмотрим что было 4 10 естественно 9 14 никто не даст пойти прошел александр 38 33 и теперь он 9 14 будет 1 до 2 побить 28 23 поэтому алексей пожертвовал шашку и на правду так и что случилось у меня белые просто пошли в банке 29 24 24 20 слишком упрощенный вариант получился для белых да вообще непонятно конечно 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 если бы конечно и проли играли не тяжелый георгий какие-то другие игроки то можно было уже думать какая-то подозрительная партия а так ну не знаю но он не понятно что по времени было алексея тоже машина и тут уже как что-то вот уже уже в риге когда был этот кубок мира вот потом чемпионат мира по блиц вот как-то вот уже алексей там играл как-то не очень мы просто там блин по партии проиграл там уронил флаг один раз то есть просто умеренная позиция казалось наш не взять и тридцать пять сорок из пуша мы 2 отдаем и бьем да и там выигрыш анима так на что 35 40 что мы тут уже прорезвить и никто лишь где-то и 4 это выигрыша но потом на 17 нападем и так можем и поэтому отдали сначала шашку почти 35 40 но это тоже не помогло в общем как-то даша давать и диагноз по этой партии поставь про форму это было наверное все тот же все тот же тур когда многочисленные жертвы были за обои цвет за стороны обе обоих цветов но вот шварцман там что-то жертвовал с аккой ну а что непонятно непонятно вот то что чужов в конце играл но я же говорю он просто каким-то вариантом хотел фокс форсировать ему там что-то где-то посчитал и в принципе ну просто не сошлось там где-то потому что пин эти позиции но они по-другому играются если играть и защищаться там просто долгая конечно будет игра долгий переход в эншпиль потом в эшпиль может быть еще не так просто защищать но они вполне защитимы просто не так не 14 19 не 410 ну вот именно что желание побыстрее форсировать ничью они защищаться да вот ну да и не похож такое чувство эго да сказала что я не хочу долго защищаться как бы я сам хочу получать лучше давай быстро ничью сыграем я так а у нас эти уже есть какие-то партии но пока мы тут посмотрим это скидка имейшие до первых коды первые ходы этих партий партии есть какие-то уже наши корреспонденты в африке наш напомню что вроде бы как сказали фотографируют бланки на уже кто там и фотографирует и потом будет компьютер на довольно оперативно них это получается 10 партии граждан временно что спасибо в общем представителям африки там думаю это местные люди смотрим а стиван трофимов а кстати удивительно потому что когда проходят даже по чемпионаты африки у них есть парочка электронных досок в африке здесь они решили просто создать равные условия для всех участников очень мака пошел туда 20-24 такой связал фланг я честно говоря не уверен что он знает как потом действовать тут мой ван пока развивается в вашем лучших традициях европейской школы конечно иванов желаем побыстрее восстановить очковый баланс на после такого тяжелого дня две партии в один день он проиграл двум александром вот они вот сидят и смеются вообще ситуация конечно ужасная да после такого дня хочется же побыстрее как бы ну как отыграться снова а там еще выходной у него был не знаю это очень мучительно вообще конечно да опять можем отметить что как не организовывать чемпионат мира все равно есть какие-то туры где-то есть нигде два тура в один день что конечно ужасно ну давайте посмотрим что александр георгиев давайте я вот так и разверну я уже прошу прощения но я развернулся интересный момент как будут неизвестно будут вот эти элитные игры в китае или не будут но если они будут то и там будет там 12 мужчин то в общем иван трофимов пока последний кто туда попадает на этом турнире тоже как бы отбор идет и чемпион мира тоже попадает получается с чемпионом мира станет там или хеоргиев или чижов то иван по-прежнему будет попадать а вот если станет кто-нибудь шварцман валнерис или отца так иван может пролететь поэтому он думает в самую последнюю очередь сейчас так александр георгиев почему он тоже думает то есть если будет играть с конкурентами то будет более упорно ну да еще в китае он об этом думал уже так всем привет тут уже пришли комментарии приятно наш у нас на 73 минуты трансляции пошли комментарии мы тоже всех приветствуем юрия никеев и дарья ткаченко мы вместе нашей дружной компанией смотрим читат мира дашь мы через 40 лет тоже будем собираться смотреть чемпионаты правильно я понимаю мушкетеры что-то начнем заниматься так вопросы почему украинские игроки не вы поняли что от мира они этого заслуживают согласен но они видна пока только комментирует когда они постигают дзена другим способом они как-то не так сказать потому что украинские игроки не поехали отбираться то есть скажи скажи давай на чемпионат европы который в москве был да да они не приехали отбираться поэтому не по не мере даже возможности такой но была какая-то минимальная с кубка мира попасть там или по рейтингу но шансов было много меньше а с европы попадала пять мест принципе было больше шансов благодаря этому мы видим сейчас семенюка здесь давайте посмотрим возможно гермогенов еще да 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 гермогенов вот как бы на семью чемпион европы стала гермогенов тоже какое-то там место занял 4 или 5 а чемпион россии он не попадает в персоны гермогенов это чемпион россии да или гуляют чемпион россии это просто все николай николай гуляев николай стручков николай гермогенов если заменить семенюка на юру скажем а гермогенова на иванова то это было бы вообще совсем другой чемпионат уже тут градус напрягся бы накалился бы до предела но так моему то что моему дайк у нас говорят давайте посмотрим что 5 дебют так подожди как получать 38 кстати смотри я говорил да вот как раз на дебют а вот гермогенов специально шашку 46 не выводится до 49 сюда выводит зачем-то зачем-то и и же просто не надо ходить 3127 как африканец ходил тыс он гермогенов правильно как бы перестроил идея да есть согласно такому ну по моему 8 на 23 как-то раньше по стримке ходили можно и так тут ножка и так можно и так можно александр хеоргиев как он сказал не пользуется программами не труба дамбейс ничего там считаешь что не родился тот игрок партии которого стоит изучать поэтому он так вот по чулочке своей там дебюте такой дебют до меняются 8 на 23 ходят и типа чуть чуть лучше у черных вот здесь хоть чуть лучше да немножечко ждем под 18 23 но вермогенов николай в прошлом туре подарил все тут конечно очень много подарков на этом чемпионате уже есть и будет наверно еще не меньше так смотрим от семенюк все-таки семенюк кстати наверно мог еще проиграть самбу почему-то санту мутон да да я мог в один в один ход там могу играть сам семенюк честно говоря мне кажется его как бы сказка закончилась тут реально уровнем видно он не именно по остоклеточному пониманию он просаживается его обыгрывать именно там где стоклеточные да он из дебюта не выходит то есть как бы у него счет есть неплохой но позиции получают очень какие-то такие перспективные недавно с чемпионата по-русским просто да да тоже кстати тоже это такого не понимает ну принципе там тоже чемпионат мира был и тут чемпионат мира важнее он видимо не решил но просто ехать с того чемпионата мира на этот это ну явный как бы пробел подготовки это ну это просто после русских шашек играть в ту клетки еще в таком серьезно чемпионате мира это ужасно так поэтому смотрим что происходит вот он как как любой русак любит взять полурогатку да он играл там с гермогеновым то есть там просто не знаю что дебют то есть 38 12 вывелись потом пошел 32 27 но сходом 41 37 хотели как сейчас только шашка еще стояла 37 то есть я не знаю что он показал то дебют есть его партия там посмотрим у меня тоже в общем много белорусов болеют за него в принципе действительно молодая надежда он хорошо считает да вот вторым номером там на перехвате может сыграть туда ближе к концу ну надо же получить что-нибудь это поначалу как бы из на тебя лезут а если не лезут составляет он доход 27 тут на него будут все лезть наверно все таки потому что выигрывать надо к этому такая позиция ну позиция очень боевая но как она все выйдет молодец он идет на игру набирается опыта конечно ему надо просто не бояться идти на игру чтобы максимально опыта набраться конечно этот результат вообще не важен для него мне кажется в этом турнире кстати вот по позицию смотри а если сейчас мы с ним я 50 45 подожду и 913 нельзя же я же пойду 29 23 такой тип популярно не знаю что-то белые так играют вроде бы рогат полурогатка не сильно ну типа какую-то остроту получить не знаю зачем его играет малякин любит так играть шварцман тоже за белых его играет именно за белых но если 50 45 то почему 20-24 не сыграть как-то сразу сильно в центре 19-23 до вышли под наверно спрашивают кто тренеру семяниками народных шашках кто-то знает их не ясно но по-моему гант варх его не тренирует он кто-то не знаю даже вот уже сам интересная партитура назревает айзендорн конечно вот я все таки убеждаюсь на примере голландцев насколько правильный подход это вот играть не знаю как бы кумиров никаких а и на борьбу в каждой парке начиная с детства максимальное обучение смотрите вот с чужом который клерка тут еще разрывал когда айзендор не родился в этом дебюте он идет не боится так смотрим но он же видит что клерка выжил в итоге поэтому ему не страшно посмотрите на 5 10 10 и в том числе 30 38 там ничейный вариант очень тяжелых настроен очень по боевому она севич пишет у вас и номер у него у семейка тренер так ну я не знаю как ты думаешь может ли быть готовим еще ничего нового не увидели это все теория то есть тут как бы стандартное движение было азендорн как там в интервью говорил что он тоже не любит играть теорию и у него кумир это георгиев поэтому он тоже играет своей головой творчески но не этот раз это не бомстро как бы поэтому возможно тут и нет никакой подготовки просто вот они я тоже точно тут много чего знают тут юра какой основной вариант сейчас 19-23 я знаю я другой вариант верни назад это еще в агафонове там писали иванов успешно играет тут не ходить еще раньше 44 40 патит дал 5 10 пошли 5 10 пойти 3 4 29 34 10 14 37 31 вот такой древний вариант да очень древний там еще в какой-то момент черные меняются на 30 где-то ну вот это так плохо как раз меняться мы там 45 37 так артем и этот вариант как раз приводится на примере партии чижова где он там очень хорошо получил ну хорошо потому что углубимся в анализ пока просто посмотрим а тут немножко что-то это хотя это тоже может быть известно что-нибудь ну кстати гранцы не спрактикует какие-то там сборы может быть какие-нибудь бомстро сам не поехал ну передал какие-то части дзюжного репертуара телепатически так смотрим когда тяжелый играл мать все бронзом он там за белых пытался в киллере тоже как-то себе бронса хватать вот как может каким-то таким способом и хватало но нашим интересная партия нам это очень хорошо но в итоге все время получал плохо что поделать смотрим не в том дело тут как бы дебют такой все таки центре центр если за белых как-то не подготовиться как следует то ну конечно так особенно против такого центра века как чужов опять угловой дебют нас популярен на чемпионате смотрим на чисто вот трубами гермогена ругал до гермогена в этой позиции пошел президент 26 как бы ссылок ирия петрова кассим свары да он как-то не пошел сюда вот ну это известный вариант но по схеме играю черный я что-то думал 8-13 более как-то гибко наверно вот девять раз лежит мне нравится будет вторжение там будет на 8-13 типа как бы 42 38 и ну хорошо ладно давайте посмотрим на что вот такая позиция стоит но волна рис на своей волне как бы она такое любит тактики куча я как бы уже мне уже становится жалко этого парня вот который улыбается и доброй улыбкой все волна риса партии я ну это для меня самая большая загадка что что произошло у них в партии с гермогеновым ну вот по позиции казалось бы что у гермогенов это получше намного просто попался на ударчик посмотрим тоже эту партию дашь так он видимо решил на выигрыш поиграть но тут сразу же когда решил попался на удар сам сила пока ничего интересного давайте тут пан и минг что придется сейчас 32 28 ходить кстати темпа не будет хорошего дать от 32 28 может еще подождать чуть-чуть поменяться на 25 напрямую по кругу интересно играет надежно то есть он понял уровень у пониже и надо играть от обороны это принципиальное азиатское противостояние тут единственная на этом турнире которая может быть так но монгола кстати тоже наверно не самый сильный как-то получилось его в монголе же есть ну штук пять игроков точно сильнее данного как он дат был чемпионат азии и там какой-то тоже подозрительный последний турбок он играл каким-то монголом даже последнем тут скажи как зовут не монгол как мне его называть ваня ну придумай псевдоним наподобие жанны юрьевны просто я придумывал псевдонимы некоторые потом писали что я обижаю игроков в частности вот этого граниндайка и она я неудачно как мне сказали потом придумал хотя мне нравится но я придумал но в общем здесь можно конечно и выучить ваня потому что довольно часто придется комментировать наверно монгола нас один слава богу в турнире я буду монголова называть так с кем-то так что тут гуно суринам да я так понимаю что гранина этот азендор как раз оттуда до уехал ну наверно может быть родители кто-то там отец или мать бурли сангуна вот может стоять дядя азендорна во всяком случае играет неплохо так тут тоже позиция пока оставим их так а вот интересная партия которая двух лидеров граниндайк и отца но граниндайк с этим один лайк тоже вот он выиграл две партии но мог выиграть может быть больше он каждой партии шансы у них были не нравится играть граниндайк очень хорошо единственное что стиль у него все-таки очень энергозатратный на скопать ли он оси 20-19 туров но он уже ходит тоже на руках как я артем иванов на чем-то даже по уверенни мне кажется молодец так посмотри что граниндайк применю какую-то новинку вообще на 22 такого я никогда не видел вот это давайте накручивается да здесь уже похоже на дружбу с бомстрой то есть наверное они как-то к чему-то готовились же давайте вот сейчас как раз мы и проверим правда ли мне кстати интересно как вот у них проходят сборы там интересно собирают ведущие игроки там получается бомстро балякин граниндайк айзендорн слум там симп сипма иногда и вот как они там делятся друг с другом заготовками или все-таки они что-то уже конкретно с собой именно деталями они вряд ли делятся но а вот этот ход мы пока неизвестно мы еще посмотрим действительно ли это какой-то там глубокий вариант или насколько вот они способны сыграть просто какой-то непредсказуемый ход вот неподготовленный не знаю насколько это вообще принято в сборной голландии если они не знают куда ходить и играть неподготовлено смотрите благодаря василий наумик он успел сделать апдейт своей замечательной программы и дон и мы уже можем туда сразу вставлять вот так как я только что-то сделал и можем теперь посмотреть 50-44 таких партий из позиции 185 и ходов 18-22 всего лишь сколько пойдем 99 партий всего лишь так и кто ходил вы теперь надо как-то вспомнить как смотреть я честно говоря уже не помню как это делается так история партия к этому йорк помоги мне а доски донок и что 5 не видно вот начинается и приключение так опять доски дона не видно ну не знаю когда что делать сейчас что-то будем придумывать где-то можно диаграмму было а прошлый раз тоже не было видно потом починили подожди-ка подожди-ка подожди я может василия наумикова прошу к нам подключиться сейчас его добавлю секретный чат василий если напишите мне если у вас есть время вы там помогли настроить что-нибудь нет я уже все забыл напрочь вашу школу так давайте вот так настройках поставить настройки а вот показывает доску так и есть у нас есть такая доска что тогда раз ее не видно я ее убираю убираю назад это что я уберу сюда видите хорошо что если нам написали что ли доску не видно а то бы мы показывали я убрал сюда а теперь тут мы развернем у нас есть запасная доска так теперь осталось понять что на или показывать теперь доску видно правильно понимаю смотрю сам на доску видно и так а я буду на то есть смотреть пока доски значит 9 партий как тут василий напомните мне как ее посмотри а вот база партий так база партий на вот вот эти партия теперь видно партия а это все в этом дебюте который ну вот на партии тоже видно на стриме типа но так давайте порядочим по дате это древние года сипма сипма и 10-й год 12 это может просто не не знали что так плохо ходить позиционно такой сильный был не был чемпионом среди молодежи так мы допустим посмотрим эту партию на засла вот из последних что тут происходило 3 4 2 9 на я так сразу же пошел чтоб конечно не давали нас 18 и до 13 до 17 так но я бы пошел наверно как 4 4 4 4 я бы не ходил вообще какой-то шлифт да кто-то как это делал ватаринг я думал доверять мне не стоит ну смотри вот мне кажется надо было 36 31 ходить чтобы успеть на еще подождем 39 ну тут задача черных подкрутить как бы подожди так я надо чтобы на где-то до 4 и 3 2 до 7 успеваю а если придется быть на 3 9 до 4 9 и не 3 3 тогда уже надо 44 40 до поменялся там как куда чем какой-то что-то среди может быть ход есть короче какая-то заготовочка до ранен дайка в общем ясно черные могут поставить кол и рогатку одновременно и надеяться на то что белые не разберутся но не знаю давайте посмотрим просто как это будет развиваться все да в общем ясно что в основе без подготовки не пойдешь но я не знаю разве может такой ход быть сильным вообще давайте просто пересчитать а c37-37 а вот просто сейчас вот отца молодец почувствовал заготовочку поменялся назад ну напоминает да уже матче бомбстра шварцман примерно такая же как только куда подвох сразу назад много то сразу как-то соскакиваем но принципе нормально тоже отца получил и без принципе как ты думаешь юр вот их на месте от если поиграл из тобой бы я мы пошел бы вас на звать шуты не ходил бы там дебюте 49 но она прошу но вообще как бы это здравая мысль просто нормально все правильно делает потому что вариантов не знает зачем а вот это уже какой-то непонятных на 30 что-то как-то знаю что он когда попроще хочет ну вот он такой парень вообще тоже бывает ловаться начинают быстро играть то есть как будут все-таки аванс они такие думчивого танца может ничего нормально он вышел из дебюта были пытался его как-то фланг интересную новинку гранендайка так мы последняя партия как правильно подносится имя голландского игрока юр имя не знаю а фамилия слон тоже тут особо ничего пока интересного ну давайте или не будем их будем или не будем давай ради интереса тоже я поставлю того как бы за кого стоит учиться за фаворит фаворита да вот этот дебют а нам делать а вот этот размен был и все-таки 300 я думаю всякие 328 посильнее да юрба ну как там получалось бы такая острая какая-то позиция нестандартная шашка наше правом флангом все лучше решала тут ну африканец попроще и получил фланг недоразвитый развивать ну хорошо тоже оставим их наедине с собой и с теми людьми что фотографируют бланки заодно так отцы тут какие-то ходы уже сделаны тут ходы приходит по несколько штучек получается вот пакеты пакеты ходов ну кстати ты знаешь тут сейчас будет решаться кто будет преимуществом отсюда ну черные будут сейчас фланг в этом подбираться там один шестнадцать там двенадцать на 21 белые должны как-то ждать у белых контроль на противоположном фланге если они тут как-то решат эти проблемы ну а контроль он как бы неважный шашки 15 нету то есть ну что там не контролируешь ты и куда-то на бортике так тут что как-то упростилась чижов смотри что тяжел сотворил это тоже вот можешь эту позицию поставить на вот это одион это известно и может быть даже и чижов и азиндорн их играли азиндорн так точно за белых играл как даже женских турнирах давайте глянем как у вунтиса все простил на что вот мы смотрели был ход 9 13 42 38 17 22 тут куча всего грозит и поменялся назад и вунтис 23 29 интересно мне кажется что рум никогда не кудрствуя лукаво странно какой-то размен все таки если откровенно как белые хотят поменяться на 28 а черные получили получили кстати хорошую открытую позицию них преимущество потом по вам хотя бы почему же смотрите вот на этом фланге 45 40 35 явно хуже чем 25 20 и 15 здесь как бы у черных получше а на том на другом фланге у белых тоже от все отсталые шашки осталось масло они сейчас и все выведут тут же надо смотреть в динамике как начнут выводить и я копирую так же секундочку все назад ну давайте посмотрим на первых трех досках происходит там еще пока не сфотографировали не прибежал или специально все люди ну здесь первые доски не совсем первая на самом деле так давайте тогда глянем вот эту позицию да вот эту я просто буду озвучивать что потому что у вас вы будете видеть то что видно на стриме тоже людям можешь после размена на 29 так как а вот партия позиция встречалась 770 раз а после а вот это вот давайте так юр ты говорил вот тут вот 5 10 дает это говорил тут вот ну тут 39 ходит мне 331 начали а потом перестали 2 2 из равноправных хода 44 40 30 31 все-таки 44 40 пошел и вот тут 50 процентов случаев входит 37 31 34 29 30 и только в 20 34 30 меняется но хорошо смотрим и тут бьют всегда 29 а ты может открыть сколько людей играла просто на стриме будет не видно так 21 партия есть с таким и я щас открою конечно тут азербург у нас 23 таких ходят 23 таких ходят но азербург играл или тяжел этот вариант давайте тогда сейчас я хотел попозже но давайте мне надо нажать база партии открываем смотрим подожди то 100 старая еще как новая текущая позиция а вот значит подать и упорядочиваем сумме гетманске ну самый гетманске и первая партия то без вершинка легендарный регион с алексей петрович привет так дальше ноу неймы практически и вот это гетманске проиграл кстати любит келлера белыми играть ну вот чешок стипа вот смотри себя чужо а кстати на прошлой чемпионате мира игралась эта партия так что как бы это не новинка хорошо давай тогда мы еще сделаем пару ходов и вернемся к этому лишь так было наносить матяжок нужно посмотреть так сейчас что-то меня происходит что-то грузится или он задумался ладно давайте туда пока тут посмотрим шварцмана а в той же смог ситуация а вот тут и трофимов какой вот настроил что-то не детская будет бомбить 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 да он наверное перезагрузить у меня поэтому пока что будем тут делать давайте еще посмотрим что тут так я хочу наш комментарий почитать спасибо за пишите комментарий так сипа в партии прошлых туров можно посмотреть спрашивают почему вот тут он отказался рано чемпионера жарко там наверно поэтому он решил не ехать такую даль вот это что же как бы вот мотивацию людей нету рачку эти мера призовые не знаки там призовые фон вообще нас 23 отходит воде до 4 таких против 13 и вот тут есть хвост эти 23 29 был ход если 16 а как играл чижов со сломбом скажи давай скажу скажи сипа это имел ввиду она все пойна так когда я нажимаю что происходит непонятно а вот ну давай тогда посмотрим как чижов играл а зрители видят это должны видеть загрузить партию наверно чижов тоже 1116 угоду даже какие-то комментарии смотрите эта партия и даже видео какой-то книги мы сейчас тоже я не ждая того сейчас показал вам возможности до на тут не подожди это уже а где шашка 15 назад чуть-чуть верни вот тут как мы видим даже сразу а чижов пошел 2329 тут вариант а тут он решил на один цивок ну давайте глянем вообще партия интересно а и поминал сразу 12 вот это чижов это начал центрировать ну ладно не очень интересно посмотрим чуть-чуть дальше именно характер игры то есть у кого у кого лучше было кого хуже что как бы защищался по всему защищался сирма так подождите что тут 1319 пишет нельзя давайте посмотрим почему вязать нас нельзя на что вы тут какой-то нигде в этот голландский журнальчик в общем судя по всему что это такое чужом посмотрите был в отдастся интересно комбинация вам показал чижок тут поменялся в общем ну видите тяжелый если даже в каком-то голландском журнале это все опубликовали то понятно что чужом знал что азидор все это знает решил отойти здесь может быть интересная развязка в итоге давайте досмотрим до конца ну давайте раздашь уже говорит давайте написано что нельзя значит опять 28 интересная развязка уже тут может быть оказывается из-за вот такого и что сколько шашек всем нашли садичная шашка хорошо поменялся хотя позиционно может и ничья быть там как-то слабый фланг ну да там белых поприятнее и белых не знаю центр как-то черный 6 и 16 сразу 2 ну давайте он их сейчас все выведет ну все да подожди 37-31 на 32 наверно вообще 27-32 если в торсе то наверно 16 за садим нельзя там или как либо 6 либо на 32 ну 6 нужно подождать 6-11 а ну да торгаться смысла сейчас нету прям ну и теперь ходим на другом фланге так успел так перестроиться сипма чижов тут нашел такой размен на террик родит и 23-28 нападения да ну за белых вообще опасно выглядеть надо дать шашку и вот чудом сделали ничью ну да уже видимо айзендорн какую-то там усиление какое-то сделал или на понт взял подождите еще 21-17 бой и 42-38 вернул говорят что 42-37 надо было поставить типа ничья просто 2-37 отдать так написано в журнале дашь что я могу сказать вот но я бы тоже на 37 пошла не на 38 ну естественно у тебя же интуиция у них же они же бедненькие мужчины так но тяжел короче тут получается что тут как-то не выиграл или выиграл или не как-то так сюда вроде бы как у так 4 всего единица да вот тут 83 пошел проигрываю ничейный ход а надо было удачи же растерялся не выиграл здесь надо было конечно уже можно было поиграть на выигрыш как то так что такое происходит так 8 12 надо было почему-то не показывать ну короче какой-то выигрыш я не знаю очень сложное что вы понимаете уже не имеет никакого отношения и 24 раз 9 и выигрыш как бы фашка 24 проходит так хорошо давайте зрители просто пишите тоже там может не надо у него мне нравится такие глубокие анализы ли он оборудовал в восторге к чему все это было юр это было все к тому что не понять вообще знают они этот дебют не знают конечно знаю все таки ази дорам какой не мачо но все равно наверное готовился к чемпионату и что-то 811 16 чижов и применял новинку любили партии 10 было ази дор как пошел со 100 неизвестный порода меня может быть идея изменяться 33 29 нет решения новых ходов смотрим тогда 1116 тогда просто посмотрим эти партия база партий текущая позиция 10 партий и так все какие-то древние это оказывается это матч верный диман это же самая первая партия открывая и и она самая где но самое известное что тут ну только ради тебя верного но сейчас вот конечно кто кто верный с диманом по-любому должны знать как надо играть и так партия загружается загружать давайте посмотрим что может быть здесь на самая такая принципиально партия ходить будет он такой у них перестановка получилось вот ну хоть это это никуда не это уже 10 14 посмотрим что может быть и 20 29 все-таки тоже самое похоже на сайте смотри тут как-то более логично да потому что белым надо как-то дернуть какой-то ход 35 30 принципе тоже нормально 410 до диманами черными смотря как интересное да 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 ну кстати тут хотел сказать что мне понравилось как черные в итоге получили но неизвестно ну давайте смотреть да наверно тут не вообще тут ничего не понятно если честно ну да очень какая-то острая игра так как-то белым черным пришла шашку пожертвовать белым а белый сцена прохожу я уже ничего не понимаю тут но ничья тут получилось боевая ничья да так а что еще у нас есть давайте назад вернемся ну больше там не было да интересных партий в общем фактически тут уже не исследованное поле просто посмотреть еще легендарного без вершинка ну кстати да а он тут есть легендарный без вершинка но сети выиграл да вот у корхова белом его существует там ну так а давайте вообще посмотрим какие тут варианты но что мы поняли что так мы поняли значит что можно ну давайте еще без вершинка загрузить партию в общем поняли что 23 29 можно в какой-то момент напасть а если не нападать все таки а вот тут 35 30 сразу пошли против без вершинка пошел и тут тоже 23 29 видимо 23 29 надо даю нападать получается верно потому что куда ходить ну тогда позиция чуть-чуть и радость напряжения снижается ну хорошо тогда в общем и ждем надо посмотрим эту партию ну давайте значит вот тоже снова развешка гениально увереннать кстати от моряка тут сразу пошли три центра стены вы на деле хватит вас не 27 получается верный так не ходил попались на стандартную ловушку он сейчас и черный просидор создаваться 8 крас красоту посмотрим наш смотрите нельзя хоть и при сюда за 28 и за такое стандартного и комбинация ну вот сейчас уже у всех есть книги а тогда люди играли с алексеем петровичем без вершинка и учили тактические идеи прямо во время партии другого способа научиться не было ну хорошо тогда значит что тогда мы делаем давайте сейчас посмотрим еще раз я обновляю смотрим новые какие-то хода пришли так георгиев гермогенов тут уже все как-то упростилась игра петрова в чистом виде давайте смотреть так александр георгиев давайте ее румажа переверну доску все таки так за георгиев поинтересно смотреть так стандартный пошел он как-то его вроде чуть получше ну и что и что ну ну и просто поменялся так а почему 37 32 если тогда что мы хотим как-то 28 и меня хорошо николай решил вот опять дошла сама подарила вас георгиев тут пока упирается вот заметил ну что ты как оцениваешь дашь как ты тут украли надо посчитать сходку и посмотреть что там потому что игра другого уровня потому что один тур в день сегодня вчера был выходной отдохнул то есть он же может хорошо играть иван трофимов тут как ты говорил юр будет ударять или что давайте вот построим нужно посмотрим что то есть сходка получила напал начинает атаковать как писал в этой книжке казалось бы неприступный фланг черных так ну и что ну пока не тут непонятно хорошо смотрим дальше алексей чижов тут думает гунте зван рис стратежит сам тут сюда ничего не добегали корреспондент или не добегали ну пока тут ничего тоже интересного так как гранин дайк что тоже тут 30 30 и мы видели этот ход поменим смотрите как я говорил чтоб надо ему поменяться 32 28 а он взял и пошел 40 35 и ради этого специальный человек побежал из фотографировал один только ход ну честно говоря ну да есть логика а если ну какая то есть логика пандемин тут идет на борьбу такую меньше простых путей так ну и тут уже все нормально давайте тогда что вернемся покажем партии кого тура может мы дошли до партий ты эти тура мы показали партии да покажем юра открыть этот файл так теперь что мы посмотрели георгиев вот выиграл чижова мы закончили ты начался гермогенов сам это какой-то тоже 3 а вот тут я просто хотел мне было интересно ну давайте вот казалось бы обычная позиция более-менее гермогенов беломец мы идет уже поддавливал оттуда началось какая-то жесть но правда тут просто вам покажем эту жесть а как бы я не успел подготовить оценку компьютерного только могу юр как ты думаешь что тут как вообще гермогенов торса тоже гермогенов торса и думал сам будет назад меня он не задержал не поменялся и началось ну правда началось и закончилось да вот интересно жертву тут сам сделал а если подожди а если в начале на когда мы два трансляция на процедура но такой сам удар очень подготовил в общем тут и гермогенов уже проехал кстати тоже начал турнир хорошо да вот вроде бы сейчас секундочку вроде бы тут даже мог выиграть но не выиграл сам молодец выставил тут смотрите какая жертва вот и побил назад и теперь белые в таком непонятном положении потребует 224 приходится отдать шашку вот сам так вот выкрутился вот я вспомнил почему эту партию бритву нашу такая вот жертва смотрите нас еще раз нападает на нас кажется что теряем шашку но не 27 31 да молодец сам мы пришлось 23 19 поддать и дальше там уже будем особо неинтересно было ничья еще это же 813 а вот еще комбинацию давайте посмотрим тут тут уже и гермогенов форсировал 27 22 это все ничья так такой вот был третий тур и теперь четвертый тур что посмотрим как панамин наконец-то творчество панамин это тоже третья тур панамина ну давайте смотреть наконец-то сейчас и ну давайте всю весь все парки посмотрим чтобы этот феномен понять китайский все-таки кто такой почему не все его еще знают так не хочет так у меня стрелочкой мотаться будем наш тут панамин 3 4 3 сверту 3 4 3 3 ставить нормальный с кем он играл с самого ахмед но как мы поняли уже это какой-то африканец но большего пока не может про него сказать ну вот тут в общем где-то в какой-то момент какой-то момент советовали ему там 19 23 разменяться этому ахмеду бросить позицию но если мы смотрим что африканцы они любят какой-то такой вот зажимания и панамин тут бодренько ходит а вот какой-то 28 22 нашел удар и в итоге вот связал наглухо уже неразвитый фланг мы смотрим довольно стадии парамин сам турнир и эту схему как за черных играл только он забил и у частности в китае там уже на турнире так и вот сам интересно начинается на 22 нападает ахмед как бы решила слабить чуть фланг не уверен что это правильно дороги это страна нападение так а тут почему 17 22 не напал вы менялись как-то может плохое сочетание там или что-то напрашивалось нападение ну да ну хорошо в общем не напал он наверняка что-то было 11 так я сейчас я вам покажу не зря это партия мы смотрим но видно уже конечно тут хотя компьютер говорит ничего страшного 39 34 29 18 23 бой бой сюда 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 а 27 22 нападение не проходит а ахмед думал у него лучше типа классно да потому что не очевидно как она значит эту эту зашившел 33 9 еще нормальный компьютер говорит а вот назад уже плохо было телескопа а вот здесь можно было опять 10 просто менять в общем-то да напрашивалось 5 10 давайте посмотрим юра коварный просто один назад здесь 15 подождем да нельзя за 17 можно 10-15 от нас нельзя из-за стандартная комбинация так мы убьем не хочет бить чуть заглючила программа прошу прощения ждем устала уже что он устал давай тогда текущей позиции обновляю я опять и смотрим так шварцман еще не подпустил к себе человечка который фотографирует быстро довольно играют не могут плохо может пишут плохо может пишет что вообще ничего не понятно ну 7 минут наверное вот судя по лицу это отличник пятом поколении без проблем так иван трофимов тоже ходов пока нету гунте звал нарис ну сидит спокойно упростил шашки сидит как бы нормально все так что я не знаю юра по позиции давай посмотрим посмотрим вообще не смотрели тут ну да неуваженную какой в бразилии 11-17 вот юр что ты можно сказать вообще есть такой подкручивают ну как бы идея в чем если 11-16 ходишь тогда 37-32 меняемся и потом там на нападение меняется 37-27 и шашка 16 на борту осталось а тут как бы уже такой маневр с белой не сделай потому что у черных не будет шашки на борту 16 не дает на мужика может как берет при этом да белый зато могут поменяться 28-23 ну тоже вас настоял простить позицию хорошо смотрим а что алан силу а тут вспомнил старый метод тычок и сам начинает нападать интересно что не знаю что делать старте чёк такой правил да то есть нас 22 сам подвязал сам по то самый настоящий ветеран до африканских шашек но много чемпионат мира отыграл интересно кстати сколько ну а рейтинг смотрите вообще равные у них у двух соперников принципе но я все равно на сам бам поставил бы чуть-чуть чуть бы ему преимущество отдал так тут что гранен дайк пока все без изменений так ну хорошо и да он загрузился сейчас я попробую это окно основное сюда перенести если его на стриме будет видно надо будем на этом нет его мы не видно на стриме спрашивают георгиев шварцман а георгиева была победа или нет сейчас можем посмотреть я честно эту партию в обзор не включил да там большое преимущество было нужно как-то единственными ходами как бы ходил делал это форсировал эту ничью и как-то противостоять этому непонятно как так а мы смотрели партию панемина ну в общем давайте еще раз в общем тут все а что 39 был ход и поехали значит я хотела чтобы показать тут как панемин тут все четко разыграл возле 26 кстати его дома на 7 до 6 пошли она была ходить ну ладно и 28-22 выход такой раз ну в 11 2 и 2 смотрите как красота сюда сейчас еще одна красота будет его 2 красота и не 27 22 а просто 32 28 вот такая жертва шашки и уже выигрыш нашел там панемин такую красоту компьютер оценит как выигрыш то есть разим 1 дали побить при случае не просто некуда ходить черным есть 15 и просто напали сюда вот так блестяще пришлось что-то придумывать что-то отдавать все шашки ну в общем панемину выиграл вот так в общем молодец молодой китаец все видит творит и вообще крепко играет то есть ну интересно будет посмотреть когда он начнет сейчас надо еще сказать что первом туре там россияне между собой играют поэтому как бы китайцы пока полегче и другим там всяким голландцам но потом мы ждем когда они тоже противостоять противостоят друг другу будет противостоять и так спрашивают георгию шварцов на герва была победа ли это давайте посмотрим в каком туре они играли георгию шварцмана была ну ужасная просто то есть ему очень повезло что там нашлись вот эти варианты ну вот в комментариях тут нет никакого восторга восторга от чего от того что было якобы говорят что ничья там восторгаются ходом шварцмана 35-30 как бы на слабом фланге ну вот здесь основная идея то что ну во первых поменять еще шашки то есть меньше шашек сделать и черные там меняются назад и это практически форсировано потому что если нет ну вот как было 35-30 14-20 это и детям очевидный ход вот а потом после нападения он же не может пойти потому что не может на 24 выйти потому что будет размер нужный назад шашек мало а да а дальше просто все считается потому что он вышел ну как бы единственный ход опять вынуждены разминцы вот сильный потом на 27 у меня сразу когда пять шашек когда пять шашек уже тут вот посчиталось все ну как бы и еще вот эта идея но мне кажется тут не было не было выигрыша выигрыша не было да но позиция очень плохая ну слушай дашь ну да но до проигрыша все таки тут и причем причем вот интересно посмотреть как перехватывал то есть как бы вообще ну вот дебюта посмотри то есть швасман я думаю на ничью был согласен с первого хода ну смотрите меняли 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 и стало плохо по позиции вот в самом конце у белых нет фланга то есть там черные просто идут дамки ну сейчас поставишь вроде бы чашка 56 все меняется примерно как чижову а потом хоп и 36 начало подстревать да не повезло там как бы сошлось хорошо а здесь сошлось так что шварцову повезло вот и все а позиция очень плохая похуже мне кажется еще чем у чижова была ну кратерически позиционно но когда вот это вот окончательно возникла финальная позиция вот где там просто посчиталось и нашлась ничья вот сейчас мы к ней придем уже через пару ходов ну да вот здесь и еще размен назад где нет вообще вообще нет фланга на том фланге который есть там одни проблемы то есть шашка 36 шашка во всем она никуда не будет шашка там равная позиция была а тут в принципе плохая да позиция вообще никакая ну просто это чудо какое то что здесь ничья оказалась чудо шварцман в общем отмечаем во первых ход во первых пассивную игру в дебюте это было какое то не это было во вторых вот этот ход 37-31 то есть шварцман же мог как то там 33-29 ну как нибудь там да нет он не ставит какую то цель он просто да это результат с Георгиевым ничья все поэтому ну хорошо в общем ну а Георгиева репутация такая что он никому ничьи не дает и люди уже начинают нервничать еще когда видят что им послезавтра играть с Георгиевым так давайте начнемся на четвертый день давайте я на этой оптимистической ноте покину вас ну Юра как всегда в своем репертуаре ну давай давайте хорошо комментируется хорошо да до свидания приглашаем излишней трансляции спасибо Юрий Аникеев давайте так отходит в общем Юрий Шварцман скорее всего победы не было но конечно неприлично плохую позицию Шварцман получил согласна Даша да именно об этом я только что говорила так что тут еще было интересного все сырали в ничью Трофимов с Чижовым вот сейчас мы посмотрим по моему там партию а и Валнерис Гермогенов ну я не знаю как партии Валнерис вообще комментировать честно вот я еще не по моему может быть кто-то может но я лично не могу вот Семенюк мог кстати проиграть самбу давайте тоже тут я тоже его обзор не включил в общем а не я включил его обзор давайте как раз и посмотрим так значит тогда идем дальше вот что тут было а вот кстати насчет этого АЦА АЦА смотрите играл черными АЦА играл черными и вот встреча с другим африканцем с этим уже легендарным АКО вот что произошло смотрите почему Юра переживал за АЦА что АЦА может стать чемпионом эта партия не имеет принципиального значения потому что все африканцы они с АЦА в принципе не играют вот эти партии очень самые первые заканчиваются и я бы не тратила на это много времени ну в общем попался на детскую дебютную ловушку АКО ну мне кажется если бы он хотел специально проиграть да вот там ходят слухи что африканцы хотят африканского чемпиона все таки он бы как то поприличнее отыграл бы чтобы без партии мы не знаем как они хотят но по крайней мере все африканцы они сыграли очень быстро и очень результативно с АЦА поэтому это первые партии которые заканчиваются в принципе в туре а вот партия да интересно что вот голландцы кричат больше всех я слышал хотя в прошлом году была ну в прошлом чемпионате точно такая же ситуация да когда Рон Хо из нас тоже так же играл всем проигрывал голландцам тогда почему-то они молчали ну давайте в общем эту дебетную ловушку покажем вот и вот с лишней шашкой уже остался АЦА вот то есть да это в общем не для этого турнира конечно такая комбинация но давай лучше посмотрим партию Валнериса вот в этом же туре с Гермогеновым ага подожди в этом же туре просто вернуться назад и чуть выше партии у меня есть они набранные когда вот Гарниндайк еще обыграл ну давай вот Даша ради тебя даже порядок нарушу Валнерис обыграл Гермогенова Угу так ну сначала да я тогда разверну доску и ну давай сначала посмотрим ну быстренько дебют 3,28,19,23 Валнерис вот это человек загадка для меня лично 3,4,30 пошел так смотрим 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 надвигают 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 47,41 33,29 а вот тут кстати интересно уже как-то тут поменялся на 21 Гермогенов пришлось ему поменяться ну как-то тут уже начались проблемы у него мне кажется определенные так 3,9 нападение сюда бой, бой, бой вот тут кстати почему он не побил на 22 ты знаешь Даша и потом допустим на 18 у него будет возможность поменять шашку там наверное была бы какая-то изоляция может быть 38,33 и потом 33,28 как-то вот так вот может быть ну хорошо в общем было в итоге побил он на 30 это Валнерис враг 35 бой, бой так вот это интересно Валнерис разыгрался а я вспомнил эту партию тут на самом деле ничего такого особо интересного не было в итоге шашка 28 мне вообще-то не нравилось вот вот 42,37 он пошел ну опять я говорю ну сложно комментировать ну это с идеей на комбинацию только тут компьютер говорит что что чуть-чуть поприятнее у белых так как компьютеру я вот не понял почему 46,49 просто была не вывести потому что потому что тогда не будет комбинации на которую он в итоге поймал ну это конечно да но сейчас я просто хочу комментировать спросить мы хотим пойти в другую комбинацию провести 4,137 а вот был 13,18 тут 13,18 значит тогда есть 13,18 так 13,18 и потом нападаем на 18,23 на какие-то вот такие идеи то есть 41,37 не получится пойти потому что мы туда 18,23 выиграют уже черные в общем поэтому волнарис пошел 42,37 и заодно построил комбинацию чуть позже значит 1,7 так еще раз 42,37 1,7 39,33 и вот 7,11 да Гермогенов подарил волнарису хотя бы была позиция в принципе равная надо было просто 19,24 пойти а Гермогенов значит подарил 7,11 ну и волнарис провел комбинацию века 37,31 так давайте ну я не знаю может даже если 15,20 пойти на удар то можно попадаться мы же тогда ходим 25,30 тоже в дамки идем в принципе с лишней шашкой ну это плохая комбинация верни ее обратно там проигрыш уже ну конечно да ну в общем подарок тут отмечаем волнарису прилетел а вот да просто 15,20 не боясь комбинации ну да а что просто идем потом в дамки сидим ну да можно как угодно было 15,20 продаж ну не знаю я бы мне просто надо двигать на другой доске вот ну может быть хотя там же дамки но там есть какая-то какая-то может быть угроза но здесь хотя бы лишняя шашка лишняя шашка и по крайней мере в дамки лучше всего было 19,24 предлагают вообще без равная позиция пишет ну да да а что если 48,43 и 39 потом если 48,43 тогда говорит 7,11 и теперь ну просто не выходить на 19 тогда есть ход 11,16 и был даже по-моему 13,17 чтобы он писал такое ну в общем как-то ждем да и надо будет белым как-то ходить кстати уже говорит уже похуже чуть-чуть в белых стало или нет ну на короче подарил в общем вот тут вот надо было показать просто комбинацию тут 7,11 и комбинация вот еще раз показываем 37,31 4,29 так Даша это значит Валнерис Гермогенов теперь возвращаемся в этом же четвертом туре был Граниндайк выиграл Марина Силова так тут что было тоже давайте уже фрагментарно покажу ой нет тут какой-то ужас был тогда дайте сначала Граниндайк значит тут очень любят дебюты играть с активной бортовой это как раз ему по стилю подходит кстати тут надо отметить что Граниндайк посмотрите Алан Силова значит поменялся 18,23 бой бой на 22 и теперь пошел потом 19,23 как бы и на какой-то ход 36,31 например 36,31 есть там размен 2 на 2 назад как-нибудь так и так но Граниндайк ничего такого не давал то есть он жестко избегал упрощений пошел 39,33 14,19 никак не давал упростить позицию 34,30 опять ушел тут начал брать вот с разменом рогатку ну и бразилец уже тут разменялся 2 на 2 а голландцу Граниндайку это и надо было он очень любит такие позиции значит потом они надвинулись ну давайте быстренько посмотрим как в общем вроде бы все нормально было у бразильца вообще тут он стоит в центре а вот тут надо еще отметить ход 39,34 именно почему не 40,34 я не понял пока именно зачем-то 39,34 он пошел ты даже понимаешь этот смысл хода глубокий друзья,34 я лестно не понимаю ну а здесь здесь нет какой-то именно смысл там какие-то же идеи то есть у них вся партия строилась на тактических идеях даже вот когда ближе к концу мы там смотрели тоже Аллану нужно было сделать пришлось сделать несколько допустим плохих ходов стратегических он там в какой-то момент не мог шашку 5 выводить потом ну тоже какие-то ходы плохие вынужден был делать из-за тактических угроз то есть там вся партия так строилась но это нужно вникать очень сильно в общем тут смотрите очень неприятный момент все проблемы начались вот когда вот в этот момент у бразильца не нашлось темпа просто не нашлось темпа чтобы поменяться иначе казалось бы что ну как вообще получше даже у черных может быть просто за счет центра вот сила граниндайка да что он засчитал этой позиции увидел что тут не будет темпа а бразильцу надо было что-то наверное как-то вот это учесть может быть я не знаю пять десять как-то вывести успеть или ну в общем очень сложно тут сказать сейчас что как ну в общем тут начались действительно проблемы нападение тут блестяще разыграл пришлось где-то на 24 ходить опять пошло поехало как говорится вторая форма и тут граниндайк блестяще тоже жертвы и нападение ну и дальше тут уже непередаваемая игра слов как говорится началась вообще тут что компьютер на самом деле на самом деле если посчитать там вполне в принципе понятно почему не смысл этих ходов то есть самые хорошие ходы стратегические вот за черных их нельзя было делать то есть ну именно хорошо он так аккуратно технически переигрывал долго а ну и вот смотрите теперь подготавливает размен 2 на 2 граниндайк чтобы выиграть шашку вот этот размен раз два и шашка выигрывается вот все просто оказалось но компенсация огромная то есть тут на фланге слабые 3 шашки сейчас мы хотим как-то проатаковать их а белые пока что не идут в дамки поэтому граниндайк отдает шашку назад блестяще тоже так аванс его а тут 914 кстати вот здесь вот здесь день 14 ему как-то нужно было ходить потому что якобы хороший ход вот 22 да пойти куда-нибудь на 27 хотя бы или на 28 там нельзя было на 27 я уже не помню я уже не помню почему но нельзя было по какой-то причине ну не знаю вроде бы можно почему нельзя на 27 ну а без нападения 29-24 а ну просто смотри мы нападаем давай нападаем вот как Петр говорит и просто рвемся в дамки 25-20 так и что фронтохода нет да еще на 27-21 нападаем сюда нет 27-21 мы просто наверное или там непросто там непросто проводить 24-14 ничего не дает там видимо мы на нас нападут потом сюда еще мы можем поиграть ну зато можно там 33-31 напасть так где это мы все я уже запутался ну день 14 14-14 ход да в общем 37-31 тут видимо решает а если отойти то что тогда вот так как-то видишь ну не известно там не очевидно как-то не знаю ну короче очень сложно тут как раз и голландец это его как раз стихия он умеет это ходить считать пришлось 9-14 пойти будем считать так 44-39 дальше посмотрим что было 12-18 так поехали поехали ушли поменялись вроде бы все нормально ну раз да и вот здесь сильный такой размен еще одна жертва и если нет размен то там просто даже не улучшен а так просто улучшен так мы кстати тут уже вот решают тут уже доигрался все-таки базилис до ничьи опять вы смотрите четкий ход 30-25 потому что если сразу идти то будет 14-20 если сразу идти в дамки 14-20 и нападаем на 20-25 а нельзя конечно напасть из-за присоски поэтому Граниндайк правильно пошел сначала 30-25 вот тут 19-24 правильно пошел Алан Силва так дальше идет вроде бы идут в дамки да казалось бы казалось бы вот компьютер пишет 31-21 то есть ничья практически а вот 21-27 уже практически проигрывает потому что как надо было иралью тут вот просто идти надо было 29-34 в дамки ну конечно 29-34 в дамки надо было просто идти а бразилец но как бы не очевидно тоже не так просто но тоже там какие-то варианты по-моему есть комментарии ну давайте бразилец тут недооценил чего он недооценил что он подумал что я пойду 21-27 да 12-8 отдал шашку и пошел и думал сейчас просто нападу 31-37 и все ничья будет но не так это было красиво было жертва смотрите 25-20 только так и поставили на 8-3 и оказывается теперь нельзя нападать 31-37 из-за того что дамка 26 и да значит мера такое финал я думаю бразилец смог бы доиграть для этого финала он сдался чуть раньше ну в общем очень сильная игра голландца да бразилец мог спастись но все-таки напряжение партии было такое сильное что он не выдержал он всей напруги так смотрим ну видишь получается что Грандейк он всю партию в принципе играл заставлял бразильца как-то защищаться какие-то находить противостоять вот этим идеям всяким и в конце концов ему в итоге повезло потому что вот этой вот идеи могло же не найтись просто в конце вот там 4-4 5 на 5 ее могло не быть просто ну это было бы ничьян ну я говорил будет турнир подарков на этом мне кажется то есть не ну это не подарок это не подарок он же с самого дебюта гляньте как позиция была то есть он играл 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 и в итоге вот так вот заслужил каким-то образом так давай сейчас еще быстренько я взял на 4-го тура еще какая-то одна партия вам осталась Семенюк вот я хотел ткать Семенюк Трофимов Чижов там ну там просто какая-то непонятная игра была давайте Семенюка быстренько покажу там не сложно было я вот даже с какого места вот смотрите вот Семенюк вот почему чего ему не хватает вот заклеточного понимания вот в принципе позиция там более-менее нормальная тут Семенюк вот решил 24 конечно тут Олимпик немного не играет у черных решил 24-29 почему-то поменяться вот непонятно может было с 1-1 спокойно ходить 24-29 он поменялся так и сам тут смотрите как вот интересно разыграл 38-33 так смотрим 14-19 и вот такой размен интересный сам бы сделал очень такой сильный размен потому что он фиксирует вот эти неиграющие шашки 6-11 17-16 так Даша отпросилась на перерыв а я вам покажу что было дальше и вот тут сам очень сильно разыграл вот просто беда с этими шашками вот видите да отстал их 6-11-16 сейчас шашка 17 ушла на 26 а сам в прекрасном стиле разыграл все и смотрите даже нашел хоть 36-31 но не было хорошего темпа он конечно мог он 40-35 пойти разрушить колонну но посчитал что лучше он даже зажмется на колонну сохранит значит пошел 36-31 бой-бой так что дальше ну и тут уже проиграна практически эта позиция вы видите тут оценка компьютера сам молодец блестяще провел вторжение ну и все как бы шашки полностью вне игры так 25-30 поменялся ну и тут сам неточность допустил надо было просто 32-28 пойти никаких абсолютно шансов нету на ничью даже не знаю что показать например сюда например можно так просто так поменялись похоже на то что никаких шансов нету ну а семенюк воспользовался подарком 38-33 казалось бы без разницы да но семенюк нашел красивую жертву 17-22 и 11-17 ну на 32-28 теперь мы просто нападем и будет ничья а если 33-28 например то связываем а позиция в нашу пользу ну конечно станет заходить потому что белые выиграют поэтому но зато он находится 9-14 ну и потом подрываем с поля 28 в общем повезло семенюку отскочил он но в следующем туре уже по-моему его покарали все-таки так трофимов чужов я вам не покажу там была какая-то жестокая рубка значит переходим тогда уже к пятому туру семенюк валдарис а сейчас давайте посмотрим что происходит ага уже есть сделаны ходы так я призываю зрителей нас уже 26 человек смотрит значит активней писать комментарии можете пока какие-то вопросы задать может я что-то расскажу а я вам сейчас расскажу наш шварцман смотрите шварцман с семенюком как-то ну давайте тогда даша придет и продолжим партии смотреть так а я давайте знаете что вам покажу предыдущие такие чемпионаты порассуждаем чуть про чемпионаты все любят порассуждают чемпионаты как бы пока так так чижов напал 23-29 чуть попозже тут в общем ну мы с Дашей тогда посмотрим а я пока давайте покажу вам значит что за чемпионат значит насколько я понял раз чемпионаты проводятся смотрите вот нужно года выбрать да по нечетным годам уже довольно давно вот в 2000 году был в Москве турнир потом по нечетным годам проводятся турниры и если значит в 19-м году вот проводится по круговой в 17-м был турнир полуфинал и финал вот теперь в 15-м опять был турнир по круговой конечно по круговой это такой более классический формат турнира как бы все сильнейшие отбираются вот это тот турнир где Георгиев выиграл 20 человек давайте запомним цифру вот плюс 6 или 25 очков Георгиеву хватило еле-еле хватило помним Граниндайк мог в последнем туре выиграть у Кардие француза и стать чемпионом но не выиграл и не стал самым молодым чемпионом и потом был потом Александр Георгиев отказался играть матч с Граниндайком и Граниндайк был безжалостно бит бомстрой в общем так или иначе давайте значит еще рассмотрим значит 13-й вот опять был да полуфинал и финал а в 11-м опять круговой турнир и тут уже Георгиев плюс 7 сыграл с большим отрывом плюс 7 да в таком составе в принципе тут смотрите тут состав был очень опытные игроки трудно было у кого-то выиграть к чему я все это клоняюсь явно слабых тут ну вот да вот были люди которые набрали вот 6 очков а следующий набрал уже 13 очков так из Сенегала какой-то спортсмен в общем этот состав плюс 6 да тут плюс 7 но этот состав мне кажется это самый слабый за последние года состав но в том числе в первую очередь за счет этих африканских шашистов все-таки не самые сильные как мне кажется ну может у них какая-то смена поколений конечно не самые сильные игроки и я так жду что для первого места наверное то есть может быть плюс 8 или плюс 9 надо будет сыграть то есть это сколько если плюс 9 это 28 очков вот где-то так я жду может быть ну пускай плюс 8 то есть 27 очков надо будет набрать тут на этот надо чемпионский результат я думаю ориентироваться я расскажу как я вот вижу да вот Георгиев я как сказал где-то 55 процентов на его победу я отдаю где-то так на втором месте у меня наверное идет кто ну наверное все таки Гранен Дайк наверное да все таки он выделяется и молодостью напором и наверное желанием реабилитироваться за прошлый чемпионат 15-го года вот наверное ему надо процентов 20 отдать в обеду потом Шварцман и Валнерис сейчас Валнерис показывает хорошую игру тоже сейчас мы посмотрим его партию когда он обыграл кого Семенюка переиграл просто тут если Гермогенов ему подарил то Семенюка он обыграл по делу вот кстати Валнерис видите не играл еще с последними как бы местами но зато уже сыграл ничью и с Георгием со Шварцманом так вот Шварцман и Валнерис ну я не знаю конечно и по 10 процентов отдаю и того получается у меня уже 95 процентов и вот 5 процентов наверное на в первую очередь я даже не знаю там по одному проценту китайцу ну чижок уже сейчас конечно меньше так было наверное больше было процентов такой расклад но в любом случае будет очень результативный чемпионат это в принципе хорошо и мы отмечаем также что нету явных аутсайдеров видите уже по 3 очка все набрали то есть это минус 3 то то есть он человек половину партии сыграл ничью то есть играть они как бы все умеют но иногда эти грубые ошибки совершают и дарят дарят очки вот очень много будет решаться от этого да ну и конечно акции все таки вот я не знаю ну обыграет он африканцев конечно если ну не хочется там задумываться ну конечно если он всех африканцев обыграет без затрата сил то вот тогда он тоже будет фаворитом вот Георгиев еще надо понимать что тут очень длинная дистанция и в чем мне кажется преимущество Георгиева в том что он очень любит шашки никто так мне кажется не любит шашки как Георгиев он очень любит играть ну и вы сами знаете что когда человек любит чем-то заниматься ему это совсем не сложно и он очень любит играть он даже результат ему совсем не на первом месте вот так мне кажется человек такой тонкой душевной натуры который очень любит вот жизнь и в том числе шашки это огромное преимущество перед всеми например вот же Шварцман да вот когда с ним там пообщаешься видно он как он говорит я бы с удовольствием везде ездил и не играл если бы отдыхал вот но он не может себе такого позволить он ездит играет и мучается можно сказать человек устал уже но Георгиев мне кажется он может до 108 лет играть и получает радость и это конечно большой плюс ну Граниндайк конечно вот за счет молодости наверно тоже он легко должен справиться с дистанцией может быть уже Айзендорн там какие-то молодые ребята может быть и Пан Эмин но я не знаю вот китайцы пока остается загадкой так а вот допустим Шварцман и Валмерис и Чижов уже есть вопросы как они справятся с такой дистанцией ну хорошо так Даши пока нет но я наверное тогда начну потихонечку смотреть что происходит в партии ну давайте самых пока неинтересных значит и Трофимова как и есть все ну давайте значит Георгиев тут они довольно быстро сошлись после разменов быстро сошлись в клинч ну давайте еще раз значит я тут опять переверну посмотрим значит вот угловой дебют 2.25 Юра говорил что так играют 3.4.29 бой бой и вот и Николай Ермогенов кстати тут же тоже 19.23 могли черные поменяться но не поменялись почему-то 19.23 тут был размен 2 на 2 и Николай поменялся вот так ага 19.24 еще Юргев пошел ну что ж Юргев идет на борьбу как всегда смотрим что будет я вот так ну да то есть интересно так ну Гермогенов я думаю тоже должен разобраться в этой позиции в общем интересная борьба нас ждет впереди это очень хорошо так я вот увеличу чуть-чуть меня учили вот так так ну Шварцман смотрим значит тут я тоже себе позволю перевернуть все таки за Шварцмана так смотрим значит у нас 22 на 22 он поднимается я думаю уже к семяннику начали подбирать ключи то есть какие-то стоклеточные схемы ему навязывать так вот тут значит угрожал 29.23 подрыв пришлось 2.7 пойти защититься и у 50.45 пошел как я предлагал семенюк и 9.13 теперь неплохо из-за того же подрыва 29.23 вот что же Шварцман сделать нет пошел 9.13 почему же не поменялся я честно говоря не понял сейчас мы можем это глянуть давайте посмотрим что было дальше ооо 19.4 вход очень интересная партия в общем получается мы сейчас обязательно все посмотрим когда Даша придет и ну Шварцман вышел с такой вот позиции как раз как он наверное и хотел получить то есть опережение по темпам такая вот центровая позиция ну Семенюк пока стоит крепко не знаю в общем что будет могу сказать только что надо точно Семенюку проявлять если он где-то ослабит внимание то Шварцман быстро может уже катастрофическое преимущество получить так Чижов вот в дебюте давайте посмотрим порядок ходов значит вот 11.16.37.31 7.11 ну да градила же 31.27 поэтому он достачал 7.11 и 45.40 ну и 23.29 ход ну и Азиндор тут 35.30 и будет как раз примерно как мы все смотрели только уже сделаны ходе 11.16 и 7.11 7.11 кстати ход это не на руку черную как я понимаю но тут это интересно было то есть можно было сразу 23.29 но Чижов пошел с 11.16 и тут еще 21.27 есть ход но он пошел с 7.11 я не понимаю все таки шашка Сизи с 7 она могла при случае в центр выйти поэтому я пока не очень понял вот эти маневры тем более мы смотрели как бы подборку так вы пожалуйста тоже задавайте вопросы пишите мне будет легче отвечать если ну ответить на ваши вопросы пока нет у Даши так что тут Ваунерис Ваунерис ну стоит и стоит в общем давайте напомню значит тоже я прям поверну доску тоже разыграли разыграли 2.25 дебют популярный так нынче не знаю с чем это связано вот тут первое отмечаем что 9.13 на ней 8.13 пошел Ваунерис казалось бы как бы логичнее было шашку 2 тогда перевести но 9.13 пошел ну и тут он 23.29 упростил позицию не знаю с чем это связано может быть это объективно сильнейший ход но в любом случае градус борьбы спал и теперь оппоненты выводятся опять 14.19 а не 13.19 наверное тут уже это правильно так что дальше у нас происходит так как Ян Граниндайк тут какая-то дамка уже прошла сейчас мы до этого дойдем Панэминош пошел 40.35 мы видели Бурли Сангуна тут борются но мы потом посмотрим эту партию мне сильно интересно с тренер точки зрения тут вот Граниндайк провел комбинацию и что мы имеем значит 3-3-2 3-3-2 лишние шашки так ну дамк это скорее всего поймается да это очень интересно сейчас мы до этого и посмотрим давайте тогда я сразу партию копирую к сожалению тут нету кнопочки скопировать в буфер поэтому мне приходится вот так вот благодаря Василии Наумнику программе Дон я могу все равно загрузить Василий Наумнику быстренько пофиксил то что нету точек после так давайте значит тут я сохраняю в общем я могу это вам сейчас показать прямо тут вот давайте посмотрим еще раз Граниндайк Граниндайк играет в черными да давайте возьмем Граниндайка себе все таки молодого перспективного тоже 2-25 пошел нравится этот дебют сейчас всем отмечаем что-то дебютную новинку 8-22 ну а все просто у кого поменялся тут начал как говорит Юра что-то чудить упрощать игру в общем Ян пробовал тут накрутить борьбу в общем такая получилась позиция неразвитый фланг у белых так смотрим что тут Граниндайк делал 14-19 хоть не очевидный потому что идеально конечно в защите стоят черные именно вот так с шашкой 14 14-19 хоть не очевидный так теперь конечно же нельзя напасть у нас 23 за 33-28 и получается что ну или нельзя бить на 25 потому что мы без шашки останемся а если бить сюда то так я не пойму значит давайте тогда мы бьем да ну и наверное выводимся 37 37 хотя тут тоже плохо так как можно было сейчас ну да 33-28 надо в общем ходить ну обращается оппозиция в общем Граниндайк пошел 2-8 тут так ну вот 33-24 компьютер мне подсказывает что можно было ходить 33-24 вроде бы как только шашку 2 сорвали и не страшно тут ничего то есть ну вот какие-то варианты тоже компьютер показывает можно вообще тут ну ну давайте акция пошел 30-25 не стало значит ставить тычок пошел 30-25 там 9-14 можно было 9-23 но 9-14 и он пошел и акция тут уже в такой интерпретации он поменялся вперед ну интересно а и вот Граниндайк как раз тут провел комбинацию да и пишет уже решающее преимущество у черных отцы получается не заметил комбинация давайте наш показываю комбинацию ну вот так все и было на раз 19 бой 22-27 назад возвращаем шашку и сюда так ну давайте еще раз значит посмотрим ну что тут говорить как бы ну конечно тут тут уже с этим можно было и 31-27 просто поменяться вот в этой позиции и уже на 3-9 просто 29-24 как назад например и вообще тут непонятно у кого лучше но отцы не заметил комбинации тут уже понятно это становится он просто не заметил комбинации вот и главный фаворит я все-таки никогда его фаворитом не считал и серьезно не воспринимаю там даже в тройку я не думаю что он попадет в шестерку да ну смотрите какой Граниндайк коварный как все-таки вот сказав он 2-8 сорвал да вот вовремя так ну и самое интересное что это за позиция стоит 42-38 да там и была сыграно компьютерная оценка минус 100 ну в чем идея тут хотят поймать дамку белые так давайте сейчас еще раз обновлюсь посмотрю нет ли ходов ходов нету ну хорошо смотрим к сожалению я тут не могу вам доску анализа показать или давайте попробую сейчас перемести не наверное не видно вам будет все равно да не видно ну хорошо давайте тут посмотрим что в этой позиции будет так в большем акции попался на комбинацию значит надо будет 50-45 дамкой скорее всего уйти в какой-то момент ну давайте вот какой-то вариант компьютер предлагает что предлагает пойти просто 14-19 так ну ну допустим 48-43 хотим поймать дамку да мы дамкой уходим 50-40 а не подождите уже 19-24 окажется можно просто а можно вообще просто 19-24 смотрите нельзя ловить нельзя ловить 43-39 потому что мы просто мы пойдем в дамки вот это да просто мы идем второй грубо говоря то есть если так вот все получается как я понял то мы просто идем второй дамки смотрите то есть сейчас он пошел строй 2-38 да и мы просто этой дамкой мы отрезали шашки а идем просто шашкой 14 дамки вот такой план просто идем шашкой 14 дамки ну давайте хорошо хорошо а если допустим 25-20 пойти то какой-то интересный ход 50-44 я очень-то не очень понимаю идея 50-44 50-44 ну хорошо 50-44 ну хорошо 50-44 ага шоу а здесь фрагу 43 на 19-23 опять идем в дамки просто так а зачем тогда было 50-44 ходить я что-то не вообще не понял почему нельзя сразу идти в дамки 19-23 ну можно и сразу говорят можно и сразу не терять темп 32-27 50-17 предлагают идти так а почему а нет 23-29 все правильно 23-29 ну короче мы просто идем в дамки и получается играем в дамки поигрываю ту акцию вот смотрите 47-42 находится вот коварный ход то есть не дает сразу идти как бы ну тогда можно сначала как бы дамкой убежать раз 15 убежать убежать убегаем этой дамкой идем второй получается граниндайк выигрывает у акция молодец граниндайк акции ну вот опять видите подарки вот давайте начнем с чего все началось вот просто в этой позиции никакой вообще проблем тут фактически нету ну я не знаю равная позиция и акция просто поменялся 29-24 тут вот 37-27 был самый простой план вообще не хуже развиваем фланг на равных ну а ца подарил очень важное очко вот так что чемпионат в принципе непредсказуемый тут все тут решают какие-то грубые ошибки потому что игре позиционно очень сложно у кого-то выиграть ну вот кстати то что мы и говорили да то есть получается смотрите граниндайк умничка очень быстро нашел тут просто идет танки просто 1923 даже пошел даже 1923 почему почему 1923 потому что смотрите я вам покажу не не тут вот вот на 1924 с 1924 то тут еще какая-то жертва есть 25-20 и ловля ну и тут как-то вот непонятно поэтому чтобы даже этого не давать он пошел вообще не 1924 а 1923 сейчас он пошел просто 1923 ну кстати тут уже говорят надо было 3227 ходить в любом случае тут очень ну как бы преимущество огромное и отмечаем значит что граниндайк похоже выигрывает так что по шашкам по румно шашек ну давайте значит уже сейчас уже никому это не интересно давайте еще раз вот эту последнюю позицию посмотрим так значит что произошло 1923 339 поймали и пошли 25 раз здесь так что тут ну давайте так на скидку 2722 2722 2722 2722 так или как там это было ну хорошо 2722 но надо идти в танки когда-нибудь 2933 а нельзя же до нас и нас сходить нельзя даже из-за такого получается получается не надо как-то что делать ну допустим как будто предлагает 2520 но я пока что не понимаю смысла ну я вижу вот 3227 допустим сюда 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 а вот можно отдать две шашки говорят а вот можно отдать две шашки говорят и одну отдать и пойти 38 и все короче получается что похоже ян выехал но давайте еще последний вариант вернемся уже вернемся уже вот тут если говорят пойти 30 так Даша давай тогда подключайся раз ты здесь Даша пишет что она уже вернулась ты можешь подключиться к разговору да я могу подключиться Ваня но у меня тут самолеты поэтому ну ничего Даша короче пока тебя не было что это за партия вот так пока тебя не было Гранендайк обыграл я аце фактически давай покажу как это все было ну или давай тут покажу в общем смотри как все было было все ты помнишь давай я тут чуть отмотаю Гранендайк вот эту позицию да ты помнишь там 33 вот тут бегущий человек ушел на обед и мы долго смотрели смотри что было дальше 14-19 пошел Ян вот тут вот компьютер говорил можно 30-24 было поменяться но акция пошел тоже нормально и вот тут просто говорят можно было 30-27 просто меняться и равная позиция а акция поменялся вперед все таки и тут смотри ошарашил Ян его и эта позиция безнадежная оказывается для 2 лишних шашки у белых 2 лишних но просто шашка 14 идет в дамке вот так вот и мы даже позволяем поймать свою дамку никаких шансов как бы тут нету ну вот белые получили вот эту вот слабость на своем длинном фланге и так с ней остались ну а не они сейчас ее разобьют ты сейчас ее видишь так я вот смотри ну да то есть шашку уже не задержать не задержать эту шашку она просто идет в дамке я отметил что даже тут Ян правильно пошел на 23 потому что если пошел на 24 можно отдать 25-20 и поймать поэтому он не дал такой возможности но вот эту позицию я вот продвигал на компьютере в общем похоже что выигрыш белые скорее тоже пройдут в дамке просто с жертвами и ну посмотрим реализуют или нет смотри даже белые даже не проходят дамки почему потому что нельзя ходить на 17 мы просто нападаем а если допустим пойти допустим на 27 как-то мы идем ну да сначала на 17 мы успеваем смотри отдаем успеваем отдать просто эту шашку и 3.8 выходим и ставим на 50 ну и выигрываем ну да даже без шансов без шансов даже наверное что ну вот единственное что тут давай еще знаешь что допустим вот 32-28 какой-то ход просто продвигаем так что дальше ну это очень плохо потому что дальше мы просто можем даже наверное просто пойти в дамки а ну да мы просто идем в дамки надо 12 50 ну нужно посмотреть там насколько это просто но 50 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 51 Counting 51 50 51 51 51 22 Tiffany rod 42 滯 52 43 71 Такая связка, в общем, мы вот с этими двумя шашками и дамкой держим те. Ну, это не очевидно, это как бы не самый лучший вариант для выигрыша в той позиции, там надо поискать что-то получше. У нас тут оценка компьютера минус 400, это фактически без перспективы полная. Ну, вот акция, как говорил Юра, переживай за акцию, Юр, можешь уже не переживать за него. Потому что, ну, с такой игрой, даже если там было бы полкомплекта доброжелателей в него, ну, как бы... Так, Венисиус Дамир пишет Нальс. Венисиус, приветствуем, это мега-звезда по бразильским шашкам. Особенно в интернете, один из немногих игроков, кто играет много в интернете, тренируется так, в принципе, очень логично. Так, ну, давайте, Даш, ты вернулась, я просто боялся без тебя смотреть. Так, Слумп, что тут борется? Ну, тут сложно так сказать, давай сначала пойдем. Так, Георгиев, я показывал, вот он в клинч вошел, давай, Даш, тебе специально еще покажу. Вот, когда там вышли из дебюта, да, вот этим разменом. И вот Георгиев быстренько тут уже опять на борьбу пошел. И мы ждем опять человечков. Так, а вот Шварцман, уже интересно тут, что происходит. Я что-то не пойму. Как белые могли пойти 36-31, если им надо было бить? Ты можешь понять это, Даша? Загадка тебе. Я пока отлучусь, а ты расскажи зрителям, как такое могло получиться? Ну, Ваня, ты меня поставил в тупик. Нужно хотя бы несколько ходов вернуть обратно. Ну, Варюшу, давай. Вот тебе несколько ходов, смотри. Ну, видишь, тут просто что-то не побилось в итоге. Мы попали, и Семенюк решил, ну, у вас отклониться от правил. По вашим правилам. И, кстати, смотри, он же ловит на 22-28. И сейчас Шварцман решит одно отдать и три победанки. Семенюк сначала побьет на 19. Сначала да. И потом заберет четыре. Какой коварный этот Семенюк. Смотри, какое лицо, честно. Ну, короче, друзья, как вы понимаете, мы не можем тут про ничего прокомментировать. Мы только умеем по правилам играть. Ну, давайте еще раз сначала. Я тут тоже позволю себе, как говорит, называет Шварцманом Иванов Батькович. Вот Батькович я позволю себе повернуть к нам лицом, так сказать. Так, смотрим. Ну, кстати, тут, а, тут, кстати, интересная партия. Давай мы тогда ее скопируем сюда. Там было не стандартное. Так, секундочку. Так. Так, а что Чижов? А Чижова, кстати, позиция уже продвинулась и тоже очень интересная позиция. Чижов умеет такие позиции играть очень хорошо. Тут мы ждем тоже боевая позиция. Я так понимаю, Даш, как там по времени уже там, наверное, какие-то цейтноты могут быть у игроков. Так, смотрим. Но по времени вот тут цейтнотов, в принципе, не бывает. Они же с накоплением играют. Не бывает. И, в принципе, здесь еще эту позицию, может, давай уберем и посмотрим, что у них на самом деле в доске происходит. Сейчас, давай я сейчас хочу... Единственная интересная партия. Так, Шварцман, я хочу посмотреть, значит, давай еще раз. Шварцман играл черными. Давай посмотрим, значит, дебют. Ходим, 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 ходим. Полурогатка. Ходим, ходим. А, вот я помнишь, я тебе говорил, что тут 50-45 и нельзя 9-13 из-за размена 29-23. Ну, как-то мне казалось, не пойдет так Шварцман 9-13. Нет, он пошел. Ну, давай сейчас посмотрим, что же на разуме 29-23 было бы. Ну, побери, например, сюда. Почему Шварцман не побоялся на это идти? Как тут раз с этим длинным вангом, что делать? Он же не развивается так просто? Я вот тут... Я не понял, как тут за черных играть. Так, просто как считаете, сможет ли... Кто у него соперник? Кто у него соперник? У него Семенюк. Вот эта партия Семенюк-Шварцман. Вот она тут. Ну, это значит, что он сыграл с идеей на то, что Семенюк не знает, как им воспользоваться просто. Ну, подожди, ну а если бы он поменялся все-таки? Ну, это же надо еще реализовать, надо же что-то с этим сделать, надо же знать, как сделать. То есть там есть куча всяких там, как бы, ну, нестыковок, да, где не получается воспользоваться. А как, что ты будешь делать с этой группой шашек? То есть мы ходим 19-23. 19-23 и теперь начнется, ну, идея... Конечно, белый-черный, я думал, белый зафиксирует так, да? Но тут есть... Может быть даже не это. Да, или так, но в любом случае вторжение там грозит. Либо так, либо как-то по-другому сразу шашку 16 выводить, не трогая 19. Ну, хорошо, а если я 19-23, если я 43-4, все равно нельзя 20-24 выводить из-за комбинации, которая до сих пор еще работает. То есть если я 44 пойду, то что, как тут, что? Тоже вторжение туда, да? Ну, как-то я не пойму вообще, как из вас он... Ну, просто играли бы. Так, спрашиваю, Даша, сможет ли Чижов войти еще в тройку? Влад Харахурсах, наш постоянный зритель, болеет за Чижова. Что ты скажешь, Даша? Ну, теоретически это еще возможно, полу-турнира впереди. У него там в конце еще пара относительно слабых игроков. Ну, в принципе, как? Вот по Чижову, что у него из упущений? Только проигрыш Георгиеву один минус, и второй минус – это вот невыгранная партия первого тура. А все остальное он, в принципе, ну, плюс-минус закономерно играет, поэтому... Ну, две партии оступился. Ну, по двум этих партям уже можно сделать вывод, что он в какой-то непонятной форме все-таки, поэтому... Речь же не о первом месте, тем более о тройке, но как будут финишировать, от этого все зависит. Не знаю, я думаю, тяжело будет. Если, конечно, он заиграет, как в молодые годы, он может и чемпионом стать. Конечно, придется обыграть, там, условно, Шварцем на Ивал на риса для этого, и всех африканцев. Ну, с такой игрой, я не знаю. Тут, конечно, надо смотреть. Если он будет продолжать такую игру показывать, то надо будет, скорее всего, вам искать нового фаворита, за кого болеть. Я всегда тоже... Чижок был мой любимый игрок. Как бы такой... Последний революционер в его времени. Так... Ну, я, в общем, категорически не понимаю, как тут Шварцман собирался. Значит, еще раз, значит, был вот этот ход, 9-13, он пошел 29-23. Можно было разменяться, побить сюда. Я что-то вообще не могу понять. Даша, ну объясни мне, давай, я компьютер спрошу, что... Компьютер может быть не очень, но компьютер говорит, просто ходит 12-18, пока и не парится. Ну, я этот фланг не понимаю. Я... Я бы тоже сначала не спешила с 19-23. Может быть, человечки как-то сфотографировали, не тот бланк? Ну... Ну, хорошо, ладно. Давайте, да, я... Оставляю. На что вот... Я не понял. Может быть, перестановка была. Может быть, сначала 44-24, потом 50-24. Ну, вообще, логично. Семенюк пошел 50-45, чтобы на 9-13 именно этот размен провести. Я не знаю, почему. Может, Юра, если он нас смотрит, расскажет, или кто-то мне может рассказать. Мне кажется, вот здесь 33 было очень перспективно. Ну, а Семенюк, в общем, пошел 43-4. Вот на этом пока с этим вариантом закончим. И 4-9. Сразу же пошел Шварцман. Так, и вот тут Семенюк... Почему-то он 42-38 не пошел, а пошел 44-40. И смотри, да, что Шварцман сделал. Он пошел 19-24. Ну, очень логично и закономерно. Так, теперь 34-30 не захотел. Семенюк... Ну, поменяться... Тут, наверное, меняться надо просто назад. Ну, он так и поменялся, да. 31-26. Так, а что, если, значит, допустим, 34-31 просто напасть, тогда что? Когда мы, если нас 21 уже как бы выиграем шашку, да, там мы два раза прям побить, там, допустим, бой, бой, куда-нибудь побили и бой, да. То есть, Семенюк не захотел на это идти, и он просто, получается, поменялся назад. 31-26 тут начал отступать. Шварцман опять наступил. Значит, нельзя... Ну, выразим 228, нельзя, конечно, 49-44. Из-за такой вот комбинации. Ну, да, скорее всего, нельзя, потому что если мы закроемся, сейчас уже 16-1 есть. Там по-другому, наверное, лучше, если 14-19 просто пойти. Лучше, да. И подождать. Так, значит... Значит, Семенюк напал, в общем, тут... Я хотел показать, что нельзя еще 37-32. И за 14-19. И так. И... Ой, секундочку. Вот, и шашка 20 гибнет тоже. Тогда же, как ты говоришь, лучше нас на... А, можно еще... И тут... Тоже так. Тоже самое идея, да? Да, тоже гарантированно. В общем, Семенюк и Семенника единственных по 34-30, он тут вынужден был напасть. Ну, и Шварцман 11-17. Так, ну, сейчас мы посмотрим по темпам, что получилось. 16-16. Бой-бой. Так и по темпам у нас 6 плюс 6 темпов у черных. То есть то, что надо Александру, то есть устойчивый темповой перевес. Ну, и... Ага, вот Семенюк тут... А, переждал Шварцман. Смотри, какой хитрец. Кстати, вот Семенюк опять, да? Вот мне он остоглеточное чутье не проявил. Сейчас объясню, в чем идея. Тут он мог 35-30 включить. 35-30 мог включить он тут. Как раз именно для того, чтобы иметь запасных ходов больше. Вот два хода сделать. И переждать черных, чтобы заставить черных высказаться. Но, видите, это уже такой остоглеточный нюанс, он как-то не вник. И Шварцман сразу же зафиксировал его. То есть вот в этой позиции можно было 35-30 пойти. Хотя, как бы, ход позиционно кажется не очень хорошим. Но почему его надо было делать? Потому что вот как раз тут вот уже, когда зафиксировали 14-20, не даем 35-30 и приходится белым высказываться. Ну и 7-20 пришел 32-27. По-простому, Шварцман уже взял свою полурогатку. Так, ну и смотрим, что тут еще было. Ага, 8-13. И требуем 17-21. Ну, я не знаю. Ну, высказываться это не всегда плохо. Особенно, если есть что сказать. В принципе, позиция как-то выровнялась. Вот это я бы не нападала здесь. Конечно, зачем? Что это еще такое? Там просто, наверное, как-то не было хороших ходов, что ли. Ну, хочется, конечно, сыграть 38-32 или 42-37. Пока нельзя. Вот он, может быть, поэтому и напал. Глази 2-28, да, нельзя 38-32. Да, если бы... Если бы можно было просто вот эти колоночки построить, было бы просто нормальная позиция у белых. Напал 34-33, Шварцман пошел 3-8. Ну и, как мы знаем, он, скорее всего, пробил 24 все-таки. А, нет, точнее, как там. Это... Ну, видите, да, Эдалон автоматически бьет. А эти люди говорят, что 36-31 был ход. Ну, конечно, нет. Вот такая позиция. За большой долей вероятностью на доске была. Так, ну что, тут уже вообще плюс 9 темпов пишет у черных. И Шварцман тут очень хорошо умеет играть. Семенюк, конечно, тоже может что-то посчитать. Ну, не знаю. Тут, я думаю, шансы на победу большие у Шварцмана. Ну, как же. Ну, у них центра нет практически. У них центр очень рыхленький. То есть, в принципе, белые надежно стоят в центре. Не знаю, а как выигрывать? Давай посмотрим, что тут еще было. Ну, просто вот видишь, вот это вот уже творчество начинается. 49-44. Вот это, конечно, ни к чему. Я не знаю, там что, не было других ходов? Ну, давай, Эдалон, я тут уже не будем сейчас. Посмотрим. Посмотрим, чтобы быстрее другим партиям уделить внимание. Давай, сейчас я вернусь чуть-чуть. Так, вот мы видели такое. Все-таки разобрались они, да, в этой позиции. Все-таки не ходил 36-31 Семенюк. А, может, и пошел. Нашлась, он попросил его побить все-таки. И 39-34. Так. 9-13. Тут еще все время будет теперь 13-19 у Розы и Клещей. 41-37. 7-11. 49-44. Ну, в принципе, ну, не знаю, конечно. 49-44 ход неочевидный. Ну, Шварцману сейчас надо куда-то пойти. Ну, 11-17 здесь ход. Так, смотрим у Георгиева, что происходит. Что еще отматываем назад. Значит, вот, как я говорил, вот этот клинч пошел Александр Георгиев. А, Николай сразу же поменялся на 22. Теперь 35-33. Отдать там три побить. Когда-нибудь может сказаться. Ну, давайте посмотрим. Значит, Александр, сюда, сюда. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Ну, если у Белых будет все время какая-то возможность нормального развития, то, в принципе, нормально. Потому, может быть, опасность в том, что у Белых просто могут хорошие ходы кончиться в какой-то момент. Просто некуда ходить будет особо. Мне тоже как-то опасно, кажется. Ну, опять же, где-то зависит все от того, смогут ли черные все предусмотреть, против всех ходов сделать какие-то идеи, приготовить. Если да, то тогда с большими шансами за черных, конечно. Потому что вот этот Олимпик, он же, ну, как бы у Белых вроде как бы есть, но он же не работает. То есть туда особо не подойти. Плюс шашка 22, это всегда опасно. Нужно, учитывая то, что ходов как бы на другом фанге особо нет. Мне кажется, надо будет 33-29 как-то меняться Николаю. Вот, не знаю там куда он пойдет, назад или вперед. А Александр пока будет шашку 1 на 16 переводить и ждать, пока вот этого размена не произойдет. Ну, как-то вот интересно, в общем, происходит. Так, давайте посмотрим, что еще тут. Так, Чижова мы не смотрели. Ну, давай вот еще раз, значит, сначала опять. Ну, давайте посмотрим, значит, вот. Келлера мы показывали, дебют даже там показывали, какие партии были сыграны. Вот, в такой интерпретации с ходом 7-11 Чижов. Вот, я говорил, что как-то, понимаешь, мы смотрели 23-29 нападали сразу как-то. И потом эта шашка с 7 может выходить в центр. А Чижов, он все-таки решил вот так перестроиться сначала. И теперь напал. А, смотри-ка, а Зиндорн что учудил? Он так подменялся? Ну, по-моему, это обычный стандартный прием в этих позициях. То есть, а что здесь такого? Я вот просто не могу понять, а почему 35-30 уже ходили? Может быть, тут в чем-то есть нюанс? Ну, так делают, не знаю. Я уже привык к этим ходам. Может быть, смысл Чижова как раз в 7-11, чтобы вот если 35-30 тут что-то, может быть, какое-то вторжение 32 там, тактика. Ну, непонятно, что, ну ладно, а Зиндорн вот... Ну, идея в том, что мы же шашки на тот фланг переводим, белые. То есть, не убираем их оттуда, а переводим наоборот. Не, идея знаешь в чем? Что мы вышли из-под связки. У нас же так вот... И вышли из-под связки, да. Мы как бы 33-30 раз 9 шашку эту убрали, она нам не нравилась. Хорошо. Это может быть какая-то новинка ядреная? Ну, да, но новинка в том, что белые здесь должны играть на вон том, другом фланге, и там типа прорываться. А вот этот вот... Вот эту конструкцию, огромную конструкцию у черных, ее лучше оставить. А свои шашки лучше развить. Оставить как можно меньше белых там. Ну, хорошо, давай начнем. Чижов тут смотри, как кардинально решает вопрос. Дело в том, что на эту шашку теперь не особо нападешь, потому что мы можем на это напасть. Ну, конечно, мы там сейчас из-за 2-3-3-8 можем и так. Давай, наверное, я сейчас все-таки загружу эту интересную партию. Так. Давай, пускай пока она идет. Сюда загружаем. И смотрим. Значит... Так, только что дебют я показал. Значит, вот 3-4-30. Размен бой-бой. Давай повернем доску, наверное, чтобы было так же, как там. Так, бой-бой. Значит, смотрели мы еще раз. Значит, база партии. Сейчас еще раз посмотрим. Интересный дебют. Так, нет, пока нам это не надо. Значит, смотрим. В этой позиции 19-23. Все почти ходят. Все правильно. Отошли. И вот тут 23-29. Но было и 5 партий, 11-16. И тогда ходят по-разному. 37-31, допустим, да? Вот эта позиция. Давай я это сейчас проверю по базе. Таких было всего 2 партии. Ну, в общем... Я, честно говоря, не понял, почему 11-16 сначала. Потому что после 37-31 уже, видимо, 7-11 приходится. Ну, хорошо. 7-11, допустим. 45-40 и 23-29. А вот эта позиция сколько раз встречалась? А, ну, в принципе... Так, смотрим. Вот в далеких годах. 4 раза. Главное, сейчас я посмотрю. И 24-20... Кстати, так тоже ходили. Три раза из этих четырех 24-20 ходили. Так. И вот тут 28-32 никто не ходил. Таких партий было 5. Ходили либо 9-14, либо 18-23. То есть, Чироха 28-32 это новинку применил. Да, Даш, получается. Ну, давай я компьютер на секундочку включу. Посмотрим, что он говорит. Он говорит... Ну, может быть, новинка, но она же безопасная. То есть... Компьютер говорит... Просто же напасть нельзя на эту шашку. Серьезное преимущество. Потому что будет 25-30. Компьютер говорит серьезное преимущество у белых. Так как компьютер все это видит. Какие-то варианты видно. Там предусматривает, как можно шашку выиграть. Ну, давайте посмотрим. Ну, ты посмотри, какая уже позиция случилась. Ну, конечно, у черных чуть-чуть опасненько. Я хочу сказать одно. Смотри, вот эту партию. Безусловно, вот эту позицию. Давайте посмотрим, что за партия. То есть... Я думаю, Чиржов знал, как бы, эту позицию. Ну, как бы, знал, в общем, все партии. Ну, вот, в принципе, и тот ключевой момент, где сейчас может, в принципе, определиться. Вот Чиржов все-таки решил побороться, очевидно, за какое-то хорошее место в этом турнире. То есть довольно остро, агрессивно играет. Вот даже с какой-то... Ну, с какой-то долей риска. То есть, в принципе, компьютер же хвалит позицию белых здесь. Но, если у него получится вот в таких моментах переводить в преимущество позиции, как бы, получать лучше и выигрывать, то, значит, он, как бы, сможет что-то хорошее занять. Если нет уже, ну, что ж поделаешь. Если уж совсем не везет. Ну, конечно. Я напомню, что Чиржов, по-моему, является десятикратным чемпионом мира, а Георгиев только девятикратный. То есть это самые титулованные игроки. Конечно, мы ждем, что он соберется и покажется. Ну, мне кажется, что, возможно, даже это какая-то заготовка была. Мы тут не можем сказать, кто сколько времени потратил. Ну, в общем, смотрим, что дальше было. 44, 9, 14, 34, 30. Ну, логично, все. Давай еще, на всякий случай, вот эту, может, какой-то перестановкой. Вот такая-то была, видишь, партия, ну, какой-то древний год, неизвестные игроки. Так, хорошо. 22, 27. Чиржов спокойненько выводится. Так, теперь у меня вопрос, значит, ну, нападение что будет? А, нападение мы можем там напасть, на 14, 20, да? Понятно. Нападение мы можем на 14, 20 напасть. Ну, хорошо. Тогда, значит, 36, 31 и 16, 21. Кстати, смотри, как это. Действительно похоже на какую-то заготовку. То есть, смотри, нельзя же выиграть шашку из-за того, что мы тут нападем. Так, ну, хорошо. Ну, Ваня, это называет, это всего-навсего называется косвенная защита. И, в принципе, в подобных позициях, как бы, ну, только это и используется. Что же делать? А если такой вопрос? Иногда без исходности. Ну, а если я пойду, допустим, 325, защищусь от косвенной защиты, то как туда потом? Я вот хочу сейчас выиграть шашку. А, тогда размен такой будет. Угу. Ну, все. Ну, у черных лучше, приятнее, конечно. Конечно, и четыре темпа. А, нет, у белых, наверное, плюс четыре за счет портовой, но это не считается. Ну, у белых фланга нет вот этого вот. Все шашки. Ну, смотри, Азигор, но это не тот, кто идет на такие размены, он пошел 43, 39. То есть, Чижов тоже правильно выбрал оппонента, то есть, не будет никогда упрощать. Ну, теперь 611. Так. Ну, проблема в чем? Смотрите, я вам скажу. Ну, чтобы напасть на эту шашку, вот на эту шашку, 32, надо все-таки занять поле 43, логично. То есть, надо занять поле 43. И тогда, но все равно, когда нападешь, ну, допустим, как там, я не знаю, пойду. Ну, нет проблем, на самом деле, у черных, потому что у них всегда остается эта косвенная защита. Да, да. А, кстати, смотри, тут-то уже и нет этой защиты, Даша, смотри. Почему? Ну, есть же два, такой ход. Угу. Ну, да. Поэтому иначе не надо. Значит, 17 не нужно. Не нужно 17, надо, наверное, 16, да. Да. У меня там исключение. Ну, вот. А когда все-таки теперь искусственная защита есть? А если ее не будет, то будет размен. В общем, сверх интересная партия. Но я хочу сказать только одно, что я все-таки надеюсь, что Чижов заготовил это, потому что, ну, за доской решится на такое вторжение, когда он знает, что были партии Градеев 14, можно спокойно ходить. Ну, тяжело, короче, решится. Так, есть ощущение, что Чижов готовил эту позицию дома. Ну, вот. Я тоже на это надеюсь. Хотя... Ну, мне бы было проще решиться на эту позицию за черных, чем за белых окружать вот здесь. Ну, не знаю, не знаю. В общем, каждый и можно и за черных, и за белых. В общем, и Азиандор тоже, думаю, доволен. Хотя я хочу сказать, что, что, может быть, мы переоцениваем, конечно, вот старшее поколение по их работе вне доски. Особенно сейчас. Почему? Потому что, как бы, это на их, скажем, финансовом благосостоянии не очень сказывается, практически очень не сказывается. И тут уже все зависит от того, насколько человек просто профессионал и насколько хочется. Ну, мы, допустим, знаем, Дашу Шварценов вообще там особо не готовился к матчу. И Георгиев не используется там турбодомбейзом и вообще. В общем, поэтому не знаю, что там. Ну, Чижов, я не знаю, как бы вообще ничего про него, как он готовится. Так, Даш, давай, знаешь, я обновлю сейчас попробую. Может быть, человечки добежали просто нам не показывать. Чижов готовится, он тренирует китайцев. Ну, для этого не надо 86-й. Когда сам учит. Когда сам учит. Чего-то тоже новенького узнает. Так, ну, интересно, в общем, позиция будет. Ну, Чижов, конечно, тоже не вопыт колоссальных таких позиций, хотя это чуть не стандартно. Давай посмотрим, что тут. Пан Эмин, ну, тут бы уже пора бы заслать какого-то специального агента, посмотреть уже 40-35. Вот это, ну, конечно, поражает этот китайец, если бы он научился так быстро играть, хорошо. Ну, видишь, сохраняет интригу. Так, Даша, что тут, подожди. А вот, посмотри, что у Ации. Ации, давай быстренько отмотаем, вот тут где мы видели. Так, я тут, наверное, да, все правильно. Значит, вот, поймали дамку, как мы помним. И пошел в дамку. Ну, интересно, Яншепель. Пошел 32-8, не ходил 27-2, посчитал Ации. Хорошо. Ну, в принципе, это мы смотрели так, ну, вот. Ага, вот мы смотрели, что можно просто идти в дамки, помнишь? Ну, как вариант, да. И тогда тоже, в принципе, тоже непонятно. Давай посмотрим, как они сделали. Давай посмотрим. 3-8, сюда, 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 сюда. Ну, как-то мне все-таки то, что мы смотрели, мне кажется, более респективно выглядело. Мне кажется тоже. Давай сейчас мы... Ну, ладно, давай. Ну, пойди, как здесь было? Ну, давай. Давай посмотрим. 25-20. Как бы напасть нельзя, да? Хотим одну отдать, побить. Отдал и пошел. Ну, что-то Ян тут, мне кажется, очень плохо сыграл, что он на эту же дамку свою закрыл в итоге. Ну, подожди, если сейчас мы просто пойдем с нас засадим, то что делать? Он, конечно, выигрывал такие айншпили с Шейбаковым. Ну, похожие там, с перспективные айншпили. Сейчас давай-ка мы, знаешь, что сделаем. Тут есть такая вот опция. Можно отмотать партии назад. Ну, включи просто эту финальную позицию. Мы сейчас посмотрим быстренько, что там. А, мне надо завязывать, получится опять. А, не вот. Значит, вот так вот можно было, да, Яночку сделать. Где-то все это срочно. Нет, это не то. Вот это вот, это то. Давай посмотрим, вот. Так, вот тут вот он пошел 3.8. Ну, нормально, только там на 18 чашка. На 18. Хорошо, но продвигай, тут же тоже приму. Какая разница? Давай посмотрим этот айншпили. Какие-то советуют все-таки на 44 ходить. А Янчик пошел 3.8. Даш, ну чего ж я его называю Янчиком? Нет, ну хорошо, тоже. Давай дальше. Ну, вот то, что они сыграли там, в принципе, очевидные ходы. 11. Так, 44.50. Ну, Сарико, уже не так нравится компьютерка 100 вариант. Туда оценка всего 135, а там было уже там за 200. Как мы напали, ушли. Нет, нет, не так. В 25.20. Не напал он, да? Не напал, пошел на 25.20. Так, и такая позиция сейчас стоит у них? Не, не такая. Нет, теперь они жертвуют. Нет, на под... 50.11. Надо правильно ходить. И 18.12. Все правильно. Вот так вот и было. Пожалуйста, на 15. И говорит, надо... И Эдеон говорит, надо только 47.42. А 20.15 видно уже совсем плохо. И за... На 2 просто напали и говорит, выигрыш. А, так подожди, так можно же, наверное, сейчас 4.9 просто. Да, 4.9 на большую дорогу, бьем на 27 и потом просто держим. Ну, все. 4.9, давай посмотрим. Так, что я не поняла. 19. Ну, считай, это 19, бой-бой на 27, все. И все, да? Ну, да. Ну, все. Или так, или как-нибудь. Не важно. А, ну, просто можно дамкой ходить туда, сюда. Ну, например, сюда пошли. И получается форсированный вариант. Ну, все, окей, уже результат. И это кто? Это Аци проиграл там? Аци проиграл, да. Ну, вот, ему помогали, помогали всей Африкой. И он сразу же, сразу же не африканцу проиграл. Ну, о чем я и говорил, как бы. Ну, подожди, а Ян не нашел этого. Он пошел 17-21. Ну, мне кажется, так тоже. Ну, правда, конечно, это не форсированный вариант. А он пошел 17-21. Там же просто еще одна жертва будет, шашки, очевидно. То есть, в дамке же просто так не пройдешь. 17-21 пошел. Ну, хорошо, а что? Ну, посмотрим, что мы это. Пять единиц. Ну, это должно быть выиграно в любом случае. Потому что сейчас одну шашку еще нужно отдавать. Компьютер предлагает. Ну, как бы ему. На 13, наверное, идти. 47-41 какой-то ход считает сильнейшим. Здесь? Нет, тут уже он заглючил. Вон, тут какой-то вариант с хрустом строк одинный. Жертва 4-10 и 11-17. Что-то компьютер иногда не то пишет. Ну, хорошо, давай мы это своим мозгом. Ну, смотри, на 14 нельзя, да? Логично. Так что, 14 идти нельзя. Надо показать зрителям, что мы стандартно нападаем. И тут ловим. И выигрываем. Значит, 17-1. Ну, куда? Если на 13, то что? Ну, надо напасть на 2. Да? Ну, отдаем. Ну, да. Отдаем. Идем. Ну, вот тут может какие-то надежды. Хотя, подожди, какие надежды? Может 21-27 тут можно? Выигрыш все. Компьютер пишет выигрыш. Нельзя никуда ставить дамку. Ну, сюда тоже нельзя. Я покажу только. Из-за такого. В общем, тут выигрыш как ни крути. В общем, так, а что тут вот эти наши бойцы? Дядя Азендорна по лесам Гуна. Такое сказать. Ну, а что, таким дядей можно гордиться, да, Даша? Так что, я думаю, Азендор не обидится. Главное, чтобы Гуна не обиделся на меня. Азендорна как-то не так страшно. Так, смотрим. Ну, наверное, похуже у этого Бурлиса на Гуна. Какая-то классика с переразвитием. Или тут вообще шашек поровну хотя бы? Поровну. Так, смотри, вот Азендорна. Слишком у белых уже все готово и выстроено. Они сейчас... Смотри, что Ян зачудил. Смотри, что Ян зачудил. Посчитал, что ли? Сделал все так, как мы хотели, только словил вот так. Нет. Ну, это что? Подожди. Это что вообще такое? Он что, действительно это насчитал? Тут же я не вижу выигрышей. Ну, это форсировано было, смотри. То есть, он, получается, в этот момент, я прогрел 21-27. А он... Не, подожди, не в этот. Что произошло вообще? Покажи мне эту позицию. Я не понял, как это получилось. Подожди. Видимо, он решил... Ну что, тут нет выигрыша уже. Ой, подожди. Ага. Или есть? Он пошел сюда, он не стал нападать. Он пошел... А, он сюда напал. Так. И почему нельзя... А что там происходит? Погоди. А, мой Влад. Смотри, нельзя отходить. То есть, в этой позиции... Давай еще раз. Когда идем на 13, он пошел на 28, этот хитрец. Не, не в этой позиции. Что-то я вообще уже... Погоди. Вась, покажи позицию. Что там вообще пошло? А, нет, вот. Я понял. Смотри, вот. Он... Вот в этой позиции, как он напал сюда. Видишь? И нельзя отходить... Там просто позиция 2 на 2, что ли, получается? Да. Нельзя отходить, смотри, из-за того, что мы ходим сюда и меняем эту шашку. И выигрываем. Видишь? Вот так получается. Ну, зачем так все сложно? Я не понимаю. Ну, он как бы любит еще острые ощущения получить. В общем, так. Получается, нельзя отходить. Значит, напал на 22. Тот отдал... Как бы форсировано, как бы компьютер. Но почему-то компьютер такого не предложил. Теперь он напал сюда. Нельзя, конечно, ставить... Я бы тоже такого не предложила. И вот он теперь ловит дамку. И что? Сейчас мы спросим у компьютера, выигрыш ли это? Да, выигрыш. Везде выигрыш. Вот такая позиция. Можете запомнить, детки, эта позиция 2 на 2 выиграна. Ну, давай, какой-то вариант. Ну, там не это, там... Подожди, там же не это. Там вроде назад нужно бить. А как это выиграно? Я на 42 хожу. 47-42, но я 26-31. 46-41 нельзя, я просто сюда напал, напал. Ну, нельзя там. А сюда я просто иду в дамки. А, ну, всё, да, тогда да. И так вы... Так, подожди, а если... Ну, так похоже, даже если назад бить, тоже какая-то сходка. И тоже на выигрыш похоже. Ну, да, 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 именно пойти так. Ну, если меняемся, тоже будет правило четвертой горизонтали. Если ходят черные, то выигрыш, если белые, то... Ну, да, это... Проверим. Какой хитрец. Так, а тут вот дядя Айзенберна смотри, что куда-то вторгается. Айзенберна будет сангуном. Ладно, я шучу. Это... В общем, этот... Ну, так, смотри, да, всё верно, но... Здесь черные неправильно сыграли. Они же должны были эту связку, группировку держать и пойти 10-14, например, не давая этого выхода. То есть это не точно из-за черных сыграно. В этой позиции для того, чтобы сдерживать как-то, нужно обязательно колонку построить 10-14. Иначе что, если мы выйдем куда-то там? Ну, да. Ну, непонятно. На что они надеются вообще? Ну, ладно, тут партия не столь важная, чтобы мы... Сейчас Гранендайк и решит посчитать, что будет если побить назад ещё. Насколько там у него преимущества? Нет, шучу я, конечно. Но я посчитала, что там тоже сходка в его пользу. Ничего себе, Даша, какой-то мощный счётчик. Так, а что тут у... Не получается там за разные удары. Так, ну, самое давайте интересное, что Валнерис тут пока неизвестно. Самк неизвестно, Чижов неизвестно. Всё тут застыло. Так, что это такое? Где? Так, как? Что произошло? Тут какие-то люди бегают. Так, смотри на что. Вот так. Сюда. 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 И вот сюда. И Георгиев проводит комбинацию. Ну, давай... Ну, я ещё не вижу. Давай это. Я вижу. Смотри, вот так. Сейчас будет 24-30. Такая же. Потом как-нибудь 12-18. И потом сюда. Да. То есть Георгиев... Знаешь, вот что-то похожее я могла провести в партии с Флесиковской на Кубке в Риге. Тоже вот так вот через Дамки, но в другую сторону немножко. Вот. Ну, тоже у меня был вот такой момент. Я что-то не вижу темпа у Георгиева. Да. Если 24-30 сейчас... А, вот там уже перекрывать, значит, можно будет 25-20. Бой. Так. Бой. Так. Короче, Георгиев проводит комбинацию. Сейчас мы посмотрим её. Да. Пока непонятно, как будет. Не, ну я понял. Как бы механизм. Только неизвестно, что она даёт. Ну, Георгиев, видно, подсмотрел. Вот это у Граниндайка вот эта вот идея в лестнице. И решил, что надо не отпускать молодого в отрыв. Так. Смотрим. Так. Партия загружается. Загружается партия. Ну, пока не то смотрим. Давай мы её всё-таки в реальном времени посмотрим и увидим. Загружается. Я не скопировал что-то. Давай сейчас ещё раз. Даша, ну как мы посмотрим, если ты... Ну, я должен тебе показать, какая комбинация там, правильно? А там шашки я не могу двигать. Так. Ещё раз. Ну, давай. Давай. А, вот сюда он добавлен. Да, вот просто. О! И так, друзья, значит, вот опять, в общем, что-то тут... Какие хитрецы всё-таки эти вот стаклеточники подстраивают комбинации бедным, так сказать, полупрофессионалам. 48-43, значит, 13-18. Ну, давайте смотреть. Так, включаю ещё раз компьютер. Потому что я-то знаю. 24-23. Ну, давайте компьютер говорит, что тут на равных почти после комбинации. 24-30. Бой. Вот как тут лучше темп? 25-30. Не, уже компьютер не согласен, что на равных. Ну, теперь уже понятно, да? Как-то всё-таки, я не знаю, так и куда бьём? На 50. На... 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 И что это значит? Ну, это значит, что такое полувыгранное. Сейчас, подожди-ка, я хочу. Ну, наверное, за счет того, что все-таки еще слабый фланг у белых, то есть тут сейчас будут проходить вторые танки, или шашки будут отъедаться, непонятно, что там. Вот, а здесь петля, ну, время нужно, чтобы ее построить. Не так просто, наверное. Сейчас я хочу как-то... Можно было рассмотреть вариант. Ну, ладно, уже. Ну, давай примерный вариант. Значит, допустим, 37, 31. Только не спрашивай, у меня зачем 33. 30, 35. Компьютер такой вот вычуживает. 31, 27. Интересно, нельзя, наверное, ходить на ледку? Ну, в общем, нет. Этот вариант, я думаю, смотреть не стоит, потому что... Так ледя не строится. Нужно 32, 27, 38, 32 и так далее. В общем, видно тут, после комбинации, видно еще, видишь, проблема атаки 30, 35. Есть из-за хода в люпки последующего на 39. Здесь, как вариант, можно подойти на 11 и на 2 напасть. Да, то есть, и эта шашка, и 40 плохо стоит. В общем, тут, скорее всего, Георгиев должен дожать, если там со временем все нормально. Хотя, Гермаенов, я так понимаю, тоже в русские шашки, наверное, они в основные результаты, да, Даш, или нет? Ну, здесь не русские шашки, здесь нужно эти шпили понимать хорошо. Ну, считать тоже, ну, да, тут, кстати, да, тут, может быть, русские шашки не пригодятся. Так, значит, что тут пишут у нас? Про Чижова мы ответили, в общем, ну, вот, как раз партия, да, Даша правильно говорит, это одна из ключевых для Чижова. Если вот сейчас обыграет Азиндорна, скажем так, то, может быть, это придаст силу. Значит, смотрим опять. Вот, Александр пошел 24-30. Если так, Шварцман, тут пока тоже все по плану. Так, я не понял, только вот как тут было. 49-44, 20-26, ох, 43-39, ох, не знаю, не знаю, тут уже столько минус темпов, и Шварцман такой опасный. Ну, хотя, кстати, сейчас же 39-34 будет ход. В общем, ладно, посмотрим пока. Тут Георгиев проводит комбинацию, мы показали вам, какую комбинацию. Иван Трофимов тут спрятался, наверное, перестал писать партию, чтобы соперникам было сложнее готовиться, но и мы не можем посмотреть, к сожалению. Так, Алексей Чижов тоже неизвестно, Ваннерс неизвестно, САМП тоже неизвестно. Как-то сегодня, мне кажется, даже выходной, или сегодня суббота, правильно я понимаю? Наверное, у них в три раза меньше этих людей, которые... которые записывают партию. Смотри-ка, Грандейк побил назад. Он что, вообще издевается? Тут он решил, в общем, не только обыграть, но и унизить еще, наверное, я так понимаю. Или так проще всего, как бы так, сходка? Ну, я не знаю, вот, в принципе, он как-то играет очень рискованно. Если даже и там выигрыш. Ну, у меня насчитался выигрыш там тоже. Вот, но зачем так рисковать? Ну, кстати, тут вроде как 2 на 2 просто сходится, и все. Да, 2 на 2. И делом нужно жертвовать, а стоят они очень далеко до дамок. То есть, там без шансов. Ну, видишь, он как бы играет больше на публику, что ли, для зрителей, или как. То есть, взял как бы там с двумя лишними, можно сказать, взял все поменял, сделал 2 на 2. Ну, молодец, просчитал, да. Ну, это да. Ну, знаешь, вот, когда футболист какой-то берет игру излишне на себя, там, бьет куда-то в надежде попасть в девятку, чтобы его взяли в более хороший клуб, чтобы его взяли, да, какой-то элитный клуб и, да, зарплата была больше. Это как бы, ну, можно понять. Он, то есть, в ущерб команде, но зато на себя. Ну, а храним дальше чего добивается? Может, он невесту как-то хочет так привлечь себе? Или в чем его, ну, смысл? Так, давай вот эту партию посмотрим. Тут смотри вообще, что происходит. Какая-то жесть. Сейчас еще этот Ахмед Санова обыграет с лумпа, да, или с ламп, или вот как, правильно. Давай, Даша, сначала посмотрим. Вот Ахмед, я даже буду за Ахмеда смотреть. Так, Ахмед. Непонятный какой-то ход для меня 20-25 пока. Ну, не даем как бы 2-2-1-2 поменяться. Ну, может быть, не тот случай. Так, 18-22, размен. Так, это же мы смотрели. Тут вот размен 3 на 3. Так, Ахмед. Ахмед, смотри, просто играет в центр. 3-4-3, кстати, какой-то размен тоже. Ну, хорошо, 16-1. Как говорит Даша, в таких случаях, чине ход, да, Даша? 16-1. Я что-то не помню. Я уже не помню. Не помнишь так? Ну, можно же 37-32 все равно поменяться? А, нет, смотри, какой коварный. Я же должен бы тоже показать. Какие они коварные, если такие, эти участники чемпионата. Сейчас я покажу этот тоже вариант. Так, смотрим тогда сюда. Это какой был ход, там, какой-то ход, да? Ну, давай. Смотрите, что уже было тут. Дальше. Вот, значит, разменялись, разменялись. Смотри, в чем прикол? Я думал, что 37-32 же можно поменяться. И на 21-26 опять поменяться. В принципе, нормально, да? Но тут, что оказывается, если поменяться, то есть нападение 18-22, вот такое интересное. И нельзя закрываться. Видишь, Даша, почему? Нет, я еще пока не успела увидеть. 22-27 назад. Но это... Вот, получается... Ну, как-то... А, так, подожди, так и нельзя 48-42 тоже по той же причине. То есть, такой коварный. То есть, они поняли, что выиграть позиционно ни у кого нельзя. И поэтому просто подстраивают комбинации. В общем, нет, шучу. Но получается, что у нас засадим на очень сильный ход. То есть, не дает 37-32. Смотрите. Из-за нас 22 просто... И выигрыш сразу. Красиво, да, Даша? Никак не закрыться, не открыться. Так, ну... Ну, этот Ахмед, он просто выжидает 43-39. 1-7. 39-33-7-11. Так. Ну и все, сейчас уже... Так, уже... То есть, почему-то сейчас уже, мне кажется, надо было 37-32 поменяться, да и все. В общем, ладно, он входит 33-29 тут. А он подстраивает, может, в свою очередь, какую-то тоже комбинацию там. Ну, не знаю. В общем, смотрим. Ну, вообще, мне кажется, у белых все в порядке. И вы смотрите. Я понял, он просто не менялся, потому что он очень жесткий парень. Он вообще пошел 38-32. Слушай, сейчас он реально, наверное, обыграет этого бедного голландца. Давай сейчас я запускаю. Ну, конечно, то, что там уже происходит на самом деле. Да. Не, у меня на самом деле тут тоже записано это так. Я вот что-то не могу понять, что это хоть 2-7. Вот, хоть ты убей. В чем тут... Или бы некуда было просто ходить. Значит, ну, 14-19 нельзя и за 29-23, конечно же. Бьем на 3. Это понятно. Хорошо. А 18-22? Это тоже нельзя, что ли? Так, давай спросим у компьютера. Мы уже тут уже подустались, Дашей. Да, смотри, 29-23 есть какой-то ход. Так, побили. 24-19. А, вот так. Так, да. Да. Ты смотри, какой коварный оказался этот Ахмед. Вот о чем я говорю, что, ну, в принципе, все играть умеют. В общем, ну, кому-то вот, кому-то повезет, да? Кому-то подарят. А с кем-то вот пойдет такой ход 3-8-6-2, что вообще уже ни одного хода не остается. И бедному слугу пришлось 2-7 ходить. Но явно он этого не видел ничего. 2-8-23, 17-22. 3-1-27. Бой-бой. Ну, как-то слуг начинает отрабатывать на ничью. 17-22. 4-3-4. Вот такая позиция и стоит. Да, Ахмед молодец. Сколько у него очков этого Ахмеда? 3, наверное, очка, да? Давайте после 6-го тура. Ахмед на предпоследнем месте идет. А слуг с плюс 1 вот как бы к лидерам там тянется. Вот такая позиция. Ну что, в опасная позиция. Так, вот 2-1-27 предлагает компьютер и говорит очень-очень плохо. Очень плохо. А, так мы же грозим вообще отмодады побить. И только 2-1-27, да? А других ходов, если допустим 2-2-27. А, смотри, Даша, нельзя дать сюда ходить из-за такого. Бьем 2. Так. 23-19. Бой. Бой. Надо бить на 23. А, мы же бьем на 1. Ну да, все правильно. То есть тоже выигрыш. Короче, очень печально все тут. У слумпа. Тогда же ты куда-то убежал или нет? Или ты тут? Надеюсь, что нет. Нет, нет, я здесь, да. Но видите, что ключевое отказывается не отсутствие шашки 2, а все-таки отсутствие шашки 3. Ну, тут просто тактика зарешала, можно сказать. Короче, очень плохая позиция у слумпа, и Ахмед может его наказать. Ну, в принципе, от слумпа тут никто особо сильно игры не ожидал, но вот уже первые проблемы уже сейчас проступают. Ну, как бы вот... Наверное, не с такими игроками просто. Ну, почему? Это, наверное, самый низкий лейтинг в турнирах. Ну, а вот эти африканцы, они как раз вот в такой игре, они и очень сильны тактически, вот они могут найти, это очень легко дается. У них быстрая тактическая... Ты же видела эти ролики, да, как они на улице играют? Или я не видела? Давайте, я, кстати, действительно, тут включу, сделал небольшой перерыв. Сейчас мы еще раз смотрим, пока вроде бы... Так, вот Георгиев, все, как мы и говорили, побил. Так, а это что такое? Даша, что это такое? Ты можешь понять? У Шварцмана. Я уже в твоем нападении. Так, что вот смотри-ка. Что вот так? Ага, вот Семенюк поменялся 37-31. Как бы я посчитал, что 22-28, он там ничего сделать. Или там, ну, давай, 13-19, 3-4-30. Ну, логично, нельзя как бы меняться вперед. 22-25, хорошо. Шварцман напал. Семенюк тоже напал. Побили, побили. И он не побил, он пошел 22-29. Вот, видишь, я думаю, что такое? Почему мне... Это даже не жертвое нападение. Смотри, даже самое главное, что, когда он пошел 22-23, все-таки Шварцман не побил 3 в дамке, побил одну. В общем, такого, конечно, быть не может, но... Слушай, а я вот думаю, а что может быть? Ну, такого тоже вряд ли, потому что тут же Зина напал, побил две шашки. И что, тогда Шварцман проиграет или как? Ну, да. Нет, нет, почему? Там же отыгрывается, смотри. Он же сейчас побьет, 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 и... Ну, там 35-30. А подождет? Да нет, как-то оно не очень отыгрывается. 16-21, нет, 16-21 он подождет. Ну, не знаю, тогда. Ну, может, мяча просто будет. В общем, ждем, что тут пока. Ну, давайте для смеха ради ясно. Какой-то человечек, который за эту партию отвечает, он явно... Как какой-то у него фотоаппарат. Кривое фотоаппарат, знаете, это кривое зеркало, с чувством, которое смешит людей. Так, вот у него кривой фотоаппарат. А может быть, тот, кто вводит уже потом, путает ходы. Так, Георгиев провел комбинацию. Давайте я еще раз покажу эту комбинацию. Так, у нас уже Даша 35-30. Ну, она незаметная, конечно. Комбинация незаметная, потому что мотив больше просматривается все-таки связанный с... Ну, вот, классический такой мотив. Хочется побить либо на 47, либо на 49. Это немножко незаметная все-таки. Слушай, ну, Георгиев, он вообще... Чижова обыграл, Шварценов чуть не обыграл. Всех остальных обыграл. Комбинации проводит, все видит. Какой-то он просто ужас наводит, мне кажется. В общем, они играют, они играют... Ну, вот, другие соперники. Убежал или не убежал? Скорее, просто... Долгие. Были шансы убежать или не было? Вот так вот. Были шансы? Ну, да. Это мне напомнило этот самый... Когда я ходил в детстве на бадминтон, мне было лет 8, может. И тогда, когда я попалась, я там играл с мальчиком, который был у меня пару лет старше, и проиграл ему 21-0. Ну, это мой друг, и ему проиграл, по-моему, 21-1. Очень гордился. В общем, примерно такой был уровень. Разрыв по уровню. Ну, не знаю. Так, смотрим, что происходит. В общем, ничего пока нового не... Так, подожди, а снова уже в дамках. Давайте глянем, как это получилось. Вот эту позицию, значит, мы видели. Да, я говорил, что тут надо единственное... Это только меняться 21-27 вперед. Ну, грозило 1-2 побить, банальное. Единственная защита, это было 21-27 вперед. Ну, и дальше что-то произошло. Ну, да. А, кстати, смотри, грозит теперь 37-32. Ну, давай, у нас просто партия открыта. Значит, надо... Что тут? Вот, 43-4. Значит, показал я, что туда 27 нельзя нападать. Из-за комбинации. Значит, 21-27. И просто 41-34. Смотри, вот африканцы, они такое все видят. И теперь просто грозит 37-32. И 23-19. Ну, так, наверное, и было примерно. Давайте посмотрим, как именно. Вот, в 8-13 он ход сделал. 8-13. Ну, тут на любой ход это проводится. И что, 37-32, да? А, какой хитер, смотрите. Он не стал выигрывать шашку. Не стал, потому что там дамка ловилась. Значит, смотрите, он провел такую вот комбинацию. Ну, давайте я тут, может быть, как-то вот отсюда удалю. Удалить. Текущий ход. Ну, не факт, может, и не ловилась. Не факт. Ну, подожди-ка, вот, значит, входим сюда. Ну, понятно, да, что вы поняли, грозит. Вот такая вот комбинация. Значит, давайте я вам пошел так. А я покажу, какая была комбинация грозила. Основная грозила вот 37-32. И так. Ловится, ловится, да. Все, так вообще не проводится. Так она даже не проводится. Ну, да. А хитрый Ахмед уже вошел в раж, начал творить. Он 23-19 прошел. Ну, хорошо. Ну, это что тут? И теперь провел 37-31. Ну, тут... И как он пошел? Две лишних шашкин. А, и 48-43. Слушай, у всех какие-то шпиля сегодня? А вообще сегодня... Так, почему 4-10? Это 4-10 не было. И вот обидно, что сейчас 7-11, нет хода, потому что будет заход просто на 17. Да. Слушай, а если вот сейчас такой вариант, как тебе? Ну, это уже тоже, это ждет фантастики. Допустим, 7-11, да? Так, даже 4-10 почему-то, хоть все упорно. 4-10, это что вообще? Это у меня пошла, и не хочет ход удалять. А тут не пошла. Так, секундочку. Что-то заглючил мой Леончик. Смотри, Даша, ладно, 4-10 нету, допустим, ход. Смотри, 7-11. Смотри, здесь... Нет, здесь хороший ход. Смотри, очень хороший ход, это 23-28, и мы сразу грозим словить. Да. Там надо посмотреть, что на нападение, вот если нападение. Я хотел такой вариант привести, смотри, Дашиска. Вы из разряда партии Шварцова на 7-11. Смотри, 7-11. Мы заходим в люпки на 17, и мы ходим с шашкой 11-17. Не надо 1-4, и турецкий удар как-то там, но... Ну, он удар, но все равно без шашки нет. Надо посмотреть, что будет 23-28. Да, посмотреть надо, но я что-то не могу посмотреть, потому что у меня заглушила программа. Давайте я ее сейчас заново перегружу. Большая нагрузка на Эдеон, потому что мы с Дашей своей головой думать не хотим, и все время спрашиваем у него. Так. Но этот Эдеон, он в этот пляж очень похож, не силен. Эдеон, нет, у него есть 7-фигурная база, и они досчитывают, и может быть, уже досчитают даже 8-фигурную базу, то есть это очень, ну, самая сильная сейчас будет. Ну, как бы, там есть еще какая-то... Ну, вывод по этой партии такой, что какие-то идеи... Меня слышно очень эхо. Идеи для того, чтобы делать ничью, как бы есть, нужно их просто как-то использовать и поиграть, а мы можем просто вернуться к ней позже и посмотреть, что они наиграют. Да, мы сделаем, да. Ну, потому что какой смысл? Там много вариантов всяких. Я не уверен, что надо было документы проводить, может быть, конечно, другого не будет. Мы можем другие посмотреть партии, тем временем. Не, мы можем другие. Не, сейчас комбинация хорошая, просто там, может быть, будет ничья. Так, и тут что вообще они играют? Смотри, Даша. Они какой-то просто жестят. Что вообще происходит? Так, сейчас еще... Так, шашек 4-4. 4-4. Поровно. Фу, я бы думал, ладно, что проиграет. Ну, смотри, тут я вижу, что можно вот отдать шашку и пойти, Аня, нельзя. Так, короче, ну вот, смотри, подбежали эти самые человечки. Так, сам что-то наиграл, ну, неиграбельное. Что это такое вообще? Лишняя шашка или шанс? Так, сейчас мы все посмотрим, давайте. Так, Идон загрузился. Чижов побил в дамки, Шварцман, что это? Семенюк рвется в дамки. Ну, давай, наверное, с него и начнем, да? Так, отдал, побил 2, пошел. Похоже, Семенюк сбежал на ничью все-таки. Ну, давай мы вот это и посмотрим, да? Да, здесь ничья. То есть, а что там на самом деле было? Потому что там какие-то нереальные варианты были. Да, варианты нереальные. 39-34. 8-13. 37-37 поменялся, что это? 13-13-15. 34-30. Так, напал. А, вот все-таки на это и пошел. Ну, так подожди, так тут же просто вот так, как я и говорил. Ну, Шварцман, а, дает, отдает и идет. Опять, я не шпи с двумя лишними, да? У всех сегодня такие шпи, да? Просто отдал. Променялся, ну и вот оказалось, что тут ничья. Да, не выигрывает Шварцман. Упускает, как бы, шанс. Ну, по этой партии, Даш, все вроде бы понятно, да? Давай, отмотаем. Что? Ну, видишь? Почему не ошибся, как точно? Неожиданный размен 31, и, видимо, Шварцману... Ну, видишь, теперь он хочет сам напасть 34-30 на 25. Поэтому, когда надо 31-12, все равно хочешь 34-30, и хочешь напасть на 25. Вот это вот идея. И нельзя, конечно, 22-25 меняться вперед, потому что мы нападим. Но, может быть, надо было назад поменяться? Ну, наверное, там просто как-то тычок ставишь, и... Ну, непонятно, в общем. Ну, а получается, вот тут уже форсировано. Тут даже... Ну, да, все равно преимущество черное сохранилось. Ну, вот. Ничья, короче, все. Молодец, Семенюк. Шварцман тоже молодец, все молодцы. Георгиев думает тут. Так, шоу тяжелого было. Давай тут как бы рисунок не изменился. Можно посмотреть. Значит, вот показывали мы эту партию тоже. Значит, говорили мы, что нельзя ходить на 25, из-за того, что 14-20, 32-38, и бьем 3. Для того, чтобы накрутить и избежать этого размена, пошел сюда. Ну, и дальше, значит, вот я сопер... Ага, смотри, он в 48. Соперники выявились. Значит, тоже мы показывали. Надо ходить сюда. Давай лучше я... Очень правильно. Давай еще раз, ну, я... Ой, подожди. Так, секундочку. Я уже забыл, как я это делал. Сам проиграет, похоже, снова. Сам? Ну, подожди, там непонятно, сколько шансов. Просто без шансов. Поровно, да, поровно. Итак, то есть, что, так вот, все это вот, значит, значит, итак, значит, вот эта партия Чижов-Айзенторн. Новинку применил тут Алексей в торсе 28-32. Значит, все держится на какой идее? Если мы нападаем на шашку 32, то мы можем в какой-то момент на шашку 24 напасть. Именно в тот же самый момент. Да. И вот Алексей меняется, развивает шашки. Вот в статей 7-11 хоть пригодился. Опять же, значит, если нападают 42-38, то спокойненько 14-20. То есть, преимуществом громадным. Поэтому, да, и надо показать еще раз, значит, еще раз показывать, что нельзя. Ну, а 3-25, где я просто выиграл шашку, видимо, 14-20 и 32-38. Ну, наверное, все-таки преимущество за счет централизации у черных, даже, наверное, тоже большое преимущество тут все-таки. 40-39, и Зиндорн избегает этого варианта 6-11. 48-43, 11-16 именно. Почему не 17? Потому что 17 нельзя, потому что мы нападем, и уже косвенная защита только одна, бой-бой. Тогда будет 27-21. Поэтому Алексей, значит, все это предусмотрел, пошел на 16. Ну, хорошо, значит, 31-26. Ходит Зиндорн, ну, по-другому как-то ждать непонятно. По-прежнему на 30-25 есть размен. Как его это не устраивает. Тут преимущество, на самом деле, ну, как бы сейчас 16-21 еще включится. Ход будет вообще страшный за белых позиций, никакой компенсации, никакой контр-игры. Поэтому он ходит 31-26, ну, и через 16-21 бой-бой на 11. Почему-то. Почему-то, да. Ну, 16-21, в принципе, ход логичный, да, Даша? Ну, там, да, но, видишь, он не захотел вот эту связку, если бить вперед, там, наверное, сразу кто-то с рук 2-3-7 и какая-то непонятная позиция. Ну, непонятно, не знаю. Но я хочу сказать, Марина, что... Можно было и вперед, наверное. В чем идея? Значит, если 12-17, то уже находится ход 30-25. Нет этого размена 14-20 сюда. А потом белый начинает цепляться. Вот. Поэтому 16-21-1. И бой назад, наверное, тоже все для того, чтобы... Да, да. Если 30-25... То, что сохранится идея. Да, идея сохраняется. Только теперь на 2-32. Так, опять какой-то ход у меня пошел. 47-41. Ну, ладно. Так, и в итоге, значит, было... Значит, побил назад. 41-36. 11-17. И 46-41. Азидорн... Так, ну, Азидорн все-таки хочет как-нибудь чашку выиграть. Но! Если же сейчас 17-21 Алексей пойдет, то, мне кажется, вообще будет... Куда уже Азидорнчик уходить будет? 18-21 как бы уже 36-31 не дадим. Из-за нападения. Да, будет правда с ворога-237. Так, ну, давайте... Там люди пишут комментарии какие-то. Давайте посмотрим, что происходит. Ну, с ворога-237, конечно, ход любителя. Ну, да. Так, люди пишут. Игорь Магенов был чемпионом России, так что не совсем Ирусач. Ну, да, наверное. Что-то странное у Шварцмана с Семенюком. Ну, странное это там. Ну, уже все нормально. Это ничья. Глюк в трансляции. Так. Даже тут написали что-то в комментариях на французском или на бразильском. Ты можешь перевести? Да. Сейчас посмотри. А, нет, к сожалению, я этого не вижу. Я тебе могу показать. Если ты покажешь, покажи комментарий, да? Вот. Маркус Мацедо. И можешь на том же языке... Ты бы мог догадаться, что это на португальском. Даже не читаю. Это португальский, поэтому открывайся. Так, ну, давайте смотрим, значит. Что происходит. Так, Шварцман ничья. Это понятно. Георгиев непонятно. Трофимов непонятно. Чижов. Интересная борьба продолжается. Так, я тут нажал на паузу, видимо. Так, Валнериса. Я даже не знаю. Я в партии Валнериса даже боюсь смотреть. Ну, просто, как бы, ну, как бы, вроде бы, знаешь, и смотришь 9 партий, вроде бы, ты что-то понимаешь, люди там играют. Ну, кто-то ошибся, там, я мог лучше срать, кто-то, конечно, там, лучше. Ну, Валнериса просто ни один ход не можешь угадать его. И самое, что интересно, что он потом выигрывает. Как бы, ты, ну, как бы, инопланетянские какие-то игры. Ну, сейчас мы посмотрим. Так, что тут? Тут, смотри, тут тоже. Какие-то, вообще, тут люди настроенные. Кстати, Пан Емин тоже выигрывает. Да, очень похоже на выигрыш. Ну, сейчас посмотрим. Если честно, вообще, может быть. И ничья даже. А, еще и ход белых. Нет, ну, если бы хотя бы черных был. Давай. То можно было бы попробовать как-то напасть, напасть и подойти. Так, вот вы видите, как я это изячно копирую, да. И действительно, тут, как Василий мне написал, что, ну, как бы, я тоже согласен, что других таких программ, где так можно, вот, в режиме онлайн быстро посмотреть всю партию, ну, тут, может быть, и нету. Так, давайте быстренько посмотрим, что тут происходило. В общем, с кем он играет? С Монголом. Пан Емин с Монголом. Так, шашек 4, 4, 2, 4, 4, 2. Вроде бы, все нормально было. Давай еще чуть раньше. Так, вот, Монгол вторгся, смотри, вроде, ну, шашки 3 нету. Как по ней Мину умеет и окружать, оказывается. Давай посмотрим. Так. В Китае он очень много играл на окружение, очень ужасные позиции плохие играл. Но, видишь, тренировался с руком. Короче, я ослабил вот нападением как-то. Угу. Что-то я не пойму, а как? А зачем тут на 21 вообще ходили? Как бы сейчас... Может, боялся, что на 27 пойдут? Ну, наверное. В общем, как-то пришлось на 21, и теперь просто... Мы просто выиграем шашку на поеме 38-33. Но не сразу. Потому что тогда будет 8-12. Ну, давай посмотрим, как было. Итак, сначала 36-31. Так, хорошо. 24-29. 45-40. 21-26. 40-34. Просто поменялись. 15-20. Просто, просто так. 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 Ну, вот. Видишь, белые выиграли темпы. Нельзя было... Черт, нельзя было на 24 сразу нападать. Ты имеешь в виду. За комбинацию. Но тут тоже не очевидно. Пока выигрыша нет, я не понимаю, что произошло. Ну-ка, пойди. Ну, на 29. Что за сложно, я не понимаю. Так. Ну, и пойти какой-нибудь... А просто поменять? Что? Вот он просто поменялся 14-20, и тот просто поменялся, и выиграл шашку. А, вот так вот. Он медленно-медленно, видишь, постепенно. Ну, да. Давай спросим у компьютера, что тут... А давай, знаешь, на 18-13-18, чтобы потом 2 отдать и зайти. Нет, подожди, вот компьютер говорит, все правильно. Вот так и надо было меняться. Давайте смотрим. Нет, ну... Погоди, ну, 13-18. 13-18? Там, наверное, просто жертва и нападить. Ну, да. 13-18. А что? Хороший ход. Куда ходить? Ну, допустим, тот же самый план. А теперь, если мы 2 отдадим, то пойдем. Нет, я тоже на 14-й. Как 2 отдадим? А, вот так? Да, там будет присоска 3 шашки отдать, видишь? А, 25-20. 3. Красиво. Ну, в общем, ладно, не прошел такой план, Даша, но 14-20 поменялся монгол. Китаец поменялся. Смотри, какой коварный этот китаец, но все-таки... Так, и вот, смотри, тут надо было ходить... А, так, тут просто не надо было ходить 13-19, наверное. Он говорит, 13-18 просто, чтобы нельзя было нападать. Нужно было... Нет, ну, 11-16, пойти, 2 шашки отдать, побить на 37, все и делать, чу. Подожди, так вот, ну, компьютер предлагает просто пойти 13-18. Наверное, с твоей же идеей. То есть, твоей же идеей пожертвовать час-две и за это напасть. Нет, ну, а на 39 мы же пойдем. На 39, если на 39, тогда просто 10-14. Нет, ну, здесь, смотри, Вань, здесь проходят 2 жертвы 2 шашек, верни обратно. 18-27 и на 31. Что, подожди, я хочу... 2 шашки отдадим. 3 за 4. И вот, она говорит, вот такая вот, как у них я. Ну, да. Ну, ладно, в общем, смотрим давай дальше, как было. 13-19, вроде бы еще не совсем проигрывает. 13-19, что было дальше? 44-39. 11-17, все правильно. Ну, а здесь, здесь даже просто 11-16 и 2 шашки отдать и пойти, ну, как бы, без одной, точнее, шашки, пойти в дамки можно. Или же, если вернут обратно, ну, по ровну шашек, там тоже 4 на 4, ничья же. Нет, так сейчас уже ты уж не успеваешь, на 11-16 я уже нападу. Нет, перед этим, не делая ход 13-19. Вот 13-19, когда шашка еще на 44, да, вот 11-16, все. Ну, а что здесь? Ну, да, тоже ничья. Ну, давай посмотрим, как было. Короче, опять, видишь, дарят, дарят очки. 11-17, 27-22. Ну, тут тоже ничья. Вот, и тут 26-31 просто присосался. Смотрю, присосался 26-31. И это просто побил назад и остался с лишней шашкой. И все. А надо было, оказывается, что... Значит, 11-18, так, надо было пойти... Но даже здесь, но даже здесь, допустим, лишняя шашка. Подожди, Иван, здесь лишняя шашка, да, но шашки далеко слишком стоят. Можно попробовать 17-22 и 10-14. Ну, давай я покажу, какая простая была ничья. 10-14, тут пойти. Значит, если бить назад, то просто 17-22. И если 39-34, тогда... Ну, не так просто, но, да, скорее ничья, тут свои шашки отдать. Можно 26-31 провести, какую-то комбинацию, а можно 23-28. Там тоже, ну, допустим, давай самое простое. Вот так, побили сюда, да, допустим... А, нет, тут выигрыш. Значит, не стоишь. Да, так. Нет, здесь не выигрыш. Здесь сначала надо 14-20 или 14-19 пойти. Нет, нет, не так. Не так, верни. 22-27. Нет, 27 проигрываю, то есть за 30-24. В общем, ладно, у нас самая простая не такая ничья, а самая простая вот такая ничья, где мы все-таки так... Так, так, побить и потом эту шашку поменять. Ну, ничья, конечно. В общем, ну, этот что-то перепугался. Да, ну, это я еще не показал, что если 10-14, то если бить туда, тогда уже 26-31. И тоже вроде как ничья. Ну, вот этот перепугался в ответственный момент, присосался. Так, что дальше было? Кобели на 33. Ну, просто китайцы стал с лишней шашкой. Так, ну и что тут? Кстати, тут тоже ничья пишут. На 22 нужно находить, потому что на 14. На 22. Так, сейчас, секундочку. 47-42, да? 10-14. 42-30. Тут компьютер пишет ничья. А, и вот этот как пошел-то? 20-24. И это уже проигрывает. 20-24 проигрывает. А надо было отдать шашку. 22-28. И... 23-29. Вот такая красивая ничья. Ну, сейчас мы грозим на 25-25 вроде бы, да? Поэтому надо самим нападать 3-25. И тогда 29-34. Ну, это дальше подмечения. Ну, это не факт. Но, как бы, мы поверим, конечно, компьютеру, но... Ну, да, это уже сложно ничья. Короче, монгол растерялся. Ну, хорошо. Давайте тогда теперь глянем, что в итоге получилось. В итоге, вот, когда он напал 32-24, он сначала одну шашку провел, теперь вот так вот вторую. Ой, подожди. Вот, надо бить две. Так, 35-40. А, подожди, а в чем тут прикол? 31-27. 40-45. А-а-а, смотри. Что нельзя оставить, да, и все. Да, просто красиво было, сошлось. И пришлось... Да, ну, тут везет, скажем так, китайцу, по-другому не скажешь. И сошлось. И... Ну, тут как бы... Ну, все, давай, эту партию уже оставим, пока тут уже неинтересно. Не принципиально. Вначале посмотрим, что там. Так, что тут? Буно в руле Сон сыграл ничью или что? Вначале ты мечтал... Сейчас, давай тут быстренько. Ну, тебя начинай сначала. Сейчас, да, я только быстро посмотрю, что тут было. Так, вот этот ход Даша не одобрила. 9-13. Говорила она 10-14. Не, давай, 28-22. И смотрим, к чему же это привело все. Так, напали на шашку. Очень интересно. Отдали шашку. Личная шашка. И какая-то мега-связка. Смотри, как жгут вообще. Так. Так. Ну, логично. В общем, они ничего не делали белые. Но тут нет ничьей, я не понимаю. Они что, сделали ничего? Почему они на 20 просто не отдали? Они как-то по-сложному. Но, наверное, чтобы на эти шашки потом нападать. Так. Что случилось? Ну, в общем, это называется из разряда... Нет, ну... Без комментариев. Слушай. Но он даже по большой дороге не отрезал. Не, он отрезал по большой дороге. Да нет. Ну, смотри же. Нет, ну, делай, делай. После удара уже. А тут, я не помню, неужели... Наверное, после не было. Ну, не важно. Здесь ничья. Хорошо уже. Они уже как... Ну, он мог даже вот этой, наверное, пойти, как бы, чтобы сразу отдавать. Ну, ладно, сюда, сюда. А, ну да, ничья, все правильно. Я уже просто чуть устал. Так, тут ничья. Давай, я же сам обновлю. Давай, быстренько обновлю. Может быть, тут уже результаты будут какие-то. Шварцман, ничья. Георгиев. Вот, провел комбинацию и смотри. Тот, помнишь, мы говорили, что идея нападения неприятная, и Николай сам напал. Ну, компьютер такое не предлагал. Наверное, это слабо. Из-за чего? Давай подумаем. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. И Чижов. Трофимов. Там уже уход с Игран 4-9. В Адмерса пока не смотрим. 3-9. Ну, давай сейчас подавлю-то глянем быстренько. Так, где это у нас партия? Сейчас мы тут все... Смотрите, я, кстати, тоже удалю. Не можем назад возвращаться по партиям. Это Чижов. Так, а еще где партия? Что-то тут не загружается. Два мы тогда своей головы подумаем. Так, почему же 40-35, компьютер не присоветовал ходить. Может быть, просто 30-34, и потом будем нападать дамкой сюда, вот, на 39. Ну, там не получится, будет 37-31. Так не сыграли. Давай посмотрим, что. Там же 3-9 уже пошел. А, 3-9 пошел. Георгиев, ну, хорошо, разумеем, 3-9. Так, и в итоге шашки отрезаны, но начинается строительство петель. Значит, а 42-37, подожди, как, почему так? Так, ну, а здесь уже две лишних шашки, все. А меняться нельзя? Еще и меняться нельзя. Нельзя, потому что дамкой побьем 4 шашки. Даша тоже уже устала. Ну, мне кажется, можно было просто пойти, и это было бы лучше. Ну, он хочет сейчас пойти 31-26, и потом либо 37-31, либо 32, не, наверное. Смотри, какой коварный Георгиев. Сейчас будет 31-26. А, подожди, на 17 нельзя, мы же можем 3 отдать. Это не Георгиев, это Гермагенов. Не, я думаю, Георгиев за черных. Так, ладно, давайте эту партию надо еще раз загрузить, потому что она интересная. А, я же перегружал Эдоны, поэтому у меня сбросились все партии, которые до этого были. Ну, здесь очень похоже на то, что у черных должен быть выигрыш какой-то, но не так просто его сделать, конечно. А, тут как раз из разряда, что практическая игра, теоретически прочитать сложно что-то. И так, сможем, если у нас уже... Ну, давай уже посмотрим, потому что они очень быстро там играют, уже много ходов наиграли, поэтому... Ну, давай я сейчас эту партию только под позицию посмотри, что тут. Крис, смотри, правильно, вот я говорю, предлагал компьютер отойти. Хотя, кстати, хороший ход там был, почему нет, не знаю. Отойти, и уже очень плохо все. Ну, тут на 13, наверное, на 13, потом ведь ляга идти. На 13, да, на 16 поджимаем. Короче, тут уже плохая оценка, ухудшается. Ну, хорошо, давай посмотрим, как было. Значит, Георгиев пошел на 3.9 и поменялся. Бой был. Тут, там была оценка минус. Можно я шпиль. Можно я шпиль. 37,31 пошел. У нас 17. У компьютера предлагал ход... А, смотри, компьютер предлагал ход 50,44. Видимо, чтобы забрать просто шашку 19. Да? Да, просто. Ну, хорошо. Ну, Георгиев тоже ее забрал, только по-другому. Георгиев пошел на 17. И когда тут пошел 32,27... Хотя, мне казалось, 42,37 надо ходить было. Как-то, ну, чтобы сразу грозить поймать. Может, когда тут пошел 32,27... Тут, видите, такой эндшпиль, что трудно что-то... Вот, и теперь на 3. И надо отдавать шашку на 14. Вот так и сделал. Бой. И пошел 42,37. Все правильно. Георгиев пошел 22,25 зачем-то. Нет, все правильно, потому что такио 27,22 пошел. Ну, оценка минус 133. Ну, в общем, что там, есть новые хода? А, есть уже новые хода. Как это тут было? Посмотрели, там уже очень много ходов, да? Сейчас, давай я тут буду смотреть. А тут двигать. Так, значит... Нет, давай посмотрим, что было. Тут уже неинтересно. Ну, что, если они уже сыграли много ходов? Хорошо, давай тут. Значит, сюда. Сюда. Сюда, назад. Теперь хочет напасть... А почему? Он хочет 30... Подожди, размен у них был простой. Хочется 30 напасть у Георгиев сейчас. Да, но у него был размен, смотри. У Георгиев? Он же мог... Так. Поменяться на 34, а зачем? Ну, конечно, но что? А, он хочет вообще, что-то на 35 еще пойти, смотри, какой хитер, какой бобер. Так. Подожди, тут что-то уже началось. А, тут шашки, ну, да, подбой шашки как-то, ну, непонятно. О-о-о-о. Не, наверное, на 18, наверное, шашка. Наверное, неправильно просто подвинули. Угу. У нас, подожди, а все равно остается вопрос, почему на 35 там не 5, а тогда разменяют. Аси на 30 напасть. Короче, давай тогда подождем тут корректные записи. Обязательно. Корректные записи подождем. Так, Трофимов неизвестно, ну, почему вот никак не фотографирует. Так, а Чижов, смотри, что там, то Эзидорн уже в дамки пробежал. Срочно смотрим. Хотя, подожди, Чижов же сейчас будет грозить вот. Смотри, какой Чижов хитер. Сейчас грозит дамку поймать. Боже, что за сегодня за день. Мы ворвались в самый какой-то день. Тут все партии прям золотые. Так, Чижов у нас не было, Чижов, да? Там две лишних шашки. Давай сейчас посмотрим. По-моему, Чижов сейчас выиграет у него просто. Ну, там позиция на равных, на самом деле, да? Ну, как бы, равной компенсацией. Так, так, так. Сама Васильевна, как я и говорил. Так, хорошо. Напал. Хм, почему мы не видели, что можно напасть даже? Не закрылся. Ну, наверное, и закрылся можно. Сейчас этим грозит 27.31 просто. И просто будет прекрасная позиция. Поэтому Эзидор и сюда. Теперь 47-42 какие-то идеи включаются. Напали. Так, смотри-ка. То есть они не поменялись просто, да? Если просто меняться, то... Потому что просто плохая позиция. Ну, а что плохая-то? Там же 47-42, потом будет удар. Так. Сейчас мы на все вопросы ответим, да? Спасибо за вопрос. В общем, вот этот, он, Эзидор, включает креатив и идет по методу Бомстри, как Бомстри и Грабу Шварцкого, например, в Данке. Ну, как-то выглядит прохладно, если честно. Здесь, на самом деле, просто, видишь, большой вариатив для выбора продолжений. А, нельзя, смотри, нельзя идти, потому что мы нападем... Не, надо показать все, давай. Сейчас я еще разогружаю. Да, все, я тут Чижов. Но я не знаю, насколько он это все видел, потому что Эзидор лучше учудил такое... Так. Нет, вот и раньше, значит. Значит, это все мы видели, поехали. Ну, партия очень игровая, очень такая обоимая функция. Ну, сейчас на худой конец хотят 27-31 поменяться. Черные назад и будет хорошо. А может ли не меняться? Эзидор правильно, как бы, оставляет какой-то контргруктер 47-42, в какой-то момент грозит, значит. А Чижов нападает. Так, ну и вот, смотрим, что теперь. 24-19, компьютер советует. 24-19. Абсолютно логично. А, и тут... 2-7. То есть, у нас 22. Вот такой вариант. Ну, и тогда мы, наверное, можем поменяться 2 на 2, и точно там ничья уже будет. Слишком мало шашек-то что? Что это вообще такое? Ну, да. Давай поменяемся, что? Нет, кстати, тут... У белых лук шашек. Ну, короче, ничья, вот так, компьютер предлагается от 38, кстати, цепляться к шашке, но, видимо, ничего не получится. Ну, хорошо. А Зиндорн... Вот, конечно, он любит подкрутить, но иногда он переподкручивает. Ну, да, похоже, что здесь подица бы перевачивалась. У белых получше. Зиндорн тут взял и пошел на жертву. Сразу же компьютерная оценка... Скрелся с жертвой. Компьютер говорит, надо радостно бить, и 25-20. Ну, и все, теперь компьютер говорит, что у плоховатенько, минус 60 пока. Смотрите, у нас 23. Чижов нашел такой план. И нельзя идти 20-14. Из-за того, что нападаем, надо отходить, и раз, и два. И до свидания. Пришлось, значит, Зиндорну отдать еще шашку 27-22. Вот называется, как придумать себе приключения? Это вот так вот. Точно. Так, давай я только покажу, еще я не показал, что вот этот наш ключевой момент. Значит, еще раз, напал Чижов от 14-20. Можно было 24-12, и на 4-25. Так, секундочку. Вот, и он пошел. Точно, конечно же, нельзя 3-9 было ходить. 3-9 ходить из-за 24-14. Может, кто-то не понял. Так, смотрим дальше. В итоге, значит, в этой позиции, как я уже сказал, 17-23, сильный ход нашел Чижов. Пришлось 27-22 отдать. Чижов бьет и сюда. Ну, кстати, позиция оценится, как равная компьютерам. 13-19. Такие было, да? 14-10 и 29-33. Подожди, что это такое? Разве так было у них? Да, что это же, сейчас не такая позиция у них-то, я не пойму. А, у них уже сыграно. Так. Как вот сыграно, да? Что я не понимаю, так надо было ходить или не надо было? Ну, логично. Слушай, а тут же можно вообще как-то так не получится запереть. Наверное, не сразу. Ну, видишь, он надежно очень играет Чижов, то есть всегда сохраняет эту ловушку, то есть он уже как бы не проиграет. И ловушка всегда остается. Ну, вот так, да. Так, а у меня что тут? То есть ли... А если напасть просто? За 27. 37-31? Ну, есть 18-23, в худшем смысле. Ну, где как тут? Не важно. Если 37-31 напасть... Так, а если я отойду 27-33... А, так и напал, смотри. А что сейчас отойти? Ну, можно и отойти, наверное. А, тогда ты отдашь и поставишь дамку. Тогда я отдам и пойду, у меня будет куча лишних. Слушай, что-то мне не нравится, как я седурно играл, но компьютер говорит, что тут ничья. Можно было поставить на 5 просто дамку, не нападая 37-31. Ну, у черных более безопасно выглядит все-таки, благодаря лишним шашкам. Я сейчас возьму... Так, вот после этого хода, вот, да, 25-20, здесь на 23... Вот, я сейчас возьму, тут анализ просто партии включу. Может, где-то мы что-то пропустили. Вот я сюда пускаю, компьютер поищу, а мы пока посмотрим тут. Так, ну, Ваунариса надо показать, конечно. Ну, давай сейчас подождем еще. Так, что тут? Гермогенов? Сатрей Гермогенов убегает или что? Ну, все на ничего похоже. Хотя, подожди, я сижу сюда, сюда потом кто-то поставит. Обидно? Сейчас там просто жертва шашки будет. Так, давай еще раз. Значит, вот это все получилось, тут это мы видели. Так, 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 так. Вот хотим на 30 напасть. Сюда. В нем такие позиции он хорошо играет, да. То есть, я уже видела много раз, как он... Катарфимов уже в ничью, сырал уже из партии. Ну, да, что-то Чижов, ой, Радиорьев, как-то невнятно тут, это эра лэнч, ну, похоже, не в ничью. Ну, ничего, конечно. Так, сейчас еще раз, наверное, из партии на тут. Так. Странно, Чижов. Чижов закрылся. Уже меньше досок, конечно, для быстрее. Так, сам проиграл. Ну, давай посмотрим, как сам проиграл. Так, вот этот дебют. Тычок. Центр, центр, центр. Так, вот такой размен интересный. И тоже 38, 32. Ну, хорошо, 11, 16. 34, 30. Нельзя. 14, 19, леса, 29, 23. Ну, наверное, надо как-то... Так, ну, хорошо. Ну, видишь, он вовремя перевел эту шашку, и теперь, в принципе, у черных определенные ограничения появились. Вот какой-то ход. И он как-то... И он не спешит, видишь, он не спешит с ними разобраться. Странно. Смотри, 12, у нас какой-то ход учудил сам. Ну, да, он опять будет держать его там. Так, а смысл? Ну, хорошо, давай посмотрим. Ну, не очень хороший ход, конечно. Не знаю, что он хотел этим ходом. Что-то он оставил такую колонку. Колонку? Свои африканские идеи у него были, но, видимо, не получилось. Ну, и здесь колонка, о, боже. Ну, вроде как так можно, но вот он просто поменялся. Так, нельзя на эту шашку, наверное, нападать отсюда, потому что мы нападем. Ну, хорошо, напал сюда, ушел. И все. А почему нельзя было напасть? Ну, наверное, надо было на 22 напасть. Ну, как-то развиваться хотя бы. Хотя там тоже плохо, видишь, делая. Ну, тут каждый играл на победу. В общем, такая вот игра пошла. Интересно так. Ну, и что? А, все, а сюда пошел. Темпа. Так. А, ну и все, и просто застряли шашки. То есть теперь просто... Просто Геннаде поменялся, да? Угу. Ну, все. Короче, вот сам пошел в такую борьбу и вот отлетел. А ну-ка, давай еще несколько ходов пройдем. Чижов выиграл у Азиндорна, смотри-ка. Уже есть результат. Уже? Уже есть результат, да. Ну, молодец, Алексей. Поздравляем, сейчас посмотрим. Так, ну... Ну, вот это, да, кстати. Может быть, и поборется еще за призовую тройку. Непонятно, в общем, сам как-то... Ну, это сильная победа у Азиндорна же нет нолей больше. Да, Азиндорн тут что-то начудил. Так, ну... То есть, фактически, он компенсировал эту ничью первого тура. Надо еще компенсировать поражение у Георгиева. Желательно победой над Георгиевым, но, к сожалению, уже такой возможности в этом турнире не будет. Ну, может быть, у него Вална и Шварцман еще есть. А в чем прикол, даже так, допустим, если поставить Данку? Да, почему он сдал тебя? Ну, просто, наверное, пошел. Да, просто пошел, и ты даже никогда не нападешь, потому что там две, да. Да. Шелмазидор что-то растерялся. Видно, там какой-то цветнотик был. Под конец позиции, как мы видим, была ничейная. Так, Грандайк выиграл. Панемин тут проводит. Ну и все, мы по двойнику в прямом эфире наблюдаем. Панемин тут вообще... Тоже выиграл. Может быть, единоличным лидером становится. Так, я вопросы сейчас прочитаю, потому что мы совсем вопросы... Вы извините, у нас тут 10 партий, мы как можем комментировать. Вы можете, пожалуйста, и пожелания. Так, непереводимая игра слов. Деон очень сильный. Леон, а, спрашивают. Как научиться анализировать партии? С чего начинать? А то весь анализ превращается в тупо двигание шашечек по доске. Даже ты умеешь анализировать партии? Я же не очень. Ну, смотря что же, что вы хотите, то есть, с какой целью вы анализируете. Просто посмотреть, что там было, кто что играл, кто на что попался. Это, ну, просто посмотреть можно. Если, допустим, работать над дебютами, тогда нужно подборку партий делать, как мы здесь иногда периодически смотрим. Кто с кем играл, какие результаты были до этого. Вообще, лучше всего, мне кажется, начать с изучения вот Сейбранса партий. Вот есть много там в этих, в книгах классических Купермана, в других вот партий Сейбранса. Нет, ну, Купермана это давно, сейчас уже. Но, да, вот классическую литературу. Они не оставили такой уровень у человека. Если посчитать, как вот комментируют, разбирают партии, то можно по аналогичной схеме потом самостоятельно делать, смотреть. Или как вот Таня Киев там пишет сейчас в Фейсбуке. Берет там какую-то свою партию, потом просто аналогичные примеры приводит. Там какие-то различные разветвления, варианты тоже разбирает, показывает. Основные, которые уже игрались, которые могли бы сыграться. Давай даже эту партию посмотрим. Смотри, Ахмеда победил голландца. Поздравляем его. Ого! Вот эту комбинацию мы увидели. Ну, а вот что он за ход пошел? Видишь, вот что? Ну, кто же так защищается? Надо же ходить, было тот ход, который я сказала. Ну, естественно, 23-28. Ну, ладно, и что тут было? Дальше уже. Он, наверное, на 26 пошел. Сюда выразит ни по яка ничем. Ну, на 25 я не веду. Напал на много шашек, надо отойти. Напал на много шашек, надо отойти. Напал на все и забрал, да? Ух ты, он как-то хитрый, не так просто все. Глянь, сколько всего. И вот так вот. И сюда. Ну, красавчик. Ну, смотри, какой-то играл просто блестящий этот Ахмед на уровнях сильного агросместра. Видишь? А перед этим кому-то... Ну, он молодец, он хорошо реализовал. Видишь, и тут, и там, и вообще. Ну, молодец. Голландец. Подожди, подожди, а верни это все. Ну, видишь, тут даже пожертвовать эту шашку нельзя и пойти 15-20, потому что... Ну, да, ну, в общем, давай посмотрим, как было. Опять он любит нападать, я смотрю. Нападал, отрезал. Так, ну, и тот сдался. Почему? Если сюда ходить, то мы отдаем и по двойнику отрезаем. Ну, короче, если сюда, то тоже мы ходим, потом отдаем и отрезаем по двойнику. Ну, как-то так. То есть, давайте я напомню блестяще, с чего началось. Ахмед. Этот ход был сильный. Вот тут вот, как-то он тут боролся. Вот тут в один момент. 38-32. И нельзя было у нас 22 из-за комбинации. 24-19 бой. Ой, то есть, 29-23 бой. 24-19. Сюда и сюда. И кольбиде 3 на 10. И пришлось тут уже 27. Ну, и тут уже позиция катастрофическая. Дышала. Потому что Махмед выигрывает. Пан Эмин выигрывает. Похвалить. Он очень много точных ходов сделал. Да, он, я говорю, отыграл силу, ну, я не знаю, там, 2-350 рейтинга. Там вот этот момент. Силу компьютера. Технично реализовал все. Это самое. Ян выиграл. Давайте еще раз покажем, как. Молодое дарование голландское. Оно. Подстроил комбинацию. А где он? Вот. Так, секундочку. Вот Апс, я тут мог 37-27 поменяться просто. А поменялся даже 24. Ну, и вот тут комбинация. И оказалось, что просто теперь мы идем второй шашкой. Не боимся, что нашу дамку словят. Две такие комбинации в одном туре. За один цвет. Посмотри. Это что, Георгий подсмотрел? Харь тоже провел себя? Он же позже проводил ее. Так, ну, Алексей Чижов тоже выиграл. Так, давай посмотрим, что тут было в консольчике. Давай отмотаемся чуть-чуть. А, так все-таки они играли. Они все-таки играли, видишь? Так, давай, значит, вот этот вот вариант. В общем. Так. Ну, тогда далеко не отходи. Там, где мы остановились, можно на тот угол уже. Нельзя тут ставить дамку, потому что мы присасываемся. Потому что Майзельдорн сам себе проблем нашел. Вот. Так, а теперь, если ставить дамку, то как мы ловим? Ну, знаешь, может и можно было ставить дамку всего лишь. 8-13. Всего лишь одна лишняя шашка была бы. И можно было играть без шашки, в принципе. Надо посмотреть просто, как там. Так лучше вот тут уже было поставить. Просто, смотри, 8-13 и все. Ну да, хотя бы ничья. Ну, ничья. Ну, я же говорю, Майзельдорн это вот человек, который не любит ничьи. В общем, тут вот так. В общем, он мне поставил дамку. Ой, смотри, что это чудит. О, ты. Ну, давай. Побил вперед. Вперед. Он хочет одну отдать и вторую отдать. Назад, наверное, мы можем как-то так вот поменяться. Так? Ну, 36-41 и там потом какие-то петли строить, может быть. Ну, давай посмотрим просто, чем закончилось и все. А, ну да, хочет одну отдать, еще одну, но отчежок в раз сюда. И теперь же не проходит. Но все не проходит. Там просто нет темпа, да, получается. Отошел в итоге. Да, он просто ей поставил на большую. Ну, молодец. Да. Ну, воспользовался подарком. Короче, столько подарков в этом считать. Это просто... Ну, в общем, мазерного. Ну, да, в ключе не подва. Это не совсем подарок. Видишь, у них была игровая позиция. Ну, смотри. Они поиграли на выигрыш. Компьютер будет, может, как раз эту партию заканчивать, но, короче, тут ничего не было. Везде было ничья. Всегда можно было поставить и... Ну, да. Ты вот очень боялся все-таки партию Валнериса, но только она сейчас осталась, поэтому давай уже к ней вернемся. Давай вернемся, только я сначала ее запущу на анализ. Потому что интересно все-таки, где он выпустил. Ctrl-C. Много шашек у него было? Три шашки? Много. У Грондрейка была меньше разница в шашках? Ну, вот тут, допустим, ладно. Вот тут. Так же я сделала только, чтобы побыстрее анализировала. Допустим, 15 секунд на ход. И анализ. Вот это сюда, да? Вот, видишь, компьютер говорит, что проиграно. Минус 159. Ну, да, здесь, когда две лишних шашки всего, здесь уже похоже, что где-то выпустил. Вот я перехвалил Александра. Давай мы Ивана еще посмотрим все-таки. Ты сказала, одна партия, я все-таки Валнерса напоследок хочу оставить, чтобы мне... Ну, слушай, ну, это уже не интересно. Что же мы тут смотрим? Ну, мы же не смотрели все-таки вообще Трофимова. Надо показать людям. Трофимов это все-таки... Так, главный энтузиазм шашек. Так, 7-12. Ну, идем. Ого, вот это выход. Вот это я понимаю. О, если это когда-то сбежал с миссмакером. По-моему, или с ней с дирланшейком. Такое вот точно так же и было. Опа. Даже в лютки не захотел заходить. Ну, хорошо. Ну, у белых здесь даже не лучше. После отыгрыша шашки у них слабый центр. Что это вообще? Так, подожди. А, так шашка даже не отыгралась? Она не отыгралась. 5, 5, 2. Без одной. Лишняя шашка. Я что-то не понял вообще, что произошло. Мог спокойно напасть и отыграть шашку. Может, запись неправильная? Может, запись неправильная? Ну, давай посмотрим. Ну, Саваизин, смотри. Ну, мог же напасть и отыграть шашку. Ну, он как в коле, знаешь, решил понападать на 27-ю. Я что-то не понял. Мог. Он на выигрыш решил... Он решил, даже не отыгрывая шашку, сразу играть на выигрыш. Без шашки, да. Я... Не, ну, подожди, Даш, ну, можно же было напасть? Я что-то реально не это. А, там комбинация была. Там была, смотри, на такой ход было 20-20, бой-бой. 37-31. А как... Подожди, а как комбинация? Там же нам нужно... Там она словится, наверное, да? Ну, мы, ладно, мы потом покажем. В общем, ладно, что было. Там много шашек давать. В итоге Иван остался с лишней шашкой. Как бы чуть-чуть слабый фланг, может быть, в каком-то... Ну, это... Не знаю, не знаю, конечно. Это что произошло с Ваней? Так, подожди. Вот первое... Так, началось. Почему не закрыться 48-42, да? Ну, может не закрыться, а просто поменяться, вот как есть. Ну, хорошо, поменялся. Но стал опять. Так, опять. Просто вы думаете, что же самое, только шашку 38, темпа потерял. Хотелось бы... Подожди, а хотелось бы назад поменяться? Ну, хотелось бы вот это и поменяться. Вот все-таки... Ну, то есть 33-28, темпа потерял. Это в идеале, да? Ну, хорошо. Ну, давай, там что-то безобразие какое-то произошло, потому что позиция выкранная должна быть. Ну, да, ну, не скажи, вот эти шашки все-таки никуда не идут. Ну, хорошо, ходи, ходи, куда идут. Как они ходили там? Давай посмотрим уже быстренько. Ну, давай быстренько. Так, ну, хорошо. Ого, ну, что это? Ну, вот такие ходы, вот как 34-30, сразу как-то... Пока вроде все нормально. Ну, хорошо, сюда. Так, сюда. Нападение, вот это вот нашло, сколько там, закрылись. Сюда. Ну, так, подожди, а сюда не выиграл. Ну, подожди все равно хорошо, логично, давай. Так, и что? И все? И все, пришлось шашку отдать. Да. Ну, это просто... Какой-то несчастный случай. Китай забывается в одиналичные лидеры, чьи жопрова действующие игру. Согласен. Так. Так, ну, давайте, да, сейчас что? Смотрим Георгию. Вот тут уже компьютер говорит ничья. А это раньше был выигрыш. Или почти выигрыш. Тут уже анализировать нечего. Давай посмотрим на 25-30. Я думаю, что эту позицию вообще можно не смотреть и не анализировать, потому что они сами это все посмотрят, им же интересно. Им все расскажут. Какие у них выигрыши были. Так, вот если вот тут 15, как, что тут предлагали? Не 15-20, правильно. Но если компьютер тут чуть не дотягивает, 36-31, 2-25, все, правильно. Там в начале непонятные вот эти были размены, он же мог просто отойти, не меняя шашки. Сохранить шашку, лишние шашки в эншпиле, для эншпиле, это очень важно. А, вот из этих 29-34, говорится, чуть сильнее было. Ну, короче, да, эншпиле очень сложный, но конкретно одной ошибки. Ну, давай в какой-то ход, в 29-34, например. Там раньше еще непонятные ходы были, раньше. По-моему, тоже, да. 31-27. Тут уже очень опасно, 4 шашки остаются. Ну, смотри, можно было так вот идти, вот так вот можно было идти в дамке второй. Например, если 45-40, то тогда в 15-20 какой-то ход. Нет, ну, тут компьютер, он что-то такое показывает, но тут уже сомнительно очень. Согласен. В общем, Георгиева оставляем аналитиком. В общем, Александр играл хорошо. Ну, скорее вычистил где-то. Ивану подарили шашку вначале, я не понял, почему он не отыграл тут. А давай комбинацию мы обещали показать быстренько. Вань, ну, давай уже Валдерса посмотрим, ну, что же это такое. Пошли, сейчас, ну, давай только комбинацию мы же обещали показать. Какую? Ну, Трофимову, почему нельзя было отыгрывать шашку. Вот, значит, до этого. Вот смотри, какой Ваня коварный. Значит, тот пожертвовал. Давайте еще раз, значит, красиво пожертвовал. И поменялся, молодец. И вот тут, оказывается, нельзя было влюбки. Из-за... Давай, сейчас прошу компьютера, как правильно проводить. Ну, две, похоже, надо отдавать. Компьютер говорит, просто 33, 28. Ну, давай, Лана, я вот имел в виду вот такую комбинацию, допустим. Ну, пойди сразу на 24, а потом будет видно. Нет, а что, на 24, на 19. Да, на 19 надо ходить. Так, бьем две. Теперь надо еще отдать две. Да, давай две. Так, теперь... И надо тоже две отдавать. Похоже, что надо еще две отдавать. Может быть, лучше 30, все-таки, 24 пойти сначала. И потом оставить шашку 25 себе. Ну, мы же можем потом и пойти туда, в принципе. Ну, давай, значит, я отдам. Ну, и так, ну, не важно. Много шашек как-то. На 25, подожди. Ну, не важно, в общем, как. Вот такая комбинация мы хотели вам показать. Наверное, да, у Даши права лучше на 25 была. И что получается, без трех. Ну, тут, конечно, петля. Ну, тут, конечно, петля. Да, петля. 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 И тут выигрыш у черных, пишет компьютер. Просто идем в дамки. Да нет, тут просто ловим сразу в день, в 13 и все. Ну, или просто воно, говорят, можно и в дамки. Ладно, в общем. Ну, короче, Иван, значит... Короче, тут непонятно, почему. Так, давай еще раз, я только спрошу последний раз Даши. Извини, пожалуйста, я просто прошу. Можно было тут в любки заходить? Ну, да, получается, можно было просто там зайти в любки, но он не зашел. И Иван... Почему он пошел в 12-маске? Иван уже хитрый сориентировался. 42-38. Пошел. То есть теперь нельзя в 72, если напасть, то 24-19. И шашка лишняя сохраняется. Ну, и так. Тут тоже... Тут уже говорит 8-12 компьютер. Ну, а тут просто напал в любки, и Иван выиграл шашку. Точнее, не выиграл, а сохранил лишнюю шашку. Так, с этими, значит, тремя партиями мы закончили. Так, Чижова мы закончили. Самбо показали. Всех показали, да? Остался только Валнерис. Ну, давайте Валнерис тогда. Фух. Валнерис сыграл ничью. А почему ничья? Уже прямо в этой позиции ничья. Сейчас давайте обновим. Ну, да. Видишь, у тебя спасение получилось. То есть продолжения здесь не будет, сразу известен результат. Ну, подожди, давай, Саша, посмотрим. Я сразу знаю, когда с кем. Валнерис все равно придется много анализировать. Ну, здесь уже... Валнерис играл чудо. Все ясно. Давай, поехали. Поэтому я, наверное, покину тоже. Ну, подожди, давай, может быть... Да, и все. Мне интересно все-таки посмотреть, что было. Или тебе надо идти уже? Ну да, уже поздно и... Ну, хорошо, Даша, спасибо. Как бы там ни было, как бы там ни было в этой парте, интересно в самом конце, что там было. А как они к этому пришли? Я быстренько давай, Наш, но я помню этот размен. Валнерис поменялся. Тут они выдвигались, выдвигались. Валнерис начал ходить в бачок. Так, вот такое что-то настроили. И Валнерис пошел на фланг, но не дошел. Так. Значит, на нападение будет косвенная защита, естественно. Значит, тогда Валнерис пошел. Пошел, так, 48, 43, 30, 34, 37, 27, 15, 20, сюда, 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 сюда. Согласитесь на ничью. Так, давайте сейчас еще раз посмотрим вот эту позицию. Компьютер тоже говорит, что равенство. Так, ну, говорит, 21, 26, ход правильный. Ну, и, говорит, тут ничья. Например, может 27, 21 разменяться. Например, 27, 21. Ну, просто белые не идут никуда, черные не идут. Так, хорошо, внутри нас 18. Не знаю, в общем, почему они так сказали, естественно, ничью тут. Ну, позиция равная, но какая-то необычная. Даша, ты еще тут? Даша уже, похоже, ушла. В общем, благодарим Дашу за то, что была с нами. Нет, Даша должна быть еще. Даша, ты уже ушла или еще тут? Так. Дарья Ткаченко, Иван Антоненко, спасибо большое за комментарий. Еще Юрий Аникеев с нами был. Комментаторы Большие Трудяги, на благо Шашкина, надо ставить памятник. Ну, можете Дашу поставить памятник. Мне не надо пока ставить памятник. Так. Мне просто приятно тоже работать. Хорошо, друзья, спасибо, что смотрели. В общем, давайте поймем, что произошло в таблице. Я вам, кстати, показали только партии какого тура. Четырех, по-моему, туров, да, значит. Седьмой тур. Так, а вот уже и таблица подоспела. Монгол на последнем месте, как неудивительно. Китаец на первом. Причем он, скажем так, не у самых простых соперников, судя по сетке, выиграл. Хотя, может быть, они все скатятся вниз. Так, Граниндайк выиграл. Георгиев ничью, Шварцман ничью. Да, Георгиев, конечно, выпустил шанс. Шварцман тоже атаковал хорошо. Ну, вот, Китаец зашел на первое место. Ация начинает отставать. Чижов подтянулся, с чем мы поздравляем. Но Эзендор, наверное, все-таки он приехал больше как бы тренироваться, чем выигрывать на этом чемпионате. Ну, придумал сам все проблемы. Так, смотрим, у нас, смотрите, тут 6 результативных партий. Нет, 5. 5 результативных, 5 ничьих, это хорошо. Ну, давайте тогда, значит, посмотрим, что будет завтра. Значит, завтра, наверное, поскольку завтра выходной, да, то надо тоже сделать стрим, чтобы люди могли посмотреть. И завтра, по-моему, в то же время будет тур. Сейчас, я гляну, где-то это было. Ну, по-моему, в то же время, да. Хорошо, приходите в то же время. Обязательно сделаем трансляцию. А потом, да, сделаем несколько дней перерыв. Все-таки, я надеюсь, в воскресенье будет побольше людей смотреть. Так, Иван Трофимов в ничью. Так, что у нас будет, значит, в 8-м туре? А 8-го тура нет. Вот еще расписание. Сейчас, секундочку, тут, по-моему, где-то было. Так, говорят, у Георгия, у Апагида он показывает игры. Сейчас посмотрим, да. Я хотел тут посмотреть. Давайте, вот отсюда зайдем. Таблица 1 нас интересует. Таблица 1, Homepage. И вот, 8-й тур. Так, то же самое время. Так. Кринентайк играет с африканцем, может догнать лидера. Апсевот тоже с африканцем. Так, смотрим. Ага. Пан Эмин с самбом из интересного. Валнерес с Аланом Силвой. Ну, надо Валнересу. Пробивали голландцев. Он не такой непробиваемый, как раньше. Чижов с Суаре Касим. Так. Вот Азиндорно уже после Чижова. Шварцман предстоит. Георгиев Семенюкум. Семенюкум. Трофимов с Герония. Значит, из ключевых партий отмечаем. Ну, Пан Эмин, лидер с самбом. Так, ну и что. Шварцман, Азиндорн. Георгиев Семенюкум. Ну, в общем, таких, чтобы прям лидеры друг с другом играли. Пока нету партий. Так что, надо уходить в отрыв. Да, спасибо вам за комментарий. Давайте тогда напоследок Георгиева посмотрим еще раз. Так, нажимаю стрелочку назад. Я хочу посмотреть, будет ли под конец трансляции. Может быть, уже это окно видно. Или нет Эдеона. Почему-то основное окно не видно на стриме. Так, это какая партия была? Это у Трофимов. Да, конечно, Трофимову не позавидуешь. Бедняга не выиграл с лишней шашкой. Так. Вот, значит, что это? Это уже Георгиев, да? Георгиев, значит, говорят, после 40-го хода. 42-37 был выигрыш. Надо было ходить 3-26. Ух ты. Да, 3-26, говорят, надо было ходить. Ну, кстати, логичный довольно ход. Он связывает белых. Ну, хорошо, допустим, значит, как Василий Новник нам написал. 27-22, 20-25. 43-39, 25-30. Ну, хорошо, допустим. А если я просто иду в данки? А-а-а-а, тут же еще, смотрите. Тут сейчас у нас вас один ход еще появляется. Теперь мы грозим вообще тут все шашки забрать. Заберем мы все или не заберем? Мы все не забираем, но тоже выигрываем. Блин, я лишнего дал шашку, ну, кажется. Что-то я уже А, а можно, наверное, просто вот так подбить. Ну, короче, выигрыш. То есть, этот ход 3-26 такой не совсем человеческий, но интересный ход. Так, а, ну-ка, интересно. Допустим, 27-22. Вот, можно и тут 16-21, да? Уже как-то сейчас 1-21-27 пойти. И, короче, вот эта вот идея, вот, что-то 1-21-27 подрыв, она может зарешать. Допустим, нападаем. Входим. Ну, трудно тут все варианты рассмотреть. Уже не проходит. Хорошо, 25-30, хорошо. Поверьте, пока что идем в данки. Идем в данки пока что. Идем в данки. Так, и что? Теперь нельзя никуда идти, да, получается? Может, это будет выигрыш. Так. Так. Бьем. Ну, тут не очевидно. То есть, видите, мы могли это и раньше вроде бы сделать, но тут шашку давили поближе, чтобы, ну, как бы наша дампа вторая была. Да, похоже, что вот на 26 мог Георгиев вот реальный шанс получить. Вообще неожиданный какой-то маневр. То есть, вот именно, не отрезая, а именно, ну, потому что это привязывает плавно белых. Белые хотят пойти же, как было в партии, да. В партии же было, ну, ну, короче, как-то, да, вот такой ход связывает силы белых, еще и потом находится, что называется, один ход в какой-то момент. Ну, ладно, спасибо всем, кто смотрел, значит, тогда завтра приходите. Я, ну, уверен, что завтра будет трансляция. И, пожалуйста, пишите комментарии, пожелания, потому что, ну, непривычный формат, 10 партий сразу, причем это мужчины играют, вы сами понимаете, ну, когда женские чемпионалы, там, по-моему, и меньше участниц было. 16, да, меньше партий, и, как бы, комментировать проще было. Тут я все не успеваю, и надо на что-то внимание уделять, на что нет. Но я надеюсь, что вы мне будете подсказывать какие-то, может, технические моменты, я, может быть, там, неправильно нажимал, куда-то тоже говорите. В общем, от ваших комментариев зависит качество трансляции напрямую. Заходите также, комментарии вы можете писать еще вот тут, на сайте, по трансляции, в том числе, ну, или там, в комментариях под видео, где-то на канале. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не забыть, не пропустить трансляцию. И, в общем, следите за анонсами. Все, спасибо, что смотрели. Иван Антоненко, непревзойденный Юрий Аникеев и прекрасная Дарья Ткаченко для вас сегодня работали. Также мы ожидаем помощь Артема Иванова, у него там некоторые дела. И по выходным, возможно, Алексей Домчик сможет нам помогать. Может быть, что-то еще захочет прийти. В общем, будет весело. Приходите. Спасибо большое. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...